Мишкина каша Один раз, когда я жил с мамой на даче, ко мне в гости приехал Мишка. Я так обрадовался, что и сказать нельзя. Я очень по Мишке соскучился. Мама тоже была рада его приезду. «Это очень хорошо, что ты приехал», — сказала она. «Вам вдвоем здесь будет веселей. Мне, кстати, завтра надо в город поехать. Я, может быть, задержусь. Проживете тут без меня два дня?» «Конечно проживем», — говорю я. «Мы не маленькие. Только вам тут придется самим обед готовить. Сумеете?» «Сумеем», — говорит Мишка. «Чего там не суметь?» «Ну, сварите суп и кашу. Кашу ведь просто варить». «Сварим и кашу. Чего там ее варить?» — говорит Мишка. А я говорю. «Ты смотри, Мишка, а вдруг мы не сумеем? Ты ведь не варил раньше?» «Не беспокойся. Я видел, как мама варит. Сыт будешь, не помрешь с голоду. Я такую кашу сварю, что пальчики оближешь». На утро мама оставила нам хлеба на два дня, варенье, чтобы мы чай пили, показала, где какие продукты лежат, объяснила, как варить суп и кашу, сколько крупы положить, сколько чего. Мы все слушали, только я ничего не запомнил. «Зачем, думаю, раз Мишка знает?» Потом мама уехала. А мы с Мишкой решили пойти на речку рыбу ловить. Наладили удочки, накопали червей. «Постой», — говорю я, «а обед кто будет варить, если мы на реку пойдем?» «Что там варить?» — говорит Мишка. «Одна возня! Съедим весь хлеб, а на ужин сварим кашу. Кашу-то можно и без хлеба есть». Нарезали мы хлеба, намазали его вареньем и пошли на реку. Сначала выкупались, потом разлеглись на песке, греемся на солнышке и хлеб с вареньем жуем. Потом стали рыбу ловить. Только рыба плохо клевала. Поймали всего из десяток пескариков. Целый день мы на реке проболтались. К вечеру вернулись домой. Голодные! «Ну, Мишка, — говорю, — ты специалист. Что варить будем? Только такой, чтобы побыстрее. Есть очень хочется». «Давай кашу!» — говорит Мишка. «Кашу проще всего». «Ну что ж, кашу-то кашу!» Растопили плиту. Мишка насыпал в кастрюлю крупы. Я говорю, «Сыпь побольше!» «Есть очень хочется!» Он насыпал полную кастрюлю и воды налил доверху. «Немного ли воды?» — спрашиваю. «Размазня получится». «Ничего, мам всегда так делает. Только за печкой смотри, а уж я сварю, будь спокоен». «Ну, я за печкой смотрю, дрова подкладываю, а Мишка кашу варит. То есть не варит, а сидит на кастрюлю смотрит. Она сама варится». Скоро стемнело. Мы зажгли лампу. Сидим и ждем, когда каша сварится. Вдруг смотрю, крышка на кастрюле приподнялась и из-под нее каша лезет. «Мишка!» — говорю. «Что это?» «Почему каша лезет?» «Куда?» «Шут ее знает, куда. Из кастрюли лезет». Мишка схватил ложку и стал кашу обратно в кастрюлю впихивать. Мял ее, мял, а она будто пухнет в кастрюле, так и вываливается наружу. «Не знаю», — говорит Мишка, «с чего это она вылезать вздумала? Может быть, готова уже?» Я взял ложку, попробовал. Крупа совсем твердая. «Мишка!» — говорю. «Куда же вода девалась? Совсем сухая крупа!» «Не знаю», — говорит. «Я много воды налил. Может быть, дырка в кастрюле?» Стали мы кастрюлю осматривать. Никакой дырки нет. «Наверное, испарилась», — говорит Мишка. «Надо еще подлить». Он переложил лишнюю крупу из кастрюли в тарелку и подлил в кастрюлю воды. Стали варить дальше. Варили, варили. Смотрим. Опять каша наружу лезет. «Ах, чтоб тебя!» — говорит Мишка. «Куда же ты лезешь?» Схватил ложку, опять стал лишнюю крупу откладывать. Отложил и снова бух туда кружку воды. «Вот видишь», — говорит. «Ты думал, что воды много, а ее еще подливать приходится». Варим дальше. «Что за комедия?» «Опять вылезает каша», — я говорю. «Ты, наверное, много крупы положил. Она разбухает, и ей тесно в кастрюле становится». «Да», — говорит Мишка. «Кажется, я немного-много крупы переложил. Это все ты и виноват. Клади, — говорит, побольше. Есть хочется». «Откуда я знаю, сколько надо класть? Ты ведь говорил, что умеешь варить». «Ну и сварю, не мешай только». «Пожалуйста, не буду тебе мешать». Отошел я в сторонку, а Мишка варит, то есть не варит, а только и делает, что лишнюю крупу в тарелки перекладывает. Весь стол уставил тарелками, как в ресторане, и все время воды подливает. Я не вытерпела говорю. «Ты что-то не так делаешь. Так ведь до утра можно варить». «А что ты думаешь? В хорошем ресторане всегда обед с вечера варят, чтобы на утро поспел». «Так то, говорю, в ресторане. Им спешить некуда, у них еды много всякой. А нам-то куда спешить?» «Нам надо поесть да спать ложиться. Смотри, скоро двенадцать часов». «Успеешь», — говорит, — «выспаться». И снова «бух» в кастрюлю воды. Тут я понял, в чем дело. «Ты, говорю, все время холодную воду льешь. Как же она может свариться?» «А как, по-твоему, без воды, что ли, варить?» «Выложить, — говорю, половину крупы и налить воды сразу побольше. И пусть себе варится». Взял я у него кастрюлю, вытряхнул из нее половину крупы. «Наливай», — говорю, — «теперь воды доверху». Мишка взял кружку, полез в ведро. «Нету», — говорит, — «воды». Вся вышла. «Что же мы делать будем? Как за водой идти? Темнота какая, — говорю. И колодца-то не увидишь». «Чепуха, сейчас принесу». Он взял в спички, привязал к ведру веревку и пошел к колодцу. Через минуту возвращается. «А вода где?» — спрашиваю. «Вода там, в колодце». «Сам знаю, что в колодце где ведро с водой?» «И ведро», — говорит, — «в колодце». «Как в колодце?» «Так в колодце». «Упустил?» «Упустил». «Ах ты, — говорю, — размазня!» «Ты что ж, уморить нас голодом хочешь? Чем теперь воды достать?» «Чайником можно». Я взял чайник и говорю. «Давай веревку». «А ее нет веревки». «Где же она?» «Там». «Где там?» «Ну, в колодце». «Так ты, значит, с веревкой ведро упустил?» «Ну да». «Стали мы другую веревку искать. Нет нигде». «Ничего», — говорит Мишка. «Сейчас пойду попрошу у соседей». «Ума», — говорит, — «ты сошел. Посмотри на часы. Соседи спят давно». «Тут как нарочно обоим нам пить захотелось. Кажется, сто рублей за кружку воды отдал бы», — Мишка говорит. «Это всегда так бывает. Когда нет воды, так еще больше хочется пить. Поэтому в пустыне всегда пить хочется, потому что там воды нет». Я говорю. «Ты не рассуждай, а ищи веревку». Где же ее искать? Я везде смотрел. «Давай леску от удочки привяжем к чайнику». «А леска выдержит?» «Может быть, выдержит». «А если не выдержит?» «Ну, если не выдержит, то оборвется». «Это и без тебя известно». Размотали мы удочку, привязали к чайнику леску и пошли к колодцу. Я опустил чайник в колодец и набрал воды. Леска натянулась, как струна. Вот-вот лопнет. «Не выдержит», — говорю. «Я чувствую». «Может быть, если поднимать осторожно, то выдержит», — говорит Мишка. Стал я поднимать потихоньку. Только приподнял над водой. Плюх! И нет чайника. «Не выдержала?» — спрашивает Мишка. «Конечно, не выдержала. Чем теперь доставать воду?» «Самоваром», — говорит Мишка. «Нет уж. Лучше самовар просто бросить в колодец. По крайней мере, возиться не надо. Веревки-то нет. Но кастрюлей». «Что у нас, по-твоему?» — говорю. «Кастрюльный магазин?» «Тогда стаканом». «Это сколько придется возиться, пока стаканом воды наносишь?» «Что же делать? Надо ведь кашу доварить. И пить-то зарезу хочется». «Давай, говорю, кружкой. Кружкой все-таки больше стакана». Пришли домой, привязали леску к кружке так, чтобы она не переворачивалась. Вернулись к колодцу. Вытащили по кружке воды, напились. Мишка говорит. «Это всегда так бывает. Когда пить хочется, так кажется, что целое море выпьешь. А когда станешь пить, так одну кружку выпьешь, и больше уже не хочется. Потому что люди от природы жадные». Я говорю. «Нечего тут на людей наговаривать. Тащи лучше кастрюлю с кашей сюда. Мы прямо в нее воды натаскаем, чтобы не бегать двадцать раз с кружкой». Мишка принес кастрюлю и поставил на край колодца. Я ее не заметил, зацепил локтем и чуть не столкнул в колодец. «Ах ты, растяпа, говорю, зачем мне кастрюлю под локоть сунул? Возьми ее в руки и держи крепче. И отойди от колодца подальше, а то не той каша полетит в колодец». Мишка взял кастрюлю и отошел от колодца. И я натаскал воду. Пришли мы домой, каша у нас остыла, печь погасла. Растопили мы снова печь и опять принялись кашу варить. «Наконец она у нас закипела, сделалась густая и стала пыхтеть». «О-о-о-о, говорит Мишка, хорошая каша получилась, знатная. Я взял ложку, попробовал. Тьфу, что это за каша, горькая и соленая и воняет гарью. Мишка тоже хотел попробовать, но тут же выплюнул. «Нет, — говорит, — умирать буду, а такую кашу не стану есть». «Такой каши наешься и умереть можно», — говорю я. «Что же делать?» «Не знаю». «Чудакима», — говорит Мишка, — «у нас же пискарей есть», — я говорю. «Некогда теперь уже с пискарями возиться, скоро светать начнет. Так мы их варить не будем, а зажарим. Это ведь быстро, раз и готово». «Ну, давай, — говорю, — если быстро. А если будет как каша, то лучше не надо». «В один момент вот увидишь». Мишка почистил пискарей и положил на сковородку. Сковородка нагрелась, пискари и прилипли к ней. Мишка стал отдирать пискарей от сковородки ножом, все бока ободрал им. «Умник», — говорю, — «кто же рыбу без масла жарит? Мишка взял бутылку с подсолнечным маслом, налил масло на сковородку и сунул в печь прямо на горячие угли, чтобы поскорее зажарились. Масло зашипело, затрещало и вдруг вспыхнуло на сковородке пламенем. Мишка вытащил сковородку из печи, масло на ней полыхает. «Я хотел водой залить, а воды у нас во всем доме нет ни капли». Так оно и горело, пока все масло не выгорело. В комнате дым и смрад, а от пискарей одни угольки остались. «Ну, — говорит Мишка, — что теперь жарить будем?» «Нет, — говорю я, — больше я тебе ничего жарить не дам. Мало того, что ты продукты испортишь, да ты еще пожар устроишь, из-за тебя весь дом сгорит. Довольно!» «Что ж делать? Есть-то ведь хочется!» Попробовали мы сырую крупу жевать. «Противно!» Попробовали сырой лук. «Горько!» Масло попробовали без хлеба есть. «Тошно!» Нашли банку из-под варенья, но мы ее вылизали и легли спать. Уже совсем поздно было. Наутро проснулись голодные. Мишка сразу полез за крупой, чтобы варить кашу. Я как увидел, так меня даже в дрожь бросила. «Не смей!» — говорю. «Сейчас я пойду к хозяйке, тете Наташе, попрошу, чтобы она нам кашу сварила». Мы пошли к тете Наташе, рассказали ей все, обещали, что мы с Мишкой все сорняки у нее на огороде выпалим. Только пусть она нам поможет кашу сварить. Тетя Наташа жалилась над нами, напоила нас молоком, дала пирогов с капустой, а потом усадила завтракать. Мы все ели и ели. Так что тетя Наташа на нас удивлялся, какие мы голодные были. Наконец мы наелись, попросили у тети Наташи веревку и пошли доставать из колодца ведро и чайник. Много мы провозились, и если бы Мишка не придумал якорек из проволоки смастерить, так бы ничего и не достали. А якорьком, как крючком, подцепили и ведро, и чайник. Ничего не пропало, все вытащили. А потом мы с Мишкой и Вовкой сырняки на огороде пололи. Мишка говорил, — Сырняки — это чепуха, совсем нетрудное дело, гораздо легче, чем кашу варить. Дружок Замечательно нам с Мишкой жилось на даче. Вот где было раздолье. — Делай, что хочешь, иди куда хочешь. Можешь в лес за грибами ходить, или за ягодами, или купаться в реке. А не хочешь купаться? Так лови рыбу, и никто тебе слова не скажет. Когда у мамы кончился отпуск, и нужно было собираться обратно в город, мы даже загрустились с Мишкой. Тетя Наташа заметила, что мы оба ходим, как в воду опущенные, и стала уговаривать маму, чтобы мы с Мишкой остались еще пожить. Мама согласилась и договорилась с тетей Наташей, чтобы она нас кормила и всякое такое, а сама уехала. Мы с Мишкой остались у тети Наташи, а у тети Наташи была собака Дианка. И вот как раз в тот день, когда мама уехала, Дианка вдруг ощенилась, шестерых щенков принесла. Пятеро черных с рыжими пятнами, а один совсем рыжий, только одно ухо у него было черное. Тетя Наташа увидела щенков и говорит. — Чистое наказание с этой Дианкой! Каждое лето она щенков приносит. Что с ними делать? — Не знаю. Придется их утопить. Мы с Мишкой говорим. — Зачем топить? Они ведь тоже хотят жить. Лучше отдать соседям. — Да соседи не хотят брать, у них своих собак полно, — сказала тетя Наташа. — А мне ведь тоже не надо столько собак. Мы с Мишкой стали просить. — Тетечка, ну не надо их топить, пусть они подрастут немножечко, а потом мы сами их кому-нибудь отдадим. Тетя Наташа согласилась, и щеночки остались. Скоро они подросли, стали бегать по двору и лаять. Тяп-тяп, совсем как настоящие псы. Мы с Мишкой по целым дням играли с ними. Тетя Наташа несколько раз напоминала нам, чтобы мы раздали щенков. Но нам было жалко Дианку, ведь она станет скучать по своим детям, думали мы. — Зря я вам поверила, — сказала тетя Наташа. — Теперь я вижу, что все щенки останутся у меня. Что я буду делать с такой оравой собак? На них одного корму сколько надо. Пришлось нам с Мишкой браться за дело. Ну и намучились же мы. Никто не хотел брать щенков. Несколько дней подряд мы таскали их по всему поселку и на силу пристроили трех щенков. Еще двоих мы отнесли в соседнюю деревню. У нас остался один щенок. Тот, который был рыжий, с черным ухом. Нам он больше всех нравился. У него была такая милая морда и очень красивые глаза. Такие большие, будто он все время чему-нибудь удивлялся. Мишка никак не хотел расставаться с этим щенком и написал своей маме такое письмо. — Милая мамочка, разреши мне держать щеночка маленького. Он очень красивый, весь рыжий, а ухо черное. И я его очень люблю. За это я тебя всегда буду слушаться и буду хорошо учиться. И щеночка буду учить, чтобы из него выросла хорошая большая собака. Мы назвали щеночка дружком. Мишка говорил, что купит книжку о том, как дрессировать собак и будет учить дружка по книжке. Прошло несколько дней. А от Мишкиной мамы так и не пришло ответа. То есть пришло письмо, но в нем совсем ничего про дружка не было. Мишкина мама писала, чтобы мы приезжали домой, потому что она беспокоится, как мы тут живем одни. Мы с Мишкой в тот же день решили ехать. И он сказал, что повезет дружка без разрешения, потому что он ведь не виноват, раз письмо не дошло. — Как же вы повезете своего щенка? — спросила тетя Наташа. — Ведь в поезде не разрешают возить собак. Увидит проводник и оштрафует. — Ничего, — говорит Мишка. — Мы его в чемодан спрячем, никто и не увидит. Мы переложили из Мишкиного чемодана все вещи ко мне в рюкзак, просверлили в чемодане дырки гвоздем, чтобы дружок в нем не задохнулся, положили туда краюшку хлеба и кусок жареной курицы, на случай, если дружок проголодается. А дружка посадили в чемодан и пошли с тетей Наташей на станцию. Всю дорогу дружок сидел в чемодане молча. И мы были уверены, что довезем его благополучно. На станции тетя Наташа пошла взять нам билеты, а мы решили посмотреть, что делает дружок. Мишка открыл чемодан, дружок спокойно лежал на дне и, задрав голову кверху, жмурил глаза от света. — Молодец, дружок! — радовался Мишка. — Это такой умный пес! Понимает, что мы его везем тайком. Мы погладили дружка и закрыли чемодан. Скоро подошел поезд. Тетя Наташа посадила нас в вагон, и мы попрощались с ней. В вагоне мы выбрали для себя укромное местечко. Одна лавочка была совсем свободна, а напротив сидела старушка и дремала. Больше никого не было. Мишка сунул чемодан под лавку, поезд тронулся, и мы поехали. Сначала все шло хорошо, но на следующей станции стали садиться новые пассажиры. К нам подбежала какая-то длинноногая девчонка с косичками и затрещала, как сорока. «Тетя Надя, дядя Федя, идите сюда! Скорее, скорее, здесь места есть!» Тетя Надя и дядя Федя пробрались к нашей лавочке. «Сюда, сюда!» – трещала девочка. «Садитесь! Я вот здесь сяду с тетей Надечкой, а дядечка Федечка пусть рядом с мальчиком сядет!» «Не шуми так, Леночка!» – сказала тетя Надя. И они вместе сели напротив нас, рядом со старушкой. А дядя Федя сунул свой чемодан под лавку и сел рядом с нами. «Ой, как хорошо!» – захлопала в ладоши Леночка. «С одной стороны три дятеньки сидят, а с другой три тетеньки!» Мы с Мишкой отвернулись и стали смотреть в окно. Сначала все было тихо, только колеса постукивали. Потом под лавкой послышался шорох и начало что-то скрестись, словно мышь. «Это дружок!» – зашептал Мишка. «А что, если проводник придет?» «Ничего, может, он и не услышит!» «А если дружок лаять начнет?» Дружок потихоньку скребся, будто хотел просквести в чемодане дырку. «Мэй, мамочка, мышь!» – завизжала эта ягоза Леночка и стала поджимать под себя ноги. «Что ты выдумываешь?» – сказала тетя Надя. «Откуда тут мышь?» «А вот послушай, послушай!» Тут Мишка изо всех сил стал кашлять и толкать чемодан ногой. Дружок на минуту успокоился, потом потихоньку заскулил. Все удивленно переглянулись, а Мишка поскорее стал тереть по стеклу пальцем так, чтобы стекло визжало. Дядя Федя посмотрел на Мишку строго и сказал, «Мальчик, перестань! Это на нервы действует!» В это время сзади кто-то заиграл на гармошке, и дружка не стало слышно. Мы обрадовались. Но гармошка скоро утихла. «Давай будем песни петь!» «Да неудобно», — говорю я. «Ну, давай громко стихи читать!» «Ну, давай, начинай!» Из-под лавки раздался писк. Мишка закашлял и поскорее начал стихи. «Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною в сене к нам летит!» В вагоне раздался смех. Кто-то сказал, «На дворе скоро осень, а у нас тут весна начинается!» Леночка стала хихикать и говорит, «Какие мальчишки смешные! То скребутся, как мыши, то по стеклу пальцами скрипят, то стихи читают!» Но Мишка ни на кого не обращал внимания. Когда это стихотворение кончилось, он начал другое и отбивал такт ногами. «Как мой садик свежий зелен! Распустилась в нем сирень от черемухи душистой и от лип кудрявых тень!» «Ну вот и лето пришло! Сирень, видите ли, распустилась!» Шутили пассажиры. А у Мишки без всякого предупреждения грянула зима. «Зима! Крестьянин торжествуя на дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь. А потом почему-то все пошло шиворот на выворот, и после зимы наступила вдруг осень. «Скучная картина, тучи без конца, дождик так и льется, лужи у крыльца!» Тут дружок жалобно завыл в чемодане, и Мишка закричал, что было силы. «Что ты рано в гости! Осень к нам пришла! Еще просит сердце света и тепла!» Старушка, которая дремала напротив, проснулась, закивала головой и говорит. «Верно, деточка, верно! Рано осень к нам пришла! Еще ребятишкам погулять хочется, погреться на солнушке, а тут осень! Ты, миленький, хорошо стишки говоришь! Хорошо!» И она принялась гладить Мишку по голове. Мишка незаметно толкнул меня под лавкой ногой, чтобы я продолжал чтение. А у меня, как нарочно, все стихи выскочили из головы, только одна песня вертелась. Недолго раздумывая, я гаркнул, что было силы на манер стихов. «Ах вы, сени мои, сени, сени новые мои, сени новые, кленовые, решетчатые!» Дядя Федя поморщился. «Вот наказание! Еще один исполнитель нашелся!» А Леночка надула губки и говорит, «Фи, нашел, что читать! Какие-то сени!» А я отбарабанил эту песню два раза подряд и принялся за другую. «Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный в неволе орел молодой! Вот бы тебя засадить куда-нибудь, чтобы ты не портил людям нервы!» проворчал дядя Федя. «Ты не волнуйся!» Говорил ему тетя Надя. «Ребята стишки повторяют. Ну, что ж тут такого!» Но дядя Федя все-таки волновался и тер рукой лоб, будто у него голова болела. Я замолчал, но тут Мишка пришел на помощь и стал читать с выражением. «Тиха украинская ночь! Прозрачно небо, звезды блещут!» «О-о-о!» засмеялись в вагоне. «На Украину попал! Куда-то еще залетит!» На остановке вошли новые пассажиры. «Ого! Да тут стихи читают! Весело будет ехать!» А Мишка уже путешествовал по Кавказу. «Кавказ подо мною, один в вышине! Стою над снегами, у края стремнины!» Так он объехал чуть ли не весь свет и попал даже на север. Там он охрип и снова стал толкать меня под лавкой ногой. Я никак не мог припомнить, какие еще бывают стихи, и опять принялся за песню. «Всю-то я вселенную проехал! Нигде я, милый, не нашел!» Леночка засмеялась. «А это все какие-то песни читает!» «А я виноват, что Мишка все стихи перечитал!» Сказал я и принялся за новую песню. «Голова ль ты моя удалая, Долго ль буду тебя я носить!» «Нет, братец!» Поворчал дядя Федя. «Если будешь так донимать всех своими стихами, то не сносить тебе головы!» Он опять принялся отереть лоб рукой, потом взял из-под лавки чемодан и вышел на площадку. Поезд подходил к городу. Пассажиры зашумели, стали брать свои вещи и толпиться у выхода. Мы тоже схватили чемодан и рюкзак и стали пролезать на площадку. Поезд остановился. Мы вылезли из вагона и пошли домой. В чемодане было тихо. «Смотри!» — сказал Мишка. «Когда не надо, так он молчит!» «А когда надо было молчать, он всю дорогу скулил!» «Надо посмотреть, может, он там задохнулся!» — говорю я. Мишка поставил чемодан на землю, открыл его, и мы остолбенели. Дружка в чемодане не было. Вместо него лежали какие-то книжки, тетради, полотенца, мыло, очки в роговой оправе, вязальные спицы. «Что это?» — говорит Мишка. «Куда же дружок делся?» Тут я понял, в чем дело. «Стой!» — говорю. «Да это ведь не наш чемодан!» Мишка посмотрел и говорит. «Верно! В нашем чемодане были дырки просверлены, и потом наш был коричневый, а этот рыжий какой-то!» «Ах, я, разиня, схватил чужой чемодан!» «Бежим скорее обратно! Может быть, наш чемодан так и стоит под лавкой!» — сказал я. Прибежали мы на вокзал, поезд еще не ушел. А мы забыли, в каком вагоне ехали. Стали бегать по всем вагонам и заглядывать под лавки. Обыскали весь поезд. Я говорю, наверное, его забрал кто-нибудь. «Давай еще раз пройдем по вагонам!» — говорит Мишка. Мы еще раз обыскали все вагоны. Ничего не нашли. Стоим с чужим чемоданом и не знаем, что делать. Тут пришел проводник и прогнал нас. «Нечего», — говорит, — «по вагонам шнырять». Пошли мы домой. Я зашел к Мишке, чтобы выгрузить из рюкзака его вещи. Мишкина мама увидела, что он чуть не плачет, и спрашивает. «Что с тобой?» «Дружок пропал». «Какой дружок?» «Ну, щенок, не получал письма разве?» «Нет, не получала». «Ну вот, а я писал». Мишка стал рассказывать, какой хороший был дружок, как мы его везли и как он потерялся. Под конец Мишка расплакался. А я ушел домой и не знаю, что было дальше. На другой день Мишка приходит ко мне и говорит. «Знаешь, теперь выходит, я вор». «Почему?» «Но ведь я чужой чемодан взял». «Так ты ведь по ошибке». «Вор тоже может сказать, что он по ошибке». «Тебе ведь никто не говорит, что ты вор». «Не говорит». «А все-таки совестно». «Может быть, тому человеку этот чемодан нужен. Я должен вернуть». «Да как же ты найдешь этого человека?» «А я напишу записки, что нашел чемодан, и расклею по всему городу. Хозяин увидит записку и придет за своим чемоданом». «Правильно», — говорю я. «Давай записки писать». Нарезали мы бумаги и стали писать. «Мы нашли чемодан в вагоне получить у Миши Козлова песчаная улица номер восемь, квартира три». «Написали штук двадцать таких записок». «Я говорю, давай напишем еще записки, чтобы нам вернули дружка. Может быть, наш чемодан тоже кто-нибудь по ошибке взял?» «Наверное, его тот гражданин взял, который с нами в поезде ехал», — сказал Мишка. «Нарезали мы еще бумаги и стали писать». «Кто нашел в чемодане щенка, очень просим вернуть Миши Козлову или написать по адресу «Песчаная улица, дом восемь, квартира три». «Написали и этих записок штук двадцать и пошли их по горду расклеивать». «Клеили на всех углах, на фонарных столбах. Только записок оказалось мало. Мы вернулись домой и стали еще записки писать». «Писали, писали». Вдруг звонок. Мишка побежал открывать. Вошла незнакомая тетенька. «Вам кого?» — спрашивает Мишка. «Мишу Козлова». Мишка удивился, откуда она его знает. «А зачем?» «Я, — говорит, — чемодан потеряла». «А-а-а!» — обрадовался Мишка. «Идите сюда. Вот он, ваш чемодан». Тетенька посмотрела и говорит. «Это не мой». «Как не ваш?» — удивился Мишка. «Мой был больше и черный, а этот рыжий». «Ну, тогда вашего у нас нет», — говорит Мишка. «Мы другого не находили. Вот когда найдем, тогда пожалуйста». Тетенька засмеялся и говорит. «Вы неправильно делаете, ребята. Чемодан надо спрятать и никому не показывать. А если придут за ним, то вы сначала спросите, какой был чемодан, что в нем лежало. Если вам ответят правильно, тогда и отдавайте чемодан. А так ведь кто-нибудь вам скажет «мой чемодан» и заберет. А это и не его вовсе. Всякие люди бывают». «Верно», — говорит Мишка. «А мы не сообразили». Тетенька ушла. «Вот видишь», — говорит Мишка, «сразу подействовала. Не успели мы записки наклеить, а люди уже приходят. Ничего, может, и дружок найдется». Мы спрятали чемодан под кровать, но в этот день к нам больше никто не пришел. Зато на другой день у нас перебывало много народу. Мы с Мишкой даже удивлялись, как много людей теряют свои чемоданы и разные другие вещи. Один гражданин забыл чемодан в трамвае и тоже пришел к нам. Другой забыл в автобусе, ящик с гвоздями. У третьего в прошлом году пропал сундук. Все шли к нам, как будто у нас было бюро находок. С каждым днем приходило все больше и больше народу. «Удивляюсь», — говорит Мишка, «приходят только те, у которых пропал чемодан или хотя бы сундук. А те, которые нашли чемодан, приспокойно сидят дома». «А что им беспокоиться? Кто потерял, тот ищет. А кто нашел, что ему еще ходить?» «Могли бы хоть письмо написать», — говорит Мишка. «Мы б сами пришли». Один раз мы с Мишкой сидели дома. Вдруг кто-то постучал в дверь. Мишка побежал отворять. Оказалось, почтальон. Мишка радостно вбежал в комнату с письмом в руках. «Может быть, это про нашего дружка?» — сказал он и стал разбирать на конверте адрес, который был написан неразборчивыми каракулями. Весь конверт был усеян штемпелями и наклейками с надписями. «Это не нам письмо», — сказал, наконец, Мишка. «Это маме какой-то шибко грамотный человек писал». В одном слове две ошибки сделал. Вместо «песчаная улица» написал «печная». Видно, письмо долго по городу ходило, пока куда надо дошло. «Мама!» — закричал Мишка. «Тебе письмо от какого-то грамотея». «Что это за грамотей?» «А вот, почитай письмо». Мама разорвала конверт и стала читать в полголоса. «Милая мамочка, разреши мне держать щеночка маленького. Он очень красивый, весь рыжий, а ухо черное, и я его очень люблю. Что это?» — говорит мама. «Это ведь ты писал». Я засмеялся и посмотрел на Мишку, а он покраснел, как вареный рак, и убежал. Мы с Мишкой потеряли надежду отыскать дружка. Но Мишка часто вспоминал о нем. «Где он теперь? Какой у него хозяин? Может быть, он злой человек и обижает дружка? А может быть, дружок так и остался в чемодане и погиб там от голода? Пусть бы мне не вернули его, а только хоть бы сказали, что он живой и что ему хорошо. Скоро каникулы кончились, и пришла пора идти в школу. Мы были рады, потому что очень любили учиться и даже соскучились по школе. В этот день мы встали рано-рано, оделись во все новое и чистое. Я пошел к Мишке, чтобы разбудить его, и встретился с ним на лестнице. Он как раз шел ко мне, чтобы разбудить меня. Мы думали, что в этом году с нами будет заниматься Вера Александровна, которая учила нас в прошлом году, но оказалось, что у нас теперь будет совсем новая учительница, Надежда Викторовна, так как Вера Александровна перешла в другую школу. Надежда Викторовна дала нам расписание уроков, сказала, какие учебники будут нужны, и стала вызывать нас всех по журналу, чтобы познакомиться с нами. А потом спросила. Ребята, вы учили в прошлом году стихотворение Пушкина «Зима»? — Учили! — загудели все хором. — Кто помнит это стихотворение? Все ребята молчали. Я шепчу Мишке. — Ты ведь помнишь? — Помню. — Так поднимай руку! Мишка поднял руку. — Ну, выходи на середину и читай, — сказала учительница. Мишка подошел к столу и начал читать с выражением. — Зима! Крестьянин торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка снег почуя, плетется рысью как-нибудь. Он читал все дальше и дальше. А учительница смотрела сначала на него пристально, потом наморщила лоб, будто вспоминала что-то, потом вдруг протянула к Мишке руку и говорит. — Постой, постой! Я вспомнила! Ты ведь тот мальчик, который ехал в поезде и всю дорогу читал стихи, верно? Мишка сконфузился и говорит. — Верно. — Ну, садись. А после уроков зайдешь ко мне в учительскую. — А стихи не надо кончать? — спросил Мишка. — Не надо, я и так вижу, что ты знаешь. Мишка сел и принялся толкать меня под партой ногой. — Это она, та тетенька, которая с нами в поезде ехала. Еще с нею была девчонка Леночка и дяденька, который сердился. Дядя Федя помнишь? — Помню, — говорю. Я ее тоже узнал, как только ты стихи начал читать. — Ну, что теперь будет? — беспокоился Мишка. — Зачем она меня в учительскую вызывала? — Наверное, достанется нам за то, что мы тогда шумели в поезде. Мы с Мишкой так волновались, что не заметили даже, как занятия кончились. Последними вышли из класса, и Мишка пошел в учительскую. Я остался ждать его в коридоре. Наконец, он оттуда вышел. — Ну, что тебе учительница сказала? — спрашиваю я. — Оказывается, мы ее чемодан взяли. То есть не ее, а того дяденьки. Но это все равно. Она спросила, не взяли ли мы по ошибке чужой чемодан. Я сказал, что взяли. Она стала расспрашивать, что в этом чемодане было, и узнала, что это их чемодан. Она велела сегодня же принести ей чемодан и дала адрес. Мишка показал мне бумажку, на которой был записан адрес. Мы поскорее пошли домой, взяли чемодан и отправились по адресу. Нам открыла дверь Леночка, которую мы видели в поезде. — Мам, кого? — спросила она. — А мы забыли, как звать учительницу. — Постойте, — говорит Мишка, — вот тут на бумажке записано «Надежду Викторовну». Леночка говорит. — Вы, наверное, чемодан принесли? — Принесли. — Ну, заходите. Она привела нас в комнату и закричала. — Тетя Надя, дядя Федя, мальчики чемодан принесли! Надежда Викторовна и дядя Федя вошли в комнату. Дядя Федя открыл чемодан, увидел свои очки и сразу надел их на нос. — Вот они, мои любимые старые очки! — обрадовался он. — Как хорошо, что они нашлись! А то я к новым очкам никак не могу привыкнуть! Мишка говорит. — Мы ничего не трогали. Все ждали, когда хозяин отыщится. Мы даже везде объявления наклеили, что нашли чемодан. — Ну вот, а я никогда не читаю объявлений на стенах. Ну ничего, в следующий раз буду умнее, всегда буду читать. Леночка куда-то ушла, а потом вернулась в комнату, а за ней бежал щенок. Он был весь рыжий, только одно ухо у него было черное. — Смотри! — прошептал Мишка. Мишка кричала. — Мы его в чемодане с поезда принесли, но по ошибке ваш чемодан взяли. Это все дядечка Федечка виноват. — Да, — сказал дядя Федя, — это моя вина. Я первый взял ваш чемодан, а потом уж вы мой взяли. Они отдали нам чемодан, в котором дружок ехал в поезде. Леночка, видно, очень не хотела расставаться с дружком. На глазах у нее даже слезы были. Мишка сказал, что на следующий год у Дианки снова будут щенки. Тогда мы выберем самого красивого и привезем ей. — Обязательно привезите! — сказала Леночка. Мы попрощались и вышли на улицу. Дружок сидел на руках у Мишки, вертел во все стороны головой, и глаза у него были такие, будто он всему удивлялся. Наверное, Леночка все время держала его дома и ничего ему не показывала. Когда мы подошли к дому, у нас на крыльце сидели две тетки и дядька. Они, оказывается, нас ждали. — Вы, наверное, за чемоданом пришли? — спросили мы их. — Да, — сказали они. — Это вы те ребята, которые чемодан нашли? — Да, это мы, — говорим мы. — Только никакого чемодана у нас теперь нет. Уже нашелся хозяин, и мы отдали. — Так вы бы поснимали свои записки, а то только людей смущаете. Приходится из-за вас даром время терять. Они поворчали и разошлись. А мы с Мишкой в тот же день обошли все места, где наклеили записки, и ободрали их. Телефон Один раз мы с Мишкой были в игрушечном магазине и увидели замечательную игрушку — телефон. В большой деревянной коробке лежали два телефонных аппарата. Две трубки, в которые говорить и слушать, и целая катушка проволоки. Продавщица объяснила нам, что если один телефон поставить в одной квартире, а другой у соседей, и соединить оба аппарата проволокой, то можно переговариваться. — Вот бы нам купить. Мы как раз соседи, — сказал Мишка. — Хорошая штука, а не какая-нибудь простая игрушка, которую поломаешь и выбросишь. Это полезная вещь. — Да, — говорю я, — очень полезная штука. — Захотел поговорить, взял трубку, поговорил, и ходить никуда не надо. — Удобство! — восторгался Мишка. — Сидишь дома и разговариваешь. — Замечательно! Мы с Мишкой решили собирать деньги, чтобы купить телефон. Две недели подряд мы не ели мороженого, не ходили в кино, все деньги копили. Наконец насобирали, сколько было нужно, и купили телефон. Примчались из магазина домой с коробкой. Один телефон у меня поставили, другой у Мишки, и от моего телефона протянули проволоку через форточку вниз, прямо к Мишкиному телефону. — Ну, — говорит Мишка, — попробуем разговаривать. Беги наверх и слушай. Я помчался к себе, взял трубку и слушаю. А трубка уже кричит Мишкиным голосом «Алло! Алло!» Я тоже как закричу «Алло!» — Слышно что-нибудь? — кричит Мишка. — Слышно! А тебе слышно? — Слышно! Вот здорово! Тебе хорошо слышно? — Хорошо! А тебе и мне хорошо? — Ха-ха-ха! Слышно! Слышно, как я смеюсь? Слышно! Ха-ха-ха! А тебе слышно? Слышно! Послушай! Сейчас я к тебе приду! Мишка прибежал ко мне, и мы принялись обниматься от радости. — Хорошо, что купили телефон! Правда? — говорит Мишка. — Конечно, говорю я «хорошо!» — Слушай, сейчас я пойду обратно и позвоню тебе. Он убежал и позвонил снова. Я взял трубку. — Алло! — Алло! — Слышно? — Слышно! — Хорошо? — Хорошо! — И у меня хорошо! Давай разговаривать! — Давай! — говорю! — А о чем разговаривать? — Ну, о чем? О чем-нибудь! — Хорошо, что мы купили телефон, правда? — Правда! — Правда! Вот если бы мы не купили, было бы плохо, правда? — Правда! — Ну? — Что «ну»? — Чего ж ты не разговариваешь? — А ты почему не разговариваешь? — Да я не знаю, о чем разговаривать, — говорит Мишка. — Это всегда так бывает. Когда надо разговаривать, так не знаешь, о чем разговаривать. А когда не надо разговаривать, так разговариваешь и разговариваешь! — Я говорю, давай вот что. Подумаем. А когда придумаем, тогда позвоним. Ладно. Я повесил трубку и стал думать. Вдруг звонок. Я взял трубку. Ну, придумал? – спрашивает Мишка. Нет, еще не придумал. Я тоже еще не придумал. Ну зачем же ты звонишь, раз не придумал? А я думал, что ты придумал. Я бы сам тогда позвонил. А я думал, что ты не догадаешься. Слушай, я по-твоему осел? Не, ну какой же ты осел? Ты совсем не осел. Разве я говорю, что ты осел? А что ты говоришь? Ничего. Говорю, что ты не осел. Ну ладно, довольно тебе просла твердить. Давай лучше уроки учить. Давай. Я повесил трубку и сел за уроки. Вдруг Мишка снова звонит. Слушай, я сейчас буду петь и на рояле играть по телефону. Ну пой, говорю. Послышалось какое-то шипение, потом забринчала музыка, и вдруг Мишка запел не своим голосом. Куда-куда вы удалились весны моей золотые дни? Что это, думаю? Где он так петь выучился? Вдруг Мишка сам является род душей. Ты думал, это я пою? Это патефон по телефону поет. Дай-ка я послушаю. Я дал ему трубку. Он слушал, слушал. А потом как бросит трубку и бегом вниз. Я взял трубку, а там... Наверное, пластинка кончилась. Я снова сел за уроки. Опять звонок. Я взял трубку. Алло. А из трубки... Ап-ап-ап. Ты чего, говорю, по собачьей лаешь? Это не я. Это дружок с тобой разговаривает. Слышишь, как он кусает трубку зубами? — Слышу. — Это я ему в морду тыкую трубку, а он ее зубами грызет. — Ты бы лучше не портил трубку. — Ничего, она железная. — Ай! Пошел вон! Я тебе покажу, как кусаться. Вот тебе, вот тебе. — Ау-ау! — Кусается, понимаешь? — Понимаю, говорю. Снова сел за уроки. Через минуту звонок. Я взял трубку, а там что-то жужжит. — Алло! — кричу я. — Чем это ты там жужжишь? — Мухой. — Какой мухой? — Ну, простой мухой. Я ее держу перед трубкой, а она крылышками машет и жужжит. Целый вечер мы с Мишкой звонили друг другу и выдумывали разные фокусы. Пели, кричали, рычали, мычали. Даже шепотом разговаривали. Все было слышно. Уроки я кончил поздно и думаю. Позвоню еще раз Мишке перед тем, как лечь спать. Позвонил, а он не отвечает. Что же это, думаю? Неужели телефон испортился? Позвонил еще раз. Опять нет ответа. Думаю, надо пойти узнать, в чем дело. Прибегаю к нему. Батюшки. Он телефон положил на стол и ломает. Батарею из аппарата вытащил, звонок разобрал и уже трубку развинчивает. Стой, говорю. Ты зачем телефон ломаешь? Да я не ломаю. Я только хочу посмотреть, как он устроен. Разберу, а потом соберу обратно. Так разве ты соберешь? Это понимать надо. Ну, я и понимаю, что тут еще понимать? Он развинтил трубку, вынул из нее какие-то железки и стал отковыривать круглую пластинку, которая внутри была. Пластинка вывалилась, и из трубки посыпался черный порошок. Мишка испугался и стал собирать порошок обратно в трубку. Ну, вот видишь, говорю, что ты наделал? Ничего, говорит. Я сейчас все соберу, как было. И стал собирать. Возился, возился. Винтики маленькие, завинчивать трудно. Наконец собрал трубку, только железка у него одна осталась и два винтика лишних. А это откуда железка? Спрашиваю. Ах, разиня, говорит Мишка. Забыл. Ее надо было там внутри привинтить. Придется снова разбирать трубку. Ну, говорю. Я пойду домой, а ты, как только будет готова, позвони мне. Пошел я домой и стал ждать. Ждал, ждал. Так ничего и не дождался, и спать лег. Наутро телефон как зазвонит. Я вскочил не одет и схватил трубку и кричу. Слушаю. А из трубки в ответ. Ты чего хрюкаешь? Как это хрюкаю? Я не хрюкаю, говорю я. Брось хрюкать. Говори по-человечески, кричит Мишка. Я и говорю по-человечески. Зачем хрюкать? Ну, довольно тебе баловаться. Все равно не поверю, что ты поросенка в комнату притащил. Да говорят же тебе, что нет никакого поросенка, рассердился я. Мишка замолчал. Через минуту приходит ко мне. Ты чего хрюкал по телефону? Я не хрюкал. Я ведь слышал. Да зачем мне хрюкать? Не знаю, говорит. Только у меня в трубке все хрю-хрю да хрю-хрю. Вот пойди, если не веришь, послушай. Я пошел к нему и позвонил по телефону. Алло. Сначала ничего не было слышно, а потом потихоньку так хрюк-хрюк-хрюк. Я говорю хрюкает. А он в ответ снова хрюк-хрюк-хрюк. Хрюкает, кричу я. А из трубки опять хрюк-хрюк-хрюк. Тут я понял, в чем дело и побежал к Мишке. Это ты, говорю, телефон испортил. Почему? Ты разбирал его? Вот и испортил у себя в трубке что-то. Наверное, я что-нибудь неправильно собрал, говорит Мишка. Надо исправить. Как же ты теперь исправишь? А я посмотрю, как твой телефон устроен, и свой сделаю так же. Не дам я свой телефон разбирать. Да ты не бойся, я осторожна, надо же починить. И стал чинить. Возился, возился. И починил так, что совсем ничего не стало слышно. Даже хрюкать перестало. Ну, что теперь делать, спрашиваю я. Знаешь, говорит Мишка, пойдем в магазин. Может быть, там починят. Пошли мы в игрушечный магазин. Но там телефонов не чинили и даже не знали, где чинят. Целый день мы ходили скучные. Вдруг Мишка придумал. Чудаки мы! Ведь мы можем по телеграфу переговариваться. Как по телеграфу? Очень просто. Точка-тире. Звонок-то ведь действует. Короткий звонок-точка, а длинный-тире. Выучим азбуку Морзе. И будем переговариваться. Достали мы азбуку Морзе и стали учить. А, точка-тире, В, тире, три точки, В, точка-два, тире. Выучили всю азбуку и стали переговариваться. Сначала у нас получалось медленно, а потом мы научились, как настоящие телеграфисты. Трень-трень-трень. И все понятно. Это даже интереснее было, чем простой телефон. Только это продолжалось недолго. Один раз звоню Мишке утром, а он не отвечает. Ну, думаю, спит еще. Позвонил позже, опять не отвечает. Пошел к нему и стучу в дверь. Мишка открыл дверь и говорит. Ты что в дверь барабанишь, не видишь, что ли? И показывает на двери кнопку. Что это? Спрашиваю. Кнопка. Какая? Электрическая. У нас теперь электрический звонок есть, так что можешь звонить. А где ты взял? Сам сделал. Из чего? Из телефона. Как из телефона? Да очень просто. Звонок из телефона выдрал, кнопку тоже. И батарею из телефона вынул. Была игрушка, стала вещь. Какой же ты имел право телефон разбирать? Говорю я. Какое право? Я свой телефон разобрал. Твоего ведь не трогал? Так телефон-то наш общий. Если бы я знал, что ты станешь ломать, то и не стал бы с тобой покупать. Зачем мне телефон, если разговаривать не с кем? А зачем нам разговаривать? Небось, недалеко живем, можно и так прийти поговорить. Я с тобой и разговаривать после этого не хочу. Рассердился я на него и три дня с ним не разговаривал. Отскоки я и свой телефон разобрал и сделал из него электрический звонок. Только не так, как у Мишки. Я все аккуратно устроил. Батарею поставил возле двери на полочке, от нее по стене провода протянул к электрическому звонку и кнопки. А кнопку к двери хорошенько винтиками привинтил, чтобы она не болталась на одном гвозде, как у Мишки. Даже папа и мама похвалили меня за то, что я устроил такую полезную вещь в доме. Я пошел к Мишке, чтобы рассказать ему, что у меня теперь тоже электрический звонок есть. Подхожу к двери, звоню. Нажимал, кнопку нажимал. Никто не отворяет. Может быть, звонок испортился, думаю. Стал в дверь стучать. Мишка открыл. Я спрашиваю, что ж звонок не действует? Не действует. Почему? Да я батарею разобрал. Зачем? Ну, я хотел посмотреть, из чего батарея сделана. Как же, говорю, ты теперь будешь без телефона и без звонка? — Ничего, — вздохнул он, — как-нибудь буду. Пошел я домой, а сам думаю, почему Мишка такой нескладный, зачем он все ломает. Мне даже жалко его стало. Вечером я лег спать и долго не мог заснуть. Все вспоминал, как у нас был телефон и как из него получился электрический звонок. Потом я стал думать об электричестве, как оно получается в батарее и из чего. Все давно уже спали, а я все думал про это и никак не мог заснуть. Тогда я встал, зажег лампу, снял с полки батарею и разломал ее. В батарее оказалась какая-то жидкость, в которой мокла черная палка, завернутая в тряпочку. Я понял, что электричество получалось из этой жидкости. Потом лег в постель и быстро заснул. Бенгальские огни Сколько хлопот у нас с Мишкой было перед Новым годом! Мы уже давно готовились к празднику. Клеили бумажные цепи на елку, вырезали флажки, делали разные елочные украшения. Все было бы хорошо, но тут Мишка достал где-то книгу «Занимательная химия» и вычитал в ней, как самому сделать бенгальские огни. С этого и началась кутерьма. По целым дням он толок в ступе серу и сахар, делал алюминиевые опилки и поджигал смесь на пробу. По дому шел дым и воняло удушливыми газами. Соседи сердились, и никаких бенгальских огней не получалось. Но Мишка не унывал. Он позвал к себе на елку даже многих ребят из нашего класса и хвастал, что у него будут бенгальские огни. «Они знаете какие?» — говорил он. «Они сверкают, как серебро, и рассыпаются во все стороны огненными брызгами». Я говорю, Мишке, что же ты наделал? Позвал ребят, а никаких бенгальских огней не будет. Почему не будет? Будет. Еще времени много. Все успею сделать. Накануне Нового года он приходит ко мне и говорит. «Слушай, пора нам за елками ехать, а то останемся мы на праздник без елок». «Сегодня уже поздно», — ответил я. «Завтра поедем». «Так ведь завтра уже украшать елку надо». «Ничего», — говорю я. «Украшать надо вечером, а мы поедем днем. Сейчас же после школы». Мы с Мишкой уже давно решили поехать за елками в Горелкино, где мы жили у тети Наташи на даче. Тетя Наташин муж работал лесничем и еще летом сказал, чтобы мы приезжали к нему в лес за елками. Я даже заранее упросил маму, чтобы она разрешила мне в лес поехать. На другой день я прихожу к Мишке после обеда, а он сидит и толчет бенгальские огни в ступе. «Что ж ты, говорю, не мог раньше сделать? Ехать пора, а ты возишься». «Да я делала и раньше, только, наверное, мало серы клал. Они шипят, дымят, а гореть не горят. Ну и брось, все равно ничего не выйдет». «Нет, теперь, наверное, выйдет. Надо только побольше серы класть. Дай-ка мне алюминиевую кастрюлю, вон на подоконнике». «Где же кастрюля? Тут только сковорода», — говорю я. «Сковорода? Ха-ха, эх ты! Да это и есть бывшая кастрюля. Давай ее сюда». Я передал ему сковородку, и он принялся скоблить ее по краям напильником. «Это у тебя, значит, кастрюля в сковородку превратилась?» — спрашиваю я. «Ну да», — говорит Мишка, — «я ее пилил, напильником пилил, вот она и сделалась сковородой. Но ничего, сковорода тоже нужна в хозяйстве». «Что ж тебе мама сказала?» «Ничего не сказала, она еще не видела. А когда увидит?» «Ну что ж, увидит, так увидит. Я когда вырасту, новую кастрюлю ей куплю. Этого долго ждать, пока ты вырастешь?» «Ничего». Мишка наскоблил опилок, высыпал порошок из тупки, наклеил клею, размешал все это, так что у него получилось тесто вроде замазки. Из этой замазки он наделал длинных колбасок, навертел их на железные проволочки и разложил на фанерке сушиться. «Ну вот», — говорит, — «высохнут и будут готовы. Только надо от дружка спрятать». «Зачем от него прятать?» «Слопает». «Как слопает? Разве собаки бенгальские огни едят?» «Не знаю, другие, может, и не едят, а дружок ест. Один раз я оставил их сохнуть. Вхожу, а он их грызет. Наверное, думал, что это конфеты». «Ну, спрячь их в печь. Там тепло, и дружок не достанет». «Печку тоже нельзя. Один раз я спрятала их в печь, а мама пришла и затопила. Они изгорели. Я их лучше на шкаф положу», — говорит Мишка. Мишка взобрался на стул и положил фанерку на шкаф. «Ты ведь знаешь, какой дружок», — говорит Мишка. «Он всегда моей вещи хватает. Помнишь, он затащил мой левый ботинок так, что мы его нигде найти не могли. Пришлось мне тогда три дня ходить в валенках, пока другие ботинки не купили. На дворе теплыня, а я хожу в валенках, как будто обмороженный. А потом уже, когда купили другие ботинки, мы этот ботинок, который один остался, выбросили, потому что кому он нужен, один ботинок? А когда его выбросили, отыскался тот ботинок, который потерялся. Оказалось, его дружок затащил на кухню под печь. «Ну, мы и этот ботинок выбросили, потому что если б первый не выбросили, то и второй бы не выбросили. А раз первый выбросили, то и второй выбросили. Так оба и выбросили». Я говорю, «Довольно тебе болтать. Одевайся поскорее, ехать надо». Мишка оделся, мы взяли топор и помчались на вокзал. А тут поезд как раз ушел, так что пришлось нам дожидаться другого. Но ничего, дождались, поехали. Ехали-ехали, наконец приехали. Слезли в горелкине и пошли прямо к лесничему. Он дал нам квитанцию на две елки, показал делянку, где разрешалось рубить, и мы пошли в лес. Елок кругом много, только Мишке они все не нравились. «Я такой человек», — хвалился он. «Уж если поехал в лес, то срублю самую лучшую елку, а то и ездить не стоит». Забрались мы в самую чащу. «Надо рубить поскорее», — говорю я, «скоро и темнеть начнет». «Что ж рубить, когда нечего рубить?» «Да вот, — говорю, — хорошая елка». Мишка осмотрел елку со всех сторон и говорит, «Она, конечно, хорошая, только не совсем. По правде сказать, совсем не хорошая. Куцая. Как это — куцая? Верхушка у нее короткая. Мне такой елки и даром не надо». Нашли мы другую елку. «А эта хромая», — говорит Мишка. «Как хромая?» «Так, хромая. Видишь, у нее нога внизу закривляется». «Какая нога?» «Ну, ствол!» «Ствол?» «Так бы и говорил». «Нашли мы еще одну елку. «Лысая», — говорит Мишка. «Сам ты лысый. Как эта елка может быть лысая?» «Конечно, лысая. Видишь, какая она реденькая. Вся просвечивает. Один ствол виден. Просто не елка, а палка. И так все время. То лысая, то хромая, то еще какая-нибудь». «Ну, — говорю, — тебя слушать до ночи елки не срубишь». Нашел себе подходящую елочку, срубил и отдал топор Мишке. «Руби поскорее. Нам домой ехать пора». А он словно весь лес взялся обыскать. Уж я и просил его, и бронил. Ничего не помогало. Наконец он нашел елку по своему вкусу. Срубил. И мы пошли обратно на станцию. Шли и шли, а лес все не кончается. «Может, мы не в ту сторону идем?» Говорит Мишка. «Пошли мы в другую сторону. Шли и шли. Все лес да лес. Тут и темнеть начало. Мы давай сворачивать то в одну сторону, то в другую. Заплутались совсем. Вот видишь, — говорю, — что ты наделал? Что же я наделал? Я ведь не виноват, что так скоро наступил вечер. А сколько ты елку выбирал? А дома сколько возился? Вот придется из-за тебя в лесу ночевать. Что ты? Испугался Мишка. Ведь ребята сегодня придут, надо искать дорогу. Скоро стемнело совсем. На небе засверкала луна. Черные стволы деревьев стояли, как великаны, вокруг. За каждым деревом нам чудились волки. Мы остановились и боялись идти вперед. «Давай кричать!» — говорит Мишка. Тут мы как закричим вместе. «Ау!» «Ау!» — ответило эхо. «Ау! Ау!» — закричали мы снова, что было силы. «Ау! Ау!» — повторило эхо. «Может быть, нам лучше не кричать?» — говорит Мишка. «Почему?» «Еще волки услышат и прибегут». «Тут, наверное, никаких волков нет». «А вдруг есть?» «Лучше пойдем скорее!» «Я говорю, давай прямо идти, а то мы никак на дорогу не выберемся». «Пошли мы снова». Мишка все оглядывался и спрашивал. «А что делать, когда нападают волки, если ружья нет?» «Бросать в них горящие головешки», — говорю я. «А где их брать, эти головешки?» «Развести костер, вот тебе и головешки». «А у тебя есть спички?» «Нету». «А они на дерево могут влезть?» «Кто?» «Да волки». «Волки?» «Нет, не могут». «Тогда, если на нас нападут волки, мы залезем на дерево и будем сидеть до утра». «Что ты? Разве просидишь на дереве до утра?» «Почему не просидишь?» «Замерзнешь и свалишься». «Почему замерзнешь? Нам ведь не холодно?» «Нам не холодно, потому что мы двигаемся. А попробуй посиди на дереве без движения. Сразу замерзнешь». «А зачем сидеть без движения?» «Говорит Мишка. Можно сидеть и ногами дрыгать». «Это устанешь целую ночь на дереве ногами дрыгать». «Мы продирались сквозь густые кустарники, спотыкались о пни, тонули по колено в снегу. Идти становилось трудней и трудней. «Мы очень устали». «Давай бросим елки», — говорю я. «Жалко», — говорит Мишка. «Ко мне ребята сегодня придут. Как же я без елки буду?» «Тут нам бы самим, говорю, выбраться. Чего еще о елках думать?» «Постой», — говорит Мишка. «Надо одному вперед идти и протаптывать дорогу. Тогда другому будет легче. Будем меняться по очереди». Мы остановились, передохнули. Потом Мишка впереди пошел, а я за ним следом. Шли-шли. Я остановился, чтобы переложить елку на другое плечо. Хотел идти дальше, смотрю — нет Мишки. Исчез. Словно провалился под землю вместе со своей елкой. Я кричу «Мишка!» А он не отвечает. «Мишка! Эй, куда же ты делся?» Нет ответа. Я пошел осторожно вперед, смотрю, а там обрыв. Я чуть не свалился с обрыва. Вижу, внизу шевелится что-то темное. «Эй, это ты, Мишка!» «Я! Я, кажется, с горы скатился!» «Почему же ты не отвечаешь? Я тут кричу-кричу!» «Ответишь тут, когда я ногу ушиб!» Я спустился к нему, а там дорога. Мишка сидит посреди дороги и коленку руками трет. «Что с тобой?» «Коленку ушиб!» «Нога, понимаешь, подвернулась!» «Больно?» «Больно! Я посижу!» «Ну, давай посидим!» — говорю я. Уселись мы с ним на снегу, сидели-сидели, пока нас не пробрал холод. Я говорю, тут и замерзнуть можно. Может быть, пойдем по дороге? Она нас куда-нибудь выведет. Или на станцию, или к лесничему, или в деревню какую-нибудь. «Не замерзать же в лесу!» Мишка хотел встать, но тут же заохал и опять сел. «Не могу!» — говорит. «Что же теперь делать? Давай я понесу тебя на закорках!» — говорю я. «Да разве ты донесешь?» «Давай попробую!» Мишка поднялся и начал взбираться ко мне на спину. Кряхтел-крихтел на силу в лес. «Тяжелый!» Я согнулся в три погибели. «Ну, неси!» — говорит Мишка. Только прошел я несколько шагов, поскользнулся и бух в снег. «Ай!» — зарал Мишка. «У меня нога болит, а ты меня в снег кидаешь!» «Я же не нарочно!» «Не брался бы, если не можешь!» «Горе мне с тобой!» — говорю я. «То ты с бенгальскими огнями возился, то елку до самой темноты выбирал, а теперь вот зашибся!» «Пропадешь тут с тобой!» «Можешь не пропадать!» «Как же не пропадать!» «Иди один!» «Это все я виноват!» «Я уговорил тебя за елками ехать!» «Что ж, я теперь тебя бросить должен!» «Ну и что ж, я и один дойду! Посижу, нога пройдет, я и пойду!» «Да ну тебя! Никуда я без тебя не пойду! Вместе приехали, вместе и вернуться должны! Надо придумать что-нибудь!» «Что ж ты придумаешь?» «Может, санки сделать? У нас топор есть!» «Как же ты из топора санки сделаешь?» «Да не из топора, а голова! Срубить дерево, а из дерева санки!» «Все равно гвоздей нет!» «Надо подумать!» — говорю я. И стал думать, а Мишка все на снегу сидит. Я подтащил к нему елку и говорю. «Ты лучше на елку сядь, а то простудишься!» Он уселся на елку. Тут мне пришла в голову мысль. «Мишка!» — говорю я. «А что, если тебя повезти на елке?» «Как на елке?» «А вот так! Ты сиди, а я буду за ствол тащить. Ну-ка, держись!» Я схватил елку за ствол и потащил. Вот как ловко придумал! Снег на дороге твердый, укатанный, елка по нему легко едет. И Мишка на ней, как на санках. «Замечательно!» — говорю я. «На-ка, держи топор!» Отдал ему топор. Мишка уселся поудобнее, и я повез его по дороге. Скоро мы выбрались на пушку леса и сразу увидели огоньки. «Мишка!» — говорю. «Станция!» Издали уже слышался шум поезда. «Скорее!» — говорит Мишка. «Опоздаем на поезд!» Я припустился изо всех сил. Мишка кричит. «Еще поднажми!» «Опоздаем!» Поезд уже подъезжал к станции. Тут и мы подоспели. Подбегаем к вагону. Я подсадил Мишку. Поезд тронулся. Я вскочил на подножку и елку за собой втащил. Пассажиры в вагоне стали бронить нас за то, что елка колючая. Кто-то спросил. «Где вы взяли такую ободранную елку?» Мы стали рассказывать, что с нами случилось в лесу. Тогда все стали жалеть нас. Одна тетенька усадила Мишку на скамейку, сняла с него валенок и... осмотрела ногу. «Ничего страшного нет», — сказала она. «Просто ушиб». «А я думал, что ногу сломал. Так она у меня болела», — говорит Мишка. Кто-то сказал. «Ничего, до свадьбы заживет». Все засмеялись. Одна тетенька дала нам пирогу, другая — конфеты. Мы обрадовались, потому что очень проголодались. «Что же мы теперь будем делать?» — говорю я. «У нас на двоих одна елка». «Отдай ее на сегодня мне», — говорит Мишка. И дело с концом. «Как это с концом?» «Я ее тащил через весь лес, да еще тебя на ней вез. А теперь сам без елки останусь». «Так ты мне ее только на сегодня дай, а завтра я тебе возвращу обратно». «Хорошенько, — говорю, дело. У всех ребят праздник, а у меня даже елки не будет». «Ну ты пойми, — говорит Мишка, — ко мне ребята сегодня придут. Ну что я буду делать без елки?» «Ну, покажешь им свои бенгальские огни». «Что, ребята, елки не видели?» «Так бенгальские огни, наверное, не будут гореть. Я их уже двадцать раз делал, ничего не получается. Один дым и только». «А может быть, получится?» «Нет, я и вспоминать про это не буду. Может, ребята уже забыли». «Ну нет, не забыли. Не надо было заранее хвастаться». «Если бы у меня елка была, — говорит Мишка, — я бы про бенгальские огни что-нибудь сочинил и как-нибудь выкрутился. А теперь просто не знаю, что делать». «Нет, — говорю, — не могу я тебе елку отдать. У меня еще ни в одном году так не было, чтоб елки не было». «Ну, будь другом, выручи. Ты меня уже не раз выручал». «Что же я тебя всегда выручать должен?» «В последний раз. Я тебе что хочешь за это дам? Возьми мои лыжи, коньки, волшебный фонарь, альбом с марками. Ты ведь сам знаешь, что у меня есть. Выбирай что угодно». «Хорошо, — сказал я. Если так, отдай мне своего дружка». Мишка задумался. Он отвернулся и долго молчал. Потом посмотрел на меня. Глаза у него были печальные. И сказал. «Нет, дружка я не могу отдать». «Ну вот, — оговорил что угодно, а теперь я забыл про дружка. Я когда говорил, думал про вещи. А дружок ведь не вещь. Он живой. Ну и что ж, простая собака, если бы он хоть породистый был. Он же не виноват, что он не породистый. Все равно он любит меня. Когда меня дома нет, он думает обо мне. А когда я прихожу, радуется и машет хвостом. Нет. Пусть будет, что будет. Пусть ребята смеются надо мной, «Ой, а с дружком я не расстанусь, даже если бы ты мне дал целую гору золота». «Ну ладно, — говорю я, — бери тогда елку даром». «Зачем даром? Раз я обещал любую вещь, так и бери любую вещь. Хочешь, я дам тебе волшебный фонарь со всеми картинками. Ты ведь очень хотела, чтобы у тебя был волшебный фонарь?» «Нет. Не надо мне волшебного фонаря. Бери так. Так ведь столько трудился из-за елки. Зачем отдавать даром? Ну и пусть. Мне ничего не надо». «Ну и мне даром не надо», — говорит Мишка. «Так это я ведь не совсем даром, — говорю я. Просто так, ради дружбы. Дружба ведь дороже волшебного фонаря. Пусть это будет наша общая елка». Пока мы разговаривали, поезд подошел к станции. Мы и не заметили, как доехали. У Мишки нога совсем перестала болеть. Он только немного прихрамывал. Тогда мы сошли с поезда. Я сначала забежал домой, чтобы мама не беспокоилась, а потом помчался к Мишке украшать нашу общую елку. Елка уже стояла посреди комнаты, и Мишка заклеивал ободранные места зеленой бумагой. Мы еще не кончили украшать елку, как стали собираться ребята. «Что же ты, позвал на елку, а сам даже не украсил ее?» Обиделись они. Мы стали рассказывать про наши приключения, а Мишка даже приврал, будто на нас напали в лесу волки, и мы от них спрятались на дерево. Ребята не поверили и стали смеяться над нами. Мишка сначала уверял их, а потом махнул рукой и сам стал смеяться. Мишкины мама и папа пошли встречать Новый год к соседям, а для нас мама приготовила большой круглый пирог с вареньем и других разных вкусных вещей, чтобы мы тоже могли хорошо встретить Новый год. Мы остались одни в комнате. Ребята никого не стеснялись и чуть ли не на головах ходили. Никогда я не слыхал такого шума. А Мишка шумел больше всех. Ну, я-то понимал, почему он так разошелся. Он старался, чтобы кто-нибудь из ребят не вспомнил про бенгальские огни и выдумывал все новые и новые фокусы. Потом мы зажгли на елке разноцветные электрические лампочки, и тут вдруг часы начали бить двенадцать часов. — Ура! — закричал Мишка. — С Новым годом! — Ура! — подхватили ребята. — С Новым годом! — Ура! — Мишка уже считал, что все кончилось благополучно, и закричал. — А теперь садитесь за стол, ребята, будем чай с пирогом. — А бенгальские огни где же? — закричал кто-то. — Бенгальские огни? — растерялся Мишка. — Они еще не готовы. — Что ж ты! — позвал на елку, говорил, что бенгальские огни будут. — Это обман! — Честное слово, ребята, никакого обмана нет. Бенгальские огни есть, только они еще сырые. Ну-ка покажи, может быть, они уже высохли. А может, никаких бенгальских огней нету? Мишка нехотя полез на шкаф и чуть не свалился оттуда вместе с колбасками. Они уже высохли и превратились в твердые палочки. — Ну вот! — закричали ребята. — Совсем сухие! Что ты обманываешь? — Это только так кажется! — оправдывался Мишка. — Ему еще долго сохнуть надо, они не будут гореть. — А вот мы сейчас посмотрим! — закричали ребята. Они расхватали все палочки, загнули проволочки крючочками и развесили их на елке. — Постойте, ребята! Надо проверить сначала! — кричал Мишка. Но его никто не слушал. Ребята взялись за спички и подожгли все бенгальские огни сразу. Тут раздалось шипение, будто вся комната наполнилась змеями. Ребята шарахнулись в стороны. Вдруг бенгальские огни вспыхнули, засверкали и рассыпались кругом огненными брызгами. Это был фейерверк. Нет, какой там фейерверк? Северное сияние, извержение вулкана. Вся елка сияла и сыпала вокруг серебром. Мы стояли, как зачарованные, и смотрели во все глаза. Наконец огни догорели, и вся комната наполнилась каким-то едким, удушливым дымом. Ребята стали чихать, кашлять, тереть руками глаза. Мы все гурьбой бросились в коридор, но дым из комнаты повалил за нами. Тогда ребята стали хватать свои пальто и шапки и начали расходиться. «Ребята, а чай с пирогом?» — надрывался Мишка. Но никто не обращал на него внимания. Ребята кашляли, одевались и расходились. Мишка вцепился в меня, отнял мою шапку и закричал. «Не уходи хоть ты! Останься хоть ради дружбы! Будем пить чай с пирогом!» Мы с Мишкой остались одни. Дым понемногу рассеялся, но в комнату все равно нельзя было войти. Тогда Мишка завязал рот мокрым платком, подбежал к пирогу, схватил его и притащил на кухню. Чайник уже вскипел, и мы стали пить чай с пирогом. Пирог был вкусный, с вареньем, только он все-таки пропитался дымом от бенгальских огней. Но это ничего. Мы с Мишкой съели пол пирога, а другую половину доел дружок. Тук-тук-тук. Мы втроем, я, Мишка и Костя, приехали в пионерлагерь на день раньше всего отряда. У нас было задание украсить помещение к приезду ребят. Мы сами просили нашего вожатого Витю отправить нас вперед. Нам очень хотелось поскорей в лагерь. Витя согласился и сам поехал с нами. Когда мы приехали, в доме уже заканчивалась уборка. Мы развесили на стенах плакаты, картины, которые привезли с собой. Потом нарезали из разноцветной бумаги флажков, нанизали их на веревочки и повесили под потолком. Потом нарвали в поле цветов, наделали из них букетов и расставили на окнах в банках с водой. Хорошо получилось. Вечером вожатый Витя уехал обратно в город. Мария Максимовна, лагерный сторож, которая жила рядом в маленьком домике, сказала, чтобы мы шли ночевать к ней, но мы не захотели. Мишка сказал, что мы ничего не боимся и будем ночевать одни в доме. Мария Максимовна ушла, а мы поставили во дворе самовар, сели на крылечки и отдыхали. Хорошо было в лагере. Возле самого дома росли высокие рябины, а вдоль забора огромные старые липы. На них множество круглых вороньих гнезд. Вороны кружились над липами и громко кричали. В воздухе гудели майские жуки. Они носились в разные стороны, налетали на стены дома и шлепались на землю. Мишка подбирал их и складывал в коробочку. А потом солнышко скрылось за лесом, и облака на небе вспыхнули красным пламенем. Так красиво стало. Если бы у меня были краски, я бы тут же нарисовал картину. Вверху красные облака, а внизу наш самовар. От самовара поднимается дым прямо к облакам, как из пароходной трубы. Потом облака потухли и стали серые, как будто горы. Все переменилось вокруг. Нам даже стало казаться, что мы попали каким-то чудом в другие края. Самовар вскипел. Мы перенесли его в комнату, зажгли лампу и сели пить чай. В окно налетели ночные бабочки. Они кружились вокруг лампы, будто плясали. Все было как-то необыкновенно. Тихо так, только самовар на столе шумит. Мы сидим и чай пьем. Сами себе хозяева. После чая Мишка запер на крючок дверь и еще веревкой за ручку привязал. Чтоб не забрались разбойники, говорит. Не бойся, говорим мы, никто не заберется. Я не боюсь. Так, на всякий случай. И ставни надо закрыть. Мы посмеялись над ним, но ставни все-таки закрыли, на всякий случай. И стали укладываться спать. Сдвинули три кровати вместе, чтобы удобнее было разговаривать. Мишка стал просить пустить его в середину. Костя говорит. Ты, видно, хочешь, чтобы разбойники сначала нас убили, а потом только до тебя добрались. Ну ладно, ложись. Пустили его в середину. Но он все равно, должно быть, боялся. Взял в кухне топор и сунул его себе под подушку. Мы с Костей чуть со смеху не лопнули. Ты только нас не заруби по ошибке, говорим, а то примешь нас за разбойников и тяпнешь по голове топором. Не бойтесь, говорит Мишка. Не тяпну. Потушили мы лампу и стали в темноте рассказывать друг другу сказки. Сначала рассказал Мишка, потом я. А когда очередь дошла до Кости, он начал какую-то длинную страшную сказку про колдунов, про ведьм, про чертей и про кощей бессмертного. Мишка от страха закутался с головой в одеяло и стал просить Костю не рассказывать больше эту сказку. А Костя, чтобы попугать Мишку, принялся еще кулаками по стене стучать и говорить, что это черти стучат. Мне самому сделалось страшно, и я сказал Косте, чтобы он перестал. Наконец, Костя унился, Мишка успокоился и уснул. Стало тихо. Мы с Костей почему-то долго не могли уснуть. Лежим, прислушиваемся, как Мишкины жуки в коробке шуршат. — Темно, как в погребе, — сказал Костя. — Это потому, что ставни закрыты, — говорю я. — А все-таки мы храбрые, не боимся одни ночевать, — говорит Костя. Скоро чуточку посветлело, стали видны щели в ставнях. — Наверное, уже рассвет, — говорит Костя. — Теперь ночи совсем короткие. А может быть, и луна взошла? Наконец я задремал, вдруг слышу сквозь сон — тук-тук-тук. Я проснулся. Мишка и Костя спят. Я разбудил Костю. — Кто-то стучит, — говорю. — Тоже может стучать. — А вот послушай. Прислушались мы, тихо. Потом снова — тук-тук-тук. В дверь стучат, — говорит Костя. — Кто же это? Подождали мы. Не стучат больше. Может быть, показалось, — думаем. Вдруг опять — тук-тук-тук. Тук-тук-тук. — Тише! — шепчет Костя. — Не надо отзываться. Может быть, постучит и уйдет. Подождали. Вдруг снова — тук-тук-тук. Та-ра-та-та-та-та. Ах, чтоб тебя разорвало! Не уходит! Может быть, это из города кто-нибудь приехал, — говорю я. — Зачем же в такую познату ездить? Подождем. Если постучат, еще спросим. Ждем. Никого нет. Наверное, ушел, — говорит Костя. Только мы было успокоились, и вдруг снова. Та-ра-та-та-та-та-та! Я подскочил в постель от неожиданности. Пойдем, — говорю, — спросим. Пойдем. Подкрались мы к двери. — Кто там? — спрашивает Костя. Тихо. Никто не отвечает. — Кто там? — молчит. — Кто там? — Никакого ответа. — Наверное, ушел, — говорю я. Пошли мы обратно. Только отошли от двери. Тук-тук-тук. Трах-тах-тах. Бросились снова к дверям. — Кто там? — молчит. — Что, он глухой, что ли? — говорит Костя. Стоим мы, прислушиваемся. За дверью, будто об стенку кто-то трется. — Кто там? Ничего не отвечает. Отошли мы от двери, вдруг снова. Тук-тук-тук. Забрались мы на кровать и дышать боимся. Сидели-сидели. Не стучит больше. Легли. Думаем, не будет больше стучать. Тихо. Вдруг слышим. Шуршит по крыше. И вдруг по железу. Бух-бух-бух. Трах. Ах! На крышу забрался, — прошептал Костя. Вдруг с другой стороны. Бум-бум-бах! Да тут не один, а двое, — говорю я. Что же это они? Крышу разобрать хотят? Скачали мы с кровати и закрыли дверь в соседнюю комнату, откуда был ход на чердак. К двери стол придвинули и еще другим столом и кроватью подперли. А на крыше все стучат, то один, то другой, то вместе разом. И еще третий к ним прибавился. И еще кто-то снова в дверь колотить начал. Может быть, это кто-нибудь нарочно, чтобы напугать нас, — говорю я. Выйти, — говорит Костя, — да накостылять им по шее, чтобы не мешали спать. Ха-ха! Еще нам, — говорю, — накостыляют. Вдруг их там человек двадцать. А может, это и не люди? А кто же? Черти какие-нибудь! Брось, — говорю, — сказки рассказывать. И без сказок страшно. А Мишка спит и ничего не слышит. Ему хоть бы что. Может быть, разбудить его, — спрашиваю. Не надо. Пусть пока спит, — говорит Костя. Знаешь, какой он трус. До смерти перепугается. Устали мы, прямо с ног валимся. Спать хочется. Костя забрался в постель и говорит. Надоела мне вся эта музыка. Пусть там себе хоть голову расшибут на крыше. Очень мне нужно обращать внимание. Я вытащил у Мишки из-под подушки топор, положил его рядом с собой в кровать и тоже прилег отдохнуть. Стук на крыше становился все чаще и тише. Мне стало казаться, что это дождь по крыше стучит, и я не заметил, как снова уснул. Утром просыпаемся от страшного стука. Во дворе шум и крик. Я схватил топор, подбежал к двери. «Кто там?» — спрашиваю. И вдруг слышу голос Вити, вожатого. «Откройте, ребята! Что там с вами случилось? Полчаса достучаться не можем!» Я открыл дверь. Все ребята гурьбой ввалились в комнату. Витя увидел топор. «Зачем топор?» — спрашивает. «И что у вас за разгром такой?» Мы с Костей стали рассказывать, что здесь ночью случилось. Но никто нам не верил, все смеялись над нами и говорили, что это нам с перепугу показалось. Мы с Костей чуть не плакали от обиды. Вдруг сверху послышался стук. «Тише!» — закричал Костя и поднял палец кверху. Ребята умолкли и стали прислушиваться. «Тук-тук-тук!» — стучало что-то по крыше. Ребята застыли от удивления. Мы с Костей открыли дверь и потихоньку вышли во двор. Все пошли за нами. Мы отошли от дома в сторону и взглянули на крышу. Там сидела обыкновенная ворона и что-то клевало. «Тук-тук-тук!» — бух-бух! — стучала она по железу клювом. Ребята увидели ворону и расхохотались так громко, что ворона захлопала крыльями и улетела. Ребята сейчас же притащили лестницу. Несколько человек забрались на крышу посмотреть, что там клевало ворона. «Здесь прошлогодние ягоды рябины лежат. Наверное, вороны клюют их и стучат по крыше», — закричали ребята. «Откуда же здесь ягоды рябины берутся?» — говорим мы. «Да тут ведь вокруг рябины растут. Вот ягоды прямо на крышу и падают». «Постойте, а в дверь-то кто стучал?» — говорю я. «Да», — говорит Костя. «Зачем это воронам понадобилось в дверь стучать? Вы еще скажете, что вороны нарочно в дверь стучали, чтобы мы их переночевать пустили». На это никто не мог ничего ответить. Все побежали на крыльцо и стали осматривать дверь. Витя поднял с крыльца ягоду и сказал. «Они и не стучали в дверь. Они клевали на крыльце ягоды, а вам показалось, что стучат в дверь». Мы посмотрели. На крыльце валялось несколько ягод рябины. «Храбрецы!» — смеялись над нами ребята. «Втроем испугались вороны». «И совсем не втроем, а вдвоем», — говорю я. Мишка спал, как убитый, и ничего не слышал. «Молодец, Мишка!» — закричали ребята. «Значит, ты один не боялся вороны». «Я ничего не боялся», — ответил Мишка. «Я спал и ничего не знаю». С тех пор все считают Мишку храбрецом, а нас с Костей — трусами. Огородники Через день после того, как мы приехали в пионерлагерь, наш вожатый Витя сказал, что у нас будет свой огород. Мы собрались и стали решать, как будем обрабатывать землю и что сажать. Решили поделить землю на участки, и чтобы на каждом участке бригада из двух человек работала. Сразу будет видно, кто впереди, а кто отстает. Отстающим решили помогать, чтобы вся земля была хорошо обработана и дала большой урожай. Мы с Мишкой попросили записать нас в одну бригаду. Мы еще в городе условились, что будем работать вместе и рыбу ловить вместе. Все у нас было общее — и лопаты, и удочки. «Ребята», — сказал Вадик Зайцев, — «я предлагаю сделать красное знамя и на нем написать лучшему огороднику. Кто первый вскопает участок, у того на участке поставим знамя». «Правильно», — согласились ребята. «А потом будем за это знамя бороться. Кто лучше проведет посадку, к тому перейдет на участок знамя. Потом знамя будем передавать за прополку. А у кого окажется самый большой урожай, тому подарим осенью это знамя, и пусть он везет его с собой в город». «Мы с Мишкой решили бороться за красное знамя. Как возьмем его в самом начале, так до конца не выпустим и домой увезем», — говорил Мишка. Наш огород был недалеко от реки. Мы измерили землю рулеткой, наметили участки и вбили колышки с номерами. Нам с Мишкой достался двенадцатый участок. Мишка тут же стал кричать, что нам самый плохой участок дали. «Да чем же он плохой?» — спрашивает Витя. «Дырка вон тут в земле». «Ну что это за дырка?» — засмеялся Витя. «Лошадь копытом продавила». «И пень вон торчит!» — говорит Мишка. «И на других участках есть в ней. Посмотри». Но Мишка уже никуда смотреть не хотел и кричал. «Его ведь из земли выковыривать надо. Что ж, выкорчуйте. Сами не справитесь, ребята помогут». «Уж если возьмемся, справимся», — обиделся Мишка. «Еще и ребятам поможем. На буксир кого надо возьмем». «Вот и хорошо», — сказал Витя. Все ребята стали вскапывать землю. И мы с Мишкой стали копать. Мишка то и дело бегал смотреть, сколько другие ребята вскопали. Я говорю ему, «Ты не бегай, работай, а то мы меньше всех вскопаем». «Ничего», — говорит, — «я еще поднажму». И стал поднажимать. Поднажмет, поднажмет и снова убежит куда-нибудь. В этот день мы мало работали. Скоро вожатый Витя позвал всех обедать. После обеда мы с Мишкой схватили лопаты и снова хотели на огород бежать. Но Витя не позволил. Он сказал, «Работать будем только до обеда. После обеда — отдыхать. А то у нас найдутся такие ребята, которые в первый же день перетрудятся, а потом не смогут работать». На следующее утро мы раньше всех примчались на огород и стали копать. Потом Мишка выпросил у Витя рулетку и принялся землю мерить, сколько у нас на рулетке вскопано и сколько осталось. Покопает немного и снова меряет. И все ему кажется мало. Я говорю, «Конечно, будет мало, если я один копаю, а ты только меряешь». Он бросил рулетку и стал копать. Только недолго копал. Корень ему в земле попался. Так он этот корень стал из земли выдирать. Драл его, драл, весь участок разворотил. Даже на соседний участок залез. И там выдирает этот корень. «Да брось ты его!» «Говорю!» «Чего ты к нему привязался?» «Я, — говорит, — думал, что он короткий, а он вон какой длинный, как удав!» «Ну и перестань с ним возиться!» «Да должен же он где-нибудь кончиться!» «А тебе будто не все равно!» «Нет, — говорит, — я такой человек. Если за что-нибудь взялся, обязательно до конца сделаю». И снова ухватился руками за корень. Тогда я рассердился, подошел и отрубил этот корень лопатой. А Мишка корень рулеткой измерил и говорит «Ого! Шесть с половиной метров!» «А если бы ты его не отрубил, так он, может быть, метров двадцать был бы!» Я говорю «Если бы я знал, что ты так будешь работать, то с тобой бы не связывался!» А он «Можешь отдельно! Я тебя не заставляю!» «Как же мне теперь отдельно, когда у нас столько вскопано! Вот не получим из-за тебя красного знамени!» «Почему не получим?» «Ты посмотри, сколько у Вани Ложкина и Сени Боброва! Еще меньше нашего!» Он побежал на участок Вани и Сени и стал над ними смеяться. «Эх вы! Придется вас на буксир брать!» А они его прогоняют. «Смотри, как бы тебя не взяли!» Я говорю «Чудак ты! Над другими смеешься, а сам сколько сделал?» «И чего я только с тобой связался?» «Ничего», — говорит «Я одну штуку придумал. Завтра знамя будет на нашем участке». «С ума, — говорю, — сошел. Тут на два дня работы, а с тобой и четыре провозишься». «Вот увидишь. Я потом тебе расскажу». «Ты лучше работай!» «Все равно земля сама не вскопается». Он взял лопату, но тут Витя сказал, чтобы все шли обедать. Но Мишка лопату на плечо и помчался впереди всех в лагерь. После обеда Витя стал красный флаг делать, а мы все ему помогали. Кто палку строгал, кто материю подшивал, кто разводил краски. Флаг получился красивый. Палку выкрасили золотой краской, а на красной материи Витя написал серебряными буквами «Лучшему огороднику». Мишка сказал, «Давайте еще пугало сделаем, чтобы вороны огород не клевали». Эта затея всем очень понравилась. Взяли мы жерть и к ней крест-накрест палку привязали. Достали старый мешок и сшили из него рубаху. Потом натянули эту рубаху на жерть, а сверху глиняный горшок надели. На горшке Мишка нарисовал углем нос, рот, глаза. Страшная рожа получилась. Поставили это пугало посреди двора, все смотрели на него и смеялись. Мишка отвел меня в сторону и говорит, «Вот что я придумал. Давай, когда все лягут спать, удерем на огород и вскопаем свой участок. Оставим на утро кусочек маленький, завтра быстро вскопаем и получим знамя». Я говорю, «Если бы ты работал, а то ведь с разными пустяками возишься». «Я буду хорошо работать, вот увидишь». «Ну ладно, только если ты снова возьмешься за старое, брошу все и уйду». Вечером все легли спать. И мы с Мишкой легли, только для виду. Я уже начал дремать. Вдруг меня Мишка толкает в бок. «Вставай, а то не видать нам знамени, как своих ушей». Встал я. Мы вышли так, чтобы нас никто не видел, взяли лопаты и пошли в огород. Луна светила, и все было видно. Пришли на огород. «Вот наш участок», — говорит Мишка, — «видишь, и пень торчит». Стали мы копать. На этот раз Мишка хорошо работал, и мы много вскопали. Дошли до пня и решили его выкорчевать. Обкопали со всех сторон и стали из земли тащить. Тащили, тащили, а он не лезет. Пришлось обрубать корни лопатой. Устали, как лошади, все-таки вытащили. Землю заровняли, а пень Мишка на соседний участок бросил. Я говорю, это ты нехорошо сделал. А куда его девать? Ну нельзя же на чужой участок. Ну давай его в реку бросим. Взяли мы пень и потащили к реке. А он тяжелый, на силу дотащили, и бултых в воду. Он поплыл по реке, как будто спрут или осьминог какой. Мы посмотрели ему вслед и пошли домой. Больше в этот раз уже не могли работать, устали очень. Да нам совсем небольшой кусочек осталось вскопать. Утром проснулись мы позже всех. Все тело у нас болит, руки-ноги болят, спина болит. Что это, спрашивает Мишка? Перетрудились, говорю. Слишком много работали. Встали мы, размялись немного. За завтраком Мишка стал перед ребятами хвастать, что красное знамя достанется нам. После завтрака все помчались на огород. А мы с Мишкой пошли не спеша. Куда нам спешить? Пришли на огород. Все как кроты роются. А мы ходим да посмеиваемся. Не видать вам знамя не говорим, как своих ушей. Ребята отвечают. Вы бы работали, только другим мешаете. Тут Мишка говорит. А это вот чей участок? Совсем мало вскопано. И хозяев нет. Наверное, дрыхнут еще. Я посмотрел. Номер двенадцатый. Да это ведь наш участок. Не может быть, говорит Мишка. Мы больше вскопали. Мне, говорю, тоже казалось, что больше. Может быть, нарочно кто-нибудь номерки переменил? Нет, все правильно. Вот одиннадцатый, а там тринадцатый. Смотрим. И пень торчит. Мы растерялись даже. Послушай, говорю я, если это наш участок, то откуда же пень взялся? Мы ведь его уже выкорчевали. Правда, говорит Мишка, не мог же за ночь новый пень вырасти. Вдруг слышим Ваня Ложкин на своем участке кричит. Ребята, смотрите, какое чудо! У нас тут вчера пень был, а сегодня нету. Куда он делся? Все побежали на это чудо смотреть. Подошли мы с Мишкой. Что такое, думаем? Вчера у них и до половины не было вскопано, а сегодня совсем небольшой кусочек остался. Мишка, говорю я, да это ведь мы ночью по ошибке на их участке работали и пень им выкорчевывали. Да что ты! Верно! Ах, мы ослы, говорит Мишка, да что же нам теперь делать? По правилу они должны нам свой участок отдать, а себе пусть берут наш, что мы даром у них работали. Молчи, говорю, хочешь, чтобы над нами весь лагерь смеялся? Что же делать? Копать, говорю, вот что. Схватили мы лопаты, да не тут-то было. Руки болят, ноги болят, спина не разгибается. Скоро Ваня Ложкин и Сенька Бобров на своем участке работу кончили, Витя поздравил их и отдал им красное знамя. Они поставили его посреди участка. Все собрались вокруг и в ладоши захлопали. Мишка говорит, это неправильно. Почему неправильно, спрашивает Витя? Потому и неправильно, что за них кто-то пень выкорчевал, они сами сказали. А мы виноваты, говорит Ваня. Может быть, его кто-нибудь себе на дрова выкорчевал. Разве мы запрещать будем? А может быть, его кто-нибудь по ошибке вместо своего выкорчевал, ответил Мишка. Тогда бы он здесь был, а его нет нигде, сказал Ваня. А может быть, они его в реку бросили, говорит Мишка. Ну что ты пристал? Может быть, да может быть. Может быть, вам и участок кто-нибудь ночью вскопал. Не унимался Мишка. Я его толкаю, чтобы он не проговорился. Ваня говорит, все может быть. Мы землю не мерили. Пошли мы на свой участок и стали копать. А Ваня и Сенька стали рядом и хихикают. Вот работают, говорит Сенька, будто во сне мочалку жуют. Надо их на буксир взять, сказал Ваня. У них ведь меньше всех вскопано. Ну и взяли нас на буксир. Помогли нам копать и пень выкорчевать. Все равно мы позже всех кончили. Ребята говорят, а давайте на их участке, как на отстающем, поставим пугало. Все согласились и поставили пугало на нашем участке. Мы с Мишкой обиделись. А ребята говорят, добивайтесь, чтобы ваш участок стал лучшим. Когда посадка и прополка будут, вот и уберем тогда с вашего огорода пугало. Юра Козлов предложил. Давайте пугало ставить отстающим. Давайте, обрадовались все. А осенью подарим тому, у кого будет самый плохой урожай, говорит Сенька Бобров. Мы с Мишкой решили стараться изо всех сил, чтобы отделаться от этого пугала. Только у нас так ничего и не получалось. Все лето простояло оно на нашем участке, потому что на посадке Мишка все перепутал и посадил свеклу там, где уже была морковка посажена. А при прополке вместо сырников петрушку повыдергал. Пришлось на этом месте в спешном порядке редиску посадить. Сколько раз я хотел отделиться от Мишки, да никак не мог. Кто же, думаю, в беде товарищи покидает? Так и маялся с ним до конца. Зато осенью красное знамя нам с Мишкой досталось. У нас самый большой урожай помидоров и кабачков оказался. Ребята стали спорить. Это неправильно, говорили они. Все время были отстающие, и вдруг самый большой урожай. Но Витя сказал. Ничего, ребята. Все правильно. Хоть они и отставали, но землю хорошо обрабатывали. Старались и добивались, чтобы большой урожай был. Ваня Ложкин сказал. У них земля была хорошая, а вот нам с Сеней скверная земля попалась, и урожай маленький. Хоть мы и старались. За что же нам пугало подарили? Пусть они тогда и пугало берут себе, раз оно у них все лето стояло. Ничего, говорит Мишка. Мы возьмем и пугало. Давайте его сюда. Все засмеялись, а Мишка сказал. Если бы не это пугало, то мы и знамени не получили бы. Это почему же, удивились все. Потому что на нашем участке оно ворон пугало, а на других вороны не боялись. Вот и урожай получился меньше. И потом из-за этого пугало мы не забывали, что нам надо стараться и работать лучше. Я говорю Мишке. Зачем ты взял это пугало? Для чего оно нам? Ну, давай его в реку бросим, говорит Мишка. Взяли мы пугало и бросили в реку. Оно поплыло по реке, растопырив руки. Мы посмотрели ему вслед и стали в него камнями бросать. А потом пошли в лагерь. В тот же день Лешка Курочкин снял нас с фотоаппаратом вместе со знаменем. Так что если кому-нибудь хочется карточку, мы можем прислать. Автомобиль Когда мы с Мишкой были совсем маленькими, нам очень хотелось покататься на автомобиле. Только это никак не удавалось. Сколько мы не просили шоферов, никто не хотел нас катать. Однажды мы гуляли во дворе. Вдруг смотрим, на улице возле наших ворот остановился автомобиль. Шофер из машины вылез и куда-то ушел. Мы подбежали. Я говорю, это Волга. А Мишка? Нет, это Москвич. Много ты понимаешь, говорю я. Конечно, Москвич, говорит Мишка. Посмотри, какой у него копор. Какой, говорю, копор? Это у девчонок бывает копор, а у машины капот. Ты посмотри, какой кузов. Мишка посмотрел и говорит. Ну, такое пузо, как у москвича. Это у тебя, говорю, пузо. А у машины никакого пуза нет. Ты же сам сказал пузо. Кузов, я сказал, а не пузо. Эх ты, не понимаешь, а лезешь. Мишка подошел к автомобилю сзади и говорит. А у Волги разве есть буфер? Это у москвича буфер. Я говорю, ты бы лучше молчал. Выдумал еще буфер какой-то. Буфер это у вагона на железной дороге, а у автомобиля бампер. Бампер есть и у москвича, и у Волги. Мишка потрогал бампер руками и говорит. На этот бампер можно сесть и поехать. Не надо, говорю я ему. А он, да ты не бойся, проедем немного и спрыгнем. Тут пришел шофер и сел в машину. Мишка подбежал сзади, уселся на бампер и шепчет. Садись скорее, садись скорее. Я говорю, не надо. Мишка, иди скорее. Эх ты, трусишка. Я подбежал, прицепился рядом. Машина тронулась. И как помчиться! Мишка испугался и говорит. Я спрыгну, я спрыгну. Не надо, говорю, расшибешься. А он твердит. Я спрыгну, я спрыгну. И уже начал опускать одну ногу. Я оглянулся назад, а за нами другая машина мчится. Я кричу. Не смей. Смотри, сейчас тебя машина задавит. Люди на тротуаре останавливаются, на нас смотрят. На перекрестке милиционер засвистел в свисток. Мишка перепугался, спрыгнул на муставую, а руки не отпускает. За бампер держится. Ноги по земле волочатся. Я испугался, схватил его за шиворот и тащу вверх. Автомобиль остановился, а я все тащу. Мишка, наконец, снова залез на бампер. Вокруг народ собрался, а я кричу. Держись, дурак, крепче! Тут все засмеялись. Я увидел, что мы остановились и слез. Слезай, говорю Мишке. А он с перепугу ничего не понимает. На силу я оторвал его от этого бампера. Подбежал милиционер, номер записывает. Шофер из кабины вылез, все на него набросились. Не видишь, что у тебя сзади делается? А про нас забыли. Я шепчу Мишке, пойдем. Отошли мы в сторонку и бегом в переулок. Прибежали домой, запыхались. У Мишки обе коленки до крови ободраны и штаны порваны. Это он когда по мостовой на животе ехал. Досталось ему от мамы. Потом Мишка говорит, штаны — это ничего, зашить можно. А коленки сами заживут. Мне вот только шофера жалко. Ему, наверное, из-за нас достанется. Видал, милиционер номер машины записывал. Я говорю, надо было остаться и сказать, что шофер не виноват. А мы милиционеру письмо напишем, говорит Мишка. Стали мы писать письмо. Писали, писали. Листов двадцать бумаги испортили. Наконец написали. Дорогой товарищ милиционер, вы неправильно записали номер. То есть вы записали номер правильно. Только неправильно, что шофер виноват. Шофер не виноват. Виноваты мы с Мишкой. Мы прицепились, а он не знал. Шофер хороший. И ездит правильно. На конверте написали. Угол улицы Горького и Большой Грузинской. Получить милиционеру. Наш каток. Осенью, когда стукнул первый мороз, и земля сразу промерзла чуть ли не на целый палец, никто не поверил, что уже началась зима. Все думали, что скоро опять развезет, но мы с Мишкой и Костей решили, что сейчас самое время начинать делать каток. Во дворе у нас был садик. Садик не садик, а так не поймешь что. Просто две клумбы, а вокруг газончик с травой. И все это заборчиком огорожено. Мы решили сделать каток в этом садике, потому что зимой клумбы все равно никому не видны. Костя сказал. Только надо ребят сначала получить разрешение у управдома, иначе и начинать нельзя. Дворничиха все равно ничего делать не даст. А вдруг управдом не позволит, сказал Мишка. Летом просили волейбольную площадку устроить, не разрешил. Зверь такой. Я думаю, разрешит, сказал Костя. Дмитрий Савельевич хороший человек, только с ним надо дипломатично поговорить. Это как дипломатично? Не понял Мишка. Ну, значит, вежливо. Взрослые любят, чтобы с ними вежливо разговаривали, а такие слова, как зверь, никому не могут понравиться. — Что ты? — замахал Мишка руками. — Да разве я такие слова, когда говорю? Это я ведь за глаза только. — Хм, за глаза! — усмехнулся Костя. — Ты в глаза еще и не такое скажешь. Я тебя хорошо изучил. Вот придем в домоуправление, так ты уж лучше молчи. Я сам поговорю с управдомом, как надо. Мишка говорит. — Ладно. Мы тут же отправились в домоуправление. На наше счастье, управдом оказался на месте. Он сидел за столом, заваленным ворохом разных бумажек. Посреди этого вороха лежала тетрадка. Левой рукой управдом водил по цифрам, которые были в тетрадке, а правой что-то записывал. — Здравствуйте, Дмитрий Савельевич! — сказал Костя вежливо. — Здравствуй, дружок, здравствуй! Управдом даже не обратил на нас внимания и продолжал водить пальцем по цифрам. — Мы к вам, Дмитрий Савельевич! — Вижу, дружок, вижу, зачем пришли. — Хотим немножко поговорить с вами, — продолжал Костя. — Ну, говори, говори! — Хотим спросить у вас. — Спрашивай, спрашивай! — Мы хотим спросить у вас, Дмитрий Савельевич, одну вещь. — Скажите, пожалуйста, вы должны вести у нас какую-нибудь спортивную работу? — Какую-то спортивную работу? — спросил Дмитрий Савельевич и, прижав пальцем цифру в тетрадке, посмотрел на нас поверх очков. — Ну, как управдом вы должны вести у нас спортивную работу. Дмитрий Савельевич поставил карандашом отметку возле прижатой цифры, провел по голове рукой, будто хотел причесать волосы, и сказал, — То есть, по-моему, это вы, вы сами должны вести спортивную работу. — Мы это понимаем, — ответил Костя. — Мы сами должны вести спортивную работу. А вот вы нам помогать будете? — Управдом наклонил на бок голову, развел над столом руками. — А что вы хотите сделать? — Мы хотим устроить каток на зиму. — А, хорошо, хорошо, делайте, что ж. А где вы его хотите сделать? Костя рассказал, что мы хотим разровнять в садике землю, полить водой и провести электричество, чтобы можно было кататься при свете. Управдом одобрил наш план. Он заметно повеселел, так как сначала испугался и подумал, что мы хотим заставить его самого вести спортивную работу, но увидев, что от него ничего такого не требуется, сказал, — Действуйте, ребятки, а если что понадобится, приходите ко мне. — Вот что значит дипломатический разговор, — сказал Мишка, когда мы вышли от управдома. — Ты молодец, Костя, я теперь тоже так буду. После этого мы сорганизовали ребят и сказали, что кто не будет работать, того не пустим кататься, поэтому все рияно взялись за дело. Кто-то из ребят придумал разломать с одной стороны заборчик и отнести его шагов на десять в сторону, чтобы каток получился шире. Все у нас шло очень ловко и хорошо, но только до тех пор, пока нашу работу не заметила Лелькина мама. — Это что у вас за строительство? — спросила она. — Зачем разоряете садик? Мы с Костей стали ей объяснять, что здесь будет каток. — Ну, каток, — говорит она, — а зачем же клумбы уничтожать? Делайте себе каток вокруг клумб. Мы с Костей хотели объяснить ей все вежливо, но тут в дело вмешался Мишка. — Как же вокруг клумб кататься? — с презрением на лице сказал он. — Разве вы не видите, что они четырехугольные? Или вы ничего не понимаете своей головой? — Я-то своей головой все понимаю, — ответила Лелькина мама. — А вот ты, видно, не понимаешь. Вот пойду скажу управдому, что вы здесь затеяли. — Ха-ха! — сказал Мишка. — Идите и скажите, и посмотрим, что вам управдом скажет. От управдома Лелькина мама вернулась злая-призлая. Видно, он объяснил ей, что разрешил нам делать каток. Она больше ничего не сказала нам, но вместо этого стала говорить всем жильцам, что теперь маленьким детям даже погулять будет негде. И Григорию Кузьмичу из пятой квартиры наябедничало, что мы перенесли заборчик, и теперь он не сможет выехать из гаража на своей автомашине. Григорий Кузьмич моментально из дома выскочил и стал требовать, чтобы мы перенесли заборчик обратно. Мы с Костей вежливо начали объяснять ему, что машина проедет, но тут снова вмешался Мишка. — Смотрите! — закричал он. — Сколько здесь для проезда места осталось! Разве вы не понимаете, что машина очень свободно проедет? Должна же у вас голова хоть немного соображать! Услышав такую грубость, Григорий Кузьмич страшно рассердился, привел управдома и стал доказывать, что заборчик надо поставить на место, а управдом стал доказывать, что заборчик может и здесь стоять. Кончилось тем, что они поссорились, и Григорий Кузьмич побежал писать на управдома жалобу, а управдом сказал нам, — имейте в виду, больше я ни с кем из-за вас ругаться не стану. Если еще хоть кто-нибудь на вас пожалуется, запрещу делать каток. — Это все ты виноват, — сказал Костя Мишки, — и что ты лезешь со своими грубостями? Не можешь говорить дипломатично — молчи! — Я ведь дипломатично, — ответил Мишка. В общем, из-за Мишки мы со всеми жильцами поссорились. Все были недовольны нами и только и делали, что ворчали на нас. Через несколько дней наступила оттепель. И работать нам стало легче. Мы разровняли площадку, сделали по краям земляной бортик, даже заборчик покрасили и принялись за устройство электрического фонаря. Деньги собрали со всех ребят, купили электрический шнур, лампочку и патрон. Столб для фонаря у нас уже давно был. Он остался после ремонта дома и лежал посреди двора. Мы его врыли в землю, а проводку нам помог сделать дядя Сережа из девятой квартиры. Такой хороший человек оказался. Мы даже хотели про него написать в газету, но сначала некогда было, а потом как-то забыли. И вот когда все было сделано, и наш фонарь готов был засиять над катком ярким светом, в дело вмешалась дворничиха тетя Даша. — Вот что, ребятушки! — сказала она. — Столб вам придется отдать, потому что на будущее лето он для ремонта понадобится. Костя принялся доказывать ей, что столбу мы ничего плохого не сделаем, и в конце концов он, наверное, уговорил бы ее, но тут Мишка не выдержал. — Постой! — говорит. — Сейчас я ей все дипломатически объясню. Он оттолкнул Костю и давай кричать. — Это что, по-вашему, столб? А для чего, по-вашему, сделали столб? Почему столб сделали, чтобы он, дожидаясь ремонта, целую зиму под снегом гнил? У вас что, на плечах голова или еще что-нибудь? Кончилось тем, что тетя Даша рассердилась и побежала в домоуправление. — Вот видишь, что ты наделал! — сказал Костя. — Управдом ведь предупредил, что больше терпеть не станет! Все ребята на Мишку набросились. — Из-за тебя, говорят, каток запретят, даром трудились только! Мишка готов был рвать на себе волосы от досады. — И как это у меня вырвалось! — убивался он. Вдруг, смотрим, тетя Даша обратно бежит, а за ней управдом. Мишка увидел, уцепился руками за столб и, как завоет, — не отдам столб, не отдам! Я накоплю денег и заплачу вам за него! Целую зиму не буду мороженого есть! Управдом услышал и только рукой махнул. «Ладно, — говорит, — берите себе этот столб!» И ушел. А тетя Даша увидела, что у нее ничего не вышло, и говорит, «Хорошо же, мы еще поговорим с вами». И вот потянулись самые тяжелые дни. Две недели подряд стояла оттепель. Даже легонького мороза-то не было. Снег иногда падал, но тут же таял и только разводил сляхоть. Мы с Мишкой начали думать, что в этом году уже совсем не будет зимы, и приходили в отчаяние. Наконец ударил долгожданный мороз. И тут у нас начались новые приключения. Никто не хотел нам давать воды для катка. Сначала мы пошли к тете Даше и стали просить, чтобы она нам дала свой дворницкий шланг, чтобы полить каток и шланга. Но она не дала. Говорит, а я вообще против вашего катка. Весной растает, а убирать мне все жильцы против катка. Вот мы напишем управдому заявление, что прозорил. Мы говорим, не даете? Мы и без вас польем. Каток замерзнет. Сами придете к нам кататься. И не приду. А замерзнет, так я его золой посыплю. Все равно никто не будет кататься. Мы стали таскать воду ведрами из кухни шестой квартиры. Но нас скоро оттуда прогнали. Сказали, что мы нанесли им грязи. А какая там грязь, когда во дворе никакой грязи не было? Стали мы таскать воду из первой квартиры. Но нас и оттуда выгнали. Мы пошли в четвертую. Нас стали и оттуда гнать. Тут Мишка вспомнил, что у дяди Андрея из двадцатой квартиры есть маленький шланг. Мы все видели, как дядя Андрей обмывал летом из этого шланга свой мотоцикл. Мы пошли и попросили у него этот шланг. А какой оказался человек добрый. Дал шланг и даже сказал, что пусть будет у нас до конца зимы. Бывают же такие люди на свете. Мы про него тоже решили написать в газету, но потом тоже почему-то забыли. Все было как-то не до того. Завладев шлангом, мы пошли на кухню четвертой квартиры. Там два водопроводных крана. Мишка сказал, здесь мы никому не помешаем. К одному крану привернем шланг, а из другого пусть жильцы берут воду. Мы присоединили шланг к крану и принялись поливать каток. Сначала дело шло хорошо. Струя воды силы била из шланга и доставала во все уголки площадки. Мишка держал шланг обеими руками и улыбался во всю ширину лица. Струя шипела, трещала, так что у всех становилось радостно на душе. Неожиданно произошла задержка. Струя вдруг стала слабее, потом словно увяла и совсем перестала течь. Что такое? — удивился Мишка. Наверное, шланг отскочил от крана. Прибежали на кухню шланг на месте, а вода не течет. Смотрим, кран закрыт. Что за ехидство? — говорит Мишка. Кому это понадобилось привернуть кран? Отвернули мы кран, стали поливать снова. Вдруг опять — стоп! — не течет вода. Прибегаем на кухню, снова никого нет, а кран привернут и так несколько раз. Наконец мы догадались поставить у крана стражу, и только после этого дело пошло на лад. Поздней ночью кончили поливать каток, но так и не узнали, кто придумал это озорство с краном. За ночь вода замерзла крепко-накрепко. На следующий день состоялось торжественное открытие катка. Все ребята собрались вокруг, лед блестел, что твое зеркало. Мишка первый выехал на середину льда. — Каток! Объявляю открытым! — закричал он и тут же шлепнулся. Все, как по команде, бросились на лед, и пошло катание. Катались и на коньках, и без коньков. Все смеялись и падали, коньки звенели и с шипением резали лед. Катались даже те, которые не строили катка, но мы им не запрещали. Хотелось, чтобы в такой день все были радостные и счастливые. Даже многие взрослые вышли во двор и смотрели на наше веселье. А управдом Дмитрий Савельевич тоже пришел и сказал. — Вот куплю себе коньки и буду приходить по вечерам кататься. Вспомню молодость. Потом он на самом деле купил коньки и часто ночью, когда ребята уже давно спали, приходил и катался на нашем катке. Настолько хороший человек оказался, что хотелось написать о нем в газету. Наш каток был хороший, большой и крепкий. Про него ничего нельзя было сказать плохого. Но скоро катающихся оказалось так много, что всем не хватало места. И вот Мишка, чтобы разгрузить каток, придумал меру. У кого двойка, не пускать на каток, пока не исправит. С тех пор каждый, кто приходил кататься, должен был показать свой дневник. Некоторым двоечникам пришлось подтянуться. Кончилось дело тем, что Мишка сам схватил двоечку по русскому языку. Уж очень он увлекся катанием. После школы он даже не пошел на каток. Ему стыдно было показывать свой дневник ребятам. В этот день на катке шла игра в хоккей. Многие взрослые пришли посмотреть на нашу игру. Все глядели на нас. И никто не ругался. Даже тетя Даша смотрела и ласково улыбалась. Она была довольна, что ее маленький Шурик играет вместе со старшими ребятами. И никто его не прогоняет. Когда хоккейный мячик выскакивал с катка за бортик, она поднимала его и бросала обратно на лед. Вдруг Глебкина мама заметила, что среди играющих нет Мишки. — Слушайте, где же Миша? — спросила она. — Строил-строил каток. — А сам не катается? Может быть, он болен? — Надо бы проведать его, — сказала Лелькина мама. Они обе решили пойти проведать Мишку. Я пошел проводить их. Когда мы пришли, Мишка сидел за столом и делал уроки. — Почему же ты, Миша, не катаешься? — спросила Глебкина мама. Миша сказал, что ему задали много уроков, и сегодня он на каток не пойдет. — Ты хороший мальчик, — сказала Глебкина мама. — Это вы хорошее дело придумали — устроить каток. А Лелькина мама сказала. — С катком и родителям стало гораздо спокойнее. В прошлую зиму моя Лелечка каталась на улице и чуть не попала под автомобиль. В прошлом году все ребята катались на улице. А теперь их на улицу и калачом не заманишь. Все липнут к этому катку, как не знаю к чему. Они поговорили между собой и ушли. — Вот видишь, — сказал Мишка, — а помнишь, как все нас ругали? Говорили, залой засыплют. Не давали нам шланг, не давали воды. А теперь сами благодарят. — Да ладно, — махнул он рукой. — Чего с них спрашивать? Мне было жалко, что Мишка не может пойти на каток. Я тоже решила не кататься в этот день, а вместо этого засесть за уроки. Потому что и у меня кое-что было сильно запущено. Я пошел домой и занимался до поздней ночи. Сделал уроки как следует, а когда все было выучено, я вместо того, чтобы лечь спать, нацепил коньки и вышел во двор. Над нашим катком ярко горела лампочка. Вокруг стояли деревья с белыми точно сахарными веточками. Сверху падали крупные хлопья снега и мягко ложились на лед. А среди этих хлопьев кружилась по катку маленькая фигурка. Я присмотрелся получше и увидел, что эта фигурка был просто Мишка. Он тоже вроде меня не мог прожить ни одного дня без катка. Недавно в вечерней газете писали, что первым в этом сезоне открылся каток динамовцев на Петровке. Но это неправда. Первый каток в эту зиму был открыт у нас во дворе. Он начал работать на полторы недели раньше, чем каток на Петровке. Только никто не догадался написать об этом в газету. Веселая семейка. Повесть. Важное решение. Это случилось после того, как взорвалась паровая машина, которую мы с Мишкой делали из консервной банки. Мишка слишком сильно нагрел воду, банка лопнула и горячим паром ему обожгло руку. Хорошо, что Мишкина мама тут же намазала ему руку нафталановой мазью. Это очень хорошее средство. Кто не верит, пусть сам попробует. Только мазать нужно сейчас же, как обожжешься, пока не сошла кожа. После того, как машина лопнула, Мишкина мама запретила нам с ней возиться и выбросила ее в мусорный ящик. Пришлось нам некоторое время слоняться без дела. Скука была смертельная. Началась весна. Снег таял повсюду. По улицам журчали ручьи, солнышко уже по-весеннему светило в окна. Но ничто нас не радовало. Такой уж у нас с Мишкой характер. Нам обязательно нужно какое-нибудь занятие. Когда нечего делать, мы начинаем скучать и скучаем до тех пор, пока не находим какого-нибудь дела. Один раз я прихожу к Мишке, а он сидит за столом, носом уткнулся в какую-то книгу. Голову обхватил руками и ничего на свете, кроме этой книги, не видит и даже не замечает, что я пришел. Я нарочно хлопнул погромче дверью, чтобы он обратил на меня внимание. — А, это ты, Николадзе! — обрадовался Мишка. Он никогда не называл меня по имени. Вместо того, чтобы сказать просто «Коля», он называет меня то Никола, то Микола, то Микула Селенинович, то Микул Хомаклай. А один раз даже стал называть по-гречески «Николаки». Словом, что ни день, то новое имя. Но я не обижаюсь, пусть себе зовет, если ему так нравится. — Да, это я, — говорю я. — А что это у тебя за книжка? Чего ты в нее вцепился, как клещ? — Очень интересная книга, — говорит Мишка. Я ее сегодня утром в газетном киоске купил. Я посмотрел. На обложке петух и курица. И написано «Птицеводство». А на каждой странице какие-то курятники и чертежи. — Что ж тут интересного, — говорю я. — Это какая-то научная книжка. — Вот и хорошо, что научная. Это тебе не какие-нибудь сказки. Тут все правда. Это полезная книга. Мишка такой человек. Ему обязательно надо, чтобы от всего была польза. Когда у него бывают лишние деньги, он идет в магазин и покупает какую-нибудь полезную книжку. Один раз он купил книгу, которая называется «Обратные тригонометрические функции» и полиномы Чебышева. Конечно, он ни слова в этой книжке не понял и решил прочитать ее потом, когда немножко поумнеет. С тех пор эта книга лежит у него на полке, ждет, когда он поумнеет. Мишка отметил страницу, на которой читал, и закрыл книжку. — Тут, брат, про все есть, — сказал он, — как разводить кур, уток, гусей и индюков. — Уж не собираешься ли ты разводить индюков? — спросил я. — Нет, что ты. Просто интересно почитать про это. Оказывается, можно устроить такую машину, инкубатор, и цыплята сами будут выводиться без курицы. — Кто ж этого не знает, — говорю я. В прошлом году я был с мамой в колхозе и видел инкубатор. Там цыплята выводились каждый день штук по пятьсот или по тысяче. Их на силу успевали вынимать из инкубатора. — Что ты говоришь? — удивился Мишка. — А я раньше не знал об этом. Я думал, что цыплят всегда высиживает курица. Когда мы жили в деревне, я видел, как наседка высиживает цыплят. Я тоже видел наседку. Но инкубатор гораздо лучше. Под наседку положишь десяток яиц, и все. А в инкубатор можно заложить сразу тысячу. — Я знаю, — говорит Мишка. — Здесь про это написано. И потом, пока курица сидит на яйцах и воспитывает цыплят, она не несет яиц. А если цыплят высиживает инкубатор, курица все время несется. И яиц получается гораздо больше. Мы стали высчитывать, сколько лишних яиц получится, если все куры не станут высиживать цыплят, а вместо этого будут нести яйца. Оказалось, что курица высиживает цыплят 21 день. Потом она выращивает маленьких цыплят, так что пройдет три месяца, прежде чем она снова начнет нестись. — Три месяца — это 90 дней, — сказал Мишка. «Если бы курица не высиживала цыплят, она смогла бы снести за год на 90 яиц больше. В каком-нибудь маленьком хозяйстве, где всего 10 кур, за год получилось бы на 900 яиц больше. А если взять такое хозяйство, как колхоз или совхоз, где на птицеферме тысячи кур, то там получится на 90 тысяч больше яиц? Подумать только на 90 тысяч!» Мы долго рассуждали о том, какая польза получается от инкубатора. Потом Мишка сказал, «А что, если нам самим сделать маленький инкубатор, чтобы в нем вывелись из яиц цыплята?» «Как же мы это сделаем?» — говорю я. «Ведь все надо знать, как делать». «Ничего хитрого нет», — говорит Мишка. «В книжке тут все написано. Главное, чтобы яйца нагревались ровно 21 день подряд, и тогда из них выведутся цыплята». Мне вдруг очень захотелось, чтобы у нас были маленькие цыплята, потому что я очень люблю всяких птиц и зверей. Осенью мы с Мишкой даже записались в кружок юнатов и работали в живом уголке. А потом Мишка придумал делать эту паровую машину, и мы перестали ходить на кружок. Витя Смирнов, который был у нас старостой, сказал, что вычеркнет нас из списка, если мы не будем работать. Но мы сказали, что будем, и он не вычеркнул. Мишка принялся рассказывать, как будет хорошо, когда у нас выведутся маленькие цыплята. «Они будут такие хорошенькие», — говорил он. «Можно будет отгородить им угол на кухне, и пусть они там живут, а мы будем кормить их и ухаживать за ними». «Но ведь придется три недели возиться, пока они выведутся», — говорил я. «Чего возиться? Сделаем инкубатор, они и выведутся». Я задумался. Мишка с беспокойством поглядывал на меня. Я видел, что ему очень хочется взяться поскорее за дело. «Ну ладно», — говорю я, — «делать нам все равно нечего, попробуем». «Я так и знал, что ты согласишься», — обрадовался Мишка. «Я и сам взялся бы за это дело, да мне без тебя скучно». Неожиданное препятствие. «Давай не будем делать инкубатор, а положим яйца в кастрюлю и поставим на печку», — предложил я. «Что ты, что ты?» — замахал Мишка руками. «Печка остынет, и тогда все пропало?» «В инкубаторе должна быть все время одинаковая температура — 39 градусов». «Почему 39?» «Потому что такая температура бывает у курицы, когда она сидит на яйцах». «Разве у курицы бывает температура?» — говорю я. «Температура бывает у человека, когда он болен». «Много ты понимаешь. Температура есть у каждого человека, и у больного, и у здорового. Только у больного она повышается». Мишка раскрыл книгу и стал показывать чертежи. «Вот смотри, как настоящий инкубатор устроен. Здесь бак с водой. От бака проведена трубка к ящику с яйцами. Внизу бак нагревается. Нагретая вода проходит по трубке и обогревает ящик с яйцами. Здесь вот градусник, чтобы можно было следить, какая температура». «Постой», — говорю я. «Где же мы возьмем бак?» «А зачем нам бак?» «Вместо бака возьмем консервную банку. Ведь нам нужен небольшой инкубатор». «А чем нагревать?» — спрашиваю я. «Нагревать можно керосиновой лампой. У нас где-то в сарае есть старая керосиновая лампа». «Мы пошли в сарай и стали рыться в кучу рухляди, которая лежала в углу. Тут были старые ботинки, калоши, сломанный зонтик, очень хорошая медная трубка, множество бутылок и старых консервных банок. Мы перерыли всю кучу, но лампы там не было. А потом я увидел, что она стояла вверху, на полке. Мишка полез и достал ее. Лампа вся была покрыта пылью, но стекло было цело, а внутри оказался даже фитиль. Мы очень обрадовались, взяли лампу и медную трубку. Выбрали самую хорошую консервную банку и потащили все это на кухню. Сначала Мишка вычистил лампу, налил в нее керосину и попробовал зажечь. Лампа горела исправно. Фитилек можно было подкручивать и делать пламя то больше, то меньше. Мы потушили лампу и принялись мастерить инкубатор. Первым делом мы сколотили из фанеры большую коробку, чтобы в нее поместилось штук 15 яиц. Эту коробку мы выложили внутри ватой, а поверх ваты обили еще войлоком, чтобы яйцам было теплее. Сверху к коробке приделали крышку с дырочкой. В эту дырочку просунули градусник, чтобы следить за температурой. После этого мы приступили к устройству нагревательного аппарата. Взяли консервную банку, просверлили в ней два круглых отверстия. Одно вверху, другое внизу. К верхнему отверстию припаяли медную трубку. Потом проделали в инкубаторе сбоку дырочку, просунули в нее трубку и согнули ее так, чтобы она проходила внутри коробки. Как будто паровое отопление. Конец трубки мы вывели наружу и припаяли к нижнему отверстию консервной банки. Теперь нужно было устроить так, чтобы банку можно было нагревать снизу лампой. Мишка принес на кухню панерный ящик. Мы поставили его стаймя, прорезали в верхней стенке ящика круглую дырку и установили инкубатор, так, чтобы консервная банка находилась как раз над дыркой. Лампу мы поставили в ящик снизу, чтобы она могла нагревать банку. Наконец, все было сделано. Мы налили в банку воды и зажгли лампу. Вода в банке начала нагреваться. Она проходила по трубке и нагревала наш инкубатор. Ртуть в градуснике стала подниматься и постепенно дошла до 39 градусов. Она, наверное, поднялась бы и выше, но тут пришла Мишкина мама. — Почему керосином воняет? Что вы тут делаете? — спросила она. — Инкубатор, — говорит Мишка. — Какой инкубатор? — Ну, чтоб цыплята вывелись. — Какие еще цыплята? — Ну, какие обыкновенные! Сюда, понимаешь, кладутся яйца, а вот тут, понимаешь, лампа. — А лампа зачем? — Ну, как же, по-твоему, без лампы? Без лампочки ничего не получится. — Нет, ты уж, пожалуйста, это оставь. Лампочка опрокинется, керосин загорится. — Не загорится, мы будем смотреть. — Нет, нет, что это еще за игрушки с огнем? Мало тебе, что кипятком обварился. Еще хочешь пожар устроить? Как ни просил Мишка маму, она не разрешила нам сжечь керосиновую лампу. — Вот тебе и вывели цыплят, — сказал Мишка с досадой. — Выход найден. В эту ночь я долго не мог заснуть. Целый час я лежал в постели и думал об инкубаторе. Сначала я хотел попросить мою маму, чтобы она разрешила нам сжечь керосиновую лампу, но потом понял, что и моя мама не позволит нам возиться с огнем, так как она очень боится пожара и всегда прячет от меня спички. К тому же Мишкина мама отняла у нас керосиновую лампу и ни за что не отдала бы обратно. Все давно уже спали, а я думала об этом и никак не мог заснуть. Вдруг в мою голову пришла очень хорошая мысль. А что, если нагревать воду на электрической лампочке? Я потихоньку встал, зажег настольную лампу и приложил к ней палец, чтобы узнать, много ли от электрической лампочки получается тепла. Лампочка быстро нагрелась, так что палец невозможно стало держать. Тогда я снял со стены градусник и прислонил к лампочке. Ртуть быстро поднялась и уперлась в верхний конец, так что на градуснике не хватило даже делений. Значит, тепла получалось много. Я успокоился и повесил градусник на место. Впоследствии, через некоторое время, мы обнаружили, что этот градусник стал врать и показывать неправильную температуру. Когда в комнате было прохладно, он почему-то показывал градусов 40 жары, а когда становилось теплей, ртуть забиралась на самый верх и торчала там до тех пор, пока ее не стряхивали. Меньше 30 градусов жары он никогда не показывал, так что мы даже зимой могли бы прожить без отопления, если бы он не врал. Может быть, это случилось от того, что я прикладывал градусник к лампе. Не знаю. На другой день я рассказал о своей выдумке Мишке. Когда мы вернулись из школы, я выпросил у мамы старую настольную лампу, которая стояла у нас в шкафу, и мы решили попробовать нагревать воду электричеством. Мы поставили настольную лампу вместо керосиновой в ящик, а чтобы лампочка была поближе к банке с водой и лучше нагревала ее, Мишка подложил под нее несколько книжек. Я включил электричество, и мы стали следить за градусником. Сначала ртуть в градуснике долго стояла на месте, и мы даже стали бояться, что у нас ничего не выйдет. Потом электрическая лампочка постепенно нагрела воду, и ртуть начала медленно подниматься кверху. Через полчаса она поднялась до 39 градусов. Мишка от радости захлопал в ладоши и закричал. — Ура! Вот она, настоящая куриная температура! Оказывается, электричество не хуже керосина. — Конечно, — говорю я, — не хуже. Электричество еще даже лучше, потому что от керосина может случиться пожар, а от электричества ничего не получится. Тут мы заметили, что ртуть в градуснике полезла выше и поднялась до 40 градусов. — Стой! — закричал Мишка. — Стой! Смотри, куда она лезет! — Надо как-нибудь остановить ее, — говорю я. — А как ее остановишь? Если бы это была керосиновая лампа, можно было подкрутить фитилек. — Какой же тут фитилек, когда это электричество? — Никуда оно не годится, твое электричество! — рассердился Мишка. — Почему мое электричество? — обиделся я. — Оно такое же мое, как и твое. — Но это ведь ты выдумал нагревать электричеством. — Смотри, уже 42 градуса. Если так пойдет, то все яйца сварятся, и никаких цыплят не получится. — Постой! — говорю я. — По-моему, надо лампочку опустить ниже. Тогда она станет слабее нагревать воду, и температура понизится. Мы вытащили из-под лампы самую толстую книжку и стали смотреть, что будет. Ртуть медленно поползла вниз и опустилась до 39 градусов. Мы облегченно вздохнули. И Мишка сказал, ну, теперь все в порядке. Можно начинать выводить цыплят. Сейчас я попрошу у мамы денег, а ты беги домой и тоже проси денег. Мы сложимся вместе и купим в магазине десяток яиц. Я побежал поскорее домой и стал просить у мамы денег на яйца. Мама никак не могла понять, зачем мне понадобились яйца. На силу я ей растолковал, что мы устроили инкубатор и хотим вывезти цыплят. Да у вас ничего не выйдет, сказала мама. Шучное ли дело вывезти без наседки цыплят? Вы только время потеряете даром. Но я не отставал от мамы и все просил. Ну, хорошо, согласилась мама. А где же вы хотите покупать яйца? В магазине, говорю я. Где же еще? Яйца из магазина для такого дела не годятся, говорит мама. Для цыплят нужны самые свежие яйца, которые курица недавно снесла. А из тех яиц, которые долго лежали, цыплята уже не выведутся. Я вернулся к Мишке и рассказал ему, о чем говорила мне мама. А-а-а! Я розиня, говорит Мишка. Ведь и в книжке об этом написано. Совсем забыл. Мы решили поехать на другой день в деревню к тете Наташе, у которой мы жили в прошлом году на даче. У тети Наташи свои куры, и мы были уверены, что достанем у нее самых свежих яиц. На другой день. Вот как смешно получается в жизни. Еще вчера мы не думали никуда ехать, а на другой день мы уже сидели в поезде и катили в деревню к тете Наташе. Нам хотелось поскорей привезти яиц и начать выводить цыплят. Поезд как нарочно тащился черепашьим шагом, и дорога нам показалась ужасно длинной. Это ведь всегда так бывает. Когда спешишь, то все как будто назло делается медленно. Мы с Мишкой нервничали и боялись, что тетя Наташа куда-нибудь уйдет, и мы не застанем ее дома. На все обошлось благополучно. Тетя Наташа оказалась дома, она очень обрадовалась нам и даже подумала, что мы уже приехали к ней на дачу. Да ведь у нас еще каникулы не начались, говорит Мишка. Мы по делу приехали, говорю я, за яйцами. За какими яйцами? Ну, за обыкновенными, за куриными. Нам нужны свежие куриные яйца. Только и всего, сказала тетя Наташа. Неужели в городе негде купить яиц? Конечно, негде, говорит Мишка. Яйца-то в магазине есть, только они все несвежие. Как несвежие? Не может быть, что в магазинах продавали несвежие яйца. Почему же не может быть, говорит Мишка. Вот как только курица снесет яйцо, ведь его не везут сейчас же в магазин, правда? Правда. Вот то-то и есть, обрадовался Мишка. Яйца собирают, чтоб получилось сразу много. Может быть, целую неделю собирают, а то и две. И только тогда везут в магазин. Ну и что же, говорит тетя Наташа, не могут же яйца за две недели испортиться. Как не могут? У нас в книжке ясно написано, что если яйца пролежали больше десяти дней, то из них уже цыплята не выведутся. Цыплята — это другое дело, сказала тетя Наташа. Для цыплят нужны самые свежие яйца. А в пищу годятся яйца, которые лежали и месяц, и два. Вы ведь не собираетесь выводить цыплят? Да почему не собираемся? Мы как раз собираемся. Зачем мы приехали? Как же вы будете их выводить? Спрашивает тетя Наташа. Для этого ведь наседка нужна. А мы без наседки. Мы инкубатор сделали. Инкубатор сделали? Вот чудеса. Да зачем же вам инкубатор понадобился? Ну, чтоб цыплят выводить. А цыплята зачем? Так просто, говорит Мишка. Без цыплят как-то скучно. У вас тут, небось, все есть. Петухи, куры, гуси, коровы, свиньи. А у нас-то ничего нет. Потому что у нас тут деревня, а в городе кто же станет коров держать? Ну, коров, конечно, никто не станет, а вот мелкую какую-нибудь скотину, наверное, можно. В городе и с мелкой скотиной замучишься, засмеялась тетя Наташа. Почему замучишься, говорит Мишка? У нас в доме один человек живет и держит птиц. У него в клетках разные птицы живут. Чижики, канарейки, щеглы, даже скворцы. Ну, так у него птицы в клетках сидят. Разве вы станете держать цыплят в клетках? Нет, цыплят можно держать просто на кухне. Уж мы подыщем им хорошее место. Только вы дайте нам самых хороших яиц, самых, что ни на есть свежих, потому что из плохих яиц цыплята не выведутся. Дам-дам. Сказала тетя Наташа. Уж я знаю, какие вам яйца нужны. Такие, что под наседку кладут. У меня недавно занеслись куры, так что яйца будут самые свежие. Тетя Наташа пошла на кухню и отобрала полтора десятка яиц. Все они были как на подбор, чистенькие, беленькие, без единого пятнышка. Сразу видно, что самые свежие. Она положила яйца в корзинку, которую мы привезли с собой, а сверху накрыла теплым платком, чтобы они не простудились в дороге. — Желаю вам успеха! — сказала тетя Наташа. На дворе уже стало темнеть, и мы с Мишкой поспешили обратно на станцию. Домой мы вернулись в двенадцатом часу ночи. Мама принялась бронить меня за то, что я задержался так поздно. Мишке тоже досталось от его мамы. Но это все ничего. Досаднее всего было то, что в этот день мы уже не могли начать выводить цыплят. Пришлось это дело отложить на завтра. Начало. На другой день, вернувшись из школы, мы принесли на кухню корзину и уложили яйца в инкубатор. Места оказалось достаточно, даже еще немного осталось. Мы накрыли инкубатор крышкой, вставили в отверстие градусник и уже хотели зажечь лампу, но тут Мишка сказал. — Надо подумать, все ли мы правильно сделали. Может быть, сначала надо нагреть инкубатор, а потом класть в него яйца? — Ну, вот этого я уж не знаю, — говорю я. — Надо почитать. Наверное, в книге написано. Мишка взял книгу и стал читать. Читал, читал, потом говорит. — Ты знаешь, мы чуть не задушили их. — Кого? — Яйца. Они, оказывается, живые. — Что ты? — Яйца живые? — Удивился я. — Правда, правда. Вот, почитай. — Яйца — это живые существа, только жизнь незаметна в них. Она как будто дремлет внутри яйца. Но если яйцо начать нагревать, жизнь пробуждается, и внутри яйца станет развиваться зародыш, который постепенно превращается в маленького птенца, как и все живые существа, яйца дышат. — Понял. Мы с тобой дышим, и яйца дышат. — Сказки, — говорю я. — Мы с тобой дышим ртом, а яйца чем дышат? Где у них рот? — Мы с тобой дышим не ртом, а легкими, — говорит Мишка. — Воздух попадает к нам в легкие через рот, а яйца дышат прямо через скорлупу. Воздух проходит сквозь скорлупу, и они дышат. — Ну и пусть себе дышат, — говорю я. — Разве мы не даем им дышать? — Да как же они могут дышать в коробке? Ведь при дыхании выделяется углекислый газ, — Если ты залезешь в коробку, и тебя в ней закрыть, то от твоего дыхания в коробке накопится много углекислого газа, и ты задохнешься. — Зачем же я полезу в коробку? — Очень мне нужно задыхаться, — говорю я. — Конечно, ты не полезешь. А яйца-то мы куда кладем? — В коробку. — Вот они и задохнутся в коробке. — Что же нам делать? — Надо устроить вентиляцию. — Говорит Мишка. — В настоящих инкубаторах всегда делают вентиляцию. Мы осторожно вынули из коробки все яйца и сложили их в корзину. Потом Мишка принес сверло и прозавертел в инкубаторе несколько маленьких дырочек, чтобы углекислый газ мог выходить наружу. Когда все было сделано, мы уложили яйца обратно в коробку и снова накрыли крышкой. — Постой, — говорит Мишка, — мы ведь так и не узнали, что нужно сделать сначала — нагреть инкубатор или положить яйца. Он снова принялся читать книжку. Потом говорит. — Опять у нас чепуха получается. Тут написано, что в инкубаторе должен быть влажный воздух, потому что если воздух будет сухой, то из яиц сквозь скорлупу будет испаряться много жидкости и зародыши могут погибнуть. В инкубатор всегда помещают сосуды с водой. Вода испаряется из сосудов, и воздух становится влажным. Мы снова вынули из инкубатора яйца и решили поставить в него два стакана с водой. Но стаканы оказались слишком высокими, и крышка не закрывалась. Мы стали искать какую-нибудь другую посуду, но ничего подходящего не было. Тут Мишка вспомнил, что у его младшей сестренки Майки есть игрушечная деревянная посуда и говорит, «Может быть, взять у Майки чашечки от этой посуды?» «Верно, — говорю я, — тащи!» Мишка разыскал Майкину посуду и взял четыре деревянные чашки. Они оказались подходящими. Мы налили в них воды и поставили в инкубатор, в каждый угол по чашке, и стали укладывать яйца. Но теперь чашки заняли место, и все яйца не помещались. Укладывалось только двенадцать яиц, а три яйца никак не помещались. «Ну ладно, — говорит Мишка, — хватит с нас двенадцати цыплят. Куда нам больше? На них одного корма сколько понадобится?» Тут пришла Майка, увидела у нас свои чашки и подняла крик. «Послушай, — говорю я, — мы ведь не навсегда берем. Через двадцать один день отдадим обратно. А за это, если хочешь, подарим тебе три яйца. Зачем мне яйца? Они пустые». «Нет, не пустые. Они с желтком и белком, все как следует. Если бы они с цыплятами были...» «Ну, мы подарим тебе одного цыпленка, когда выведутся». «А не обманете?» «Нет, не обманем». Майка согласилась, и мы ее выпроводили. «Теперь иди себе, — говорим. Нам надо заниматься делом. Мы тут и без тебя не разберемся, с чего начинать. То ли положить в инкубатор яйца, а потом нагревать, то ли сначала нагреть, а потом положить». Мишка снова засел за книжку и вычитал, что можно делать и так, и так. «Тогда включай электричество и приступим к делу, — говорю я. Даже как-то приступать страшно, — говорит Мишка. Включай лучше ты. Я несчастливый. Несчастливый». «Чему же ты такой несчастливый?» «Не везет мне в жизни. За какое дело не возьмусь, обязательно неудача будет». «У меня ведь тоже всегда неудачи, — говорю я. Мы стали припоминать разные случаи из нашей жизни, и оказалось, что мы оба страшные неудачники. Нельзя нам начинать такое дело, — говорит Мишка. Все равно ничего не выйдет. «Может быть, позвать Майку?» — предложил я. Мишка позвал Майку. «Слушай, Майка, ты счастливая?» «Счастливая?» «У тебя какие-нибудь неудачи были в жизни?» «Не было!» «Вот это хорошо!» «Видишь, в ящичке лампочка, которая стоит на книжках?» «Вижу!» «Ну-ка, подойди и поверни выключатель». Майка подошла к инкубатору и зажгла лампу. «А теперь что?» — спрашивает. «А теперь, — говорит Мишка, — уходи-ка отсюда и не мешай нам!» Майка обиделась и ушла. Мы поскорее накрыли инкубатор крышкой и стали следить за градусником. Сначала ртуть в градуснике стояла на восемнадцати градусах. Потом медленно стала двигаться вверх. Добралась до двадцати градусов, полезла немножко быстрее. Добралась до двадцати пяти градусов, потом до тридцати, потом стала двигаться медленнее. За полчаса она поднялась до тридцати шести градусов и застыла на месте. Я положил под лампу еще одну книжку, и ртуть снова начала подниматься. Она долезла до тридцати девяти градусов, но не остановилась на месте, а полезла еще выше. «Стоп!» — сказал Мишка. «Смотри, сорок градусов!» — ты слишком толстую книжку подложил. Я поскорее вынул эту книгу и положил другую, потоньше. Ртуть в градуснике постояла на месте и начала опускаться. Опустилась до тридцати девяти градусов и поехала еще ниже. «А эта книжка слишком тонкая!» — говорит Мишка. «Сейчас я тетрадку принесу!» Он быстро принес тетрадь и сунул ее под лампу. Ртуть стала опять подниматься. Дошла до тридцати девяти градусов и остановилась. Мы, не отрываясь, смотрели на градусник. Ртуть спокойно стояла на месте. «Ну вот!» — прошептал Мишка. «Теперь такая температура должна держаться двадцать один день. Удержим?» «Удержим!» — говорю я. «Смотри, если не удержим, то все пропало!» «Почему не удержим?» «Удержим!» Мы сидели возле инкубатора до конца дня. Даже уроки стали делать на кухне. Градусник все время исправно показывал тридцать девять градусов. «Хорошо идет дело!» — радовался Мишка. «Если все обойдется благополучно, то через двадцать один день у нас будут цыплята. Целых двенадцать штук! Веселая будет семейка!» Температура падает. «Не знаю, как остальные ребята, но я в воскресенье люблю подольше поспать. В школу идти не нужно, спешить некуда. Раз в неделю можно поваляться в постели. Ничего плохого в этом, думаю, нет. Как раз на другой день было воскресенье, но я почему-то проснулся рано. Солнышко еще не взошло, но на дворе было уже светло. Я решил полежать еще немного, и вдруг вспомнил про инкубатор. Меня как будто подбросило на постели. Я быстро оделся, побежал к Мишке и принялся звонить у двери. Мишка сейчас же отворил дверь и зашипел на меня. «Тссс! Всех перебудешь! Утро! А он тут трезвонит, как угорелый!» Он был еще не одет. В нижней рубашке и босиком. «Но ведь ты уже встал?» Говорю я. «Встал!» Буркнул Мишка. «Еще не ложился!» «Почему?» «Да все из-за него, из-за инкубатора!» «А что с ним случилось?» «Да все падает!» «Почему же он падает? Мы ведь прочно его установили!» «Да не инкубатор падает, голова! Температура, говорю, падает!» «А почему температура падает?» Спрашиваю я у Мишки. «Спроси у нее!» Я лег спать, все было в порядке. Только я долго заснуть не мог. Все лежал и мечтал о цыплятах. Потом думаю, пойду-ка посмотрю, как там инкубатор работает. Прихожу на кухню, смотрю. Батюшки, матушки, 38,5 градусов! Я поскорее подложил под лампу еще одну тетрадку, подождал, температура поднялась до 39 градусов. «Ну, думаю, хорошо, что я не заснул, а то погибли бы наши цыплята!» Решил посмотреть, что будет дальше. «Сижу, значит, жду. Час, значит, жду, два жду. Температура нормальная держится. Мне надоело, понимаешь, без дела сидеть. Взял я книжку и стал читать потихоньку. Зачитался и забыл про градусник. Вдруг смотрю, снова 38,5 градусов! Опять на полградуса упало! Я скорее еще одну тетрадку под лампу! Температура опять выровнялась. Вот видишь, сейчас пока держится, а что дальше будет, не знаю. Теперь ты ложись спать, а я пока подежурю у инкубатора», — предложил я. «Куда теперь спать?» — говорит Мишка. «Уже утро на дворе». Он вернулся потихоньку в комнату, принес свою одежду и принялся одеваться. Надел брюки, рубашку, зашнуровал ботинки, потом лег на кушетку и захрапел. «Ну, думаю, пусть поспит. Человек ведь не может так, чтобы совсем не спать». Я уселся возле инкубатора и стал следить за градусником. Потом мне стало скучно, и я взял книжку про птицеводство и стал читать, как нужно следить за инкубатором. В книжке говорилось о том, что если яйца будут лежать в инкубаторе неподвижно, то зародыши в них могут прилипнуть внутри к скорлупе. От этого получаются кургузы, кривобокие, недоразвитые цыплята. И даже задохлики, то есть совсем дохлые. Для того, чтобы зародыши не прилипали внутри к скорлупе, яйца в инкубаторе нужно через каждые три часа переворачивать на другую сторону. Я поскорее открыл инкубатор и начал переворачивать яйца на другой бок. Тут Мишка проснулся, увидел, что я открыл инкубатор, и как закричит, «Ты что там делаешь, а?» Я испугался от неожиданности и чуть не уронил яйцо. «Ничего», — говорю. «Как ничего? Ты зачем инкубатор открыл? Сказано тебе, что нужно двадцать один день ждать. Может быть, ты думаешь, что цыплята на другой день выведутся?» «Да ничего я не думаю», — говорю я, и хочу объяснить, что яйца нужно переворачивать через каждые три часа. Но Мишка ничего слушать не хочет и орет во все горло. «Закрой», — говорят, «что за наказание! Уж на минуточку нельзя заснуть! Чуть только заснешь, как он сейчас же в инкубатор лезет, чтобы посмотреть на яйца!» «Да зачем мне на них смотреть?» — говорю. Тут Мишка подскочил и закрыл крышку. Но я все же успел перевернуть все яйца. На крик пришли Мишкины папа и мама. «Что тут за шум?» — спрашивают. «Да вот этот умник открыл инкубатор!» — говорит Мишка. Тут я стал объяснять, что нужно переворачивать яйца так, как могут получиться задохлики. «Какие задохлики?» — кричит Мишка. «Почему у курицы не получаются задохлики?» «Курица всегда переворачивает яйца, когда высиживает цыплят», — сказала Мишкина мама. «Откуда она знает, что яйца нужно переворачивать? «Курица глупая!» — говорит Мишка. «Не такая уж и глупая!» — ответила мама. Мишка задумался. «А ведь я и сам видел, как наседка переворачивала яйца!» — сказал он наконец. «То-то я думал, зачем она ворочает их своим носом!» Мишкин папа засмеялся. «Эх ты!» — сказал он. «Разве у курицы нос?» «Ну, клюв! Какая разница, нос или клюв?» «Температура повышается!» Часам к десяти ртуть в градуснике почему-то поднялась на полградуса. «Так что на этот раз нам пришлось вытащить одну тетрадку и опустить лампу!» «Что за история с этой температурой?» — удивлялся Мишка. «Ночью она все опускалась, а теперь почему-то полезла вверх!» «После обеда нам еще раз пришлось опустить лампу, так как температура опять повысилась!» После обеда Мишка прилег на кушетке и снова заснул. Мне было скучно одному сидеть. Я принес свой альбом для рисования и принялся рисовать Мишку, как он спит на кушетке. Спящих легче всего рисовать, потому что они лежат спокойно и не шевелятся. Тут к нам пришел Костя Девяткин. Он увидел, что Мишка спит и спрашивает. «Что это у него? Сонная болезнь?» «Нет, говорю, это он так просто спит!» Костя принялся отрамашить Мишку за плечо и, как закричит, «Вставать пора!» Мишка вскочил, как ошпаренный. «А, что, уже утро?» — спрашивает. «Какое утро!» — засмеялся Костя. «Вечер скоро уже. Вставай скорее, пойдем гулять. Посмотри, солнышко светит. Весна, и воробьи поют. Нам гулять теперь некогда, у нас дело», — говорит Мишка. «Какое дело?» «Очень, брат, важное дело!» Мишка подошел к инкубатору, взглянул на градусник и, как закричит на меня, «А ты, что тут сидишь, как коза на базаре, не видишь, что делается?» Я посмотрел на градусник. Опять тридцать девять с половиной градусов. Мишка поскорее понизил лампу. «Если б я не проснулся, ты, наверное, до сорока бы догнал!» — продолжал кричать он. «Я же не виноват, что ты спишь все время!» «А я виноват, что я ночью не спал!» «Ну и я говорю, не виноват!» Костя увидел инкубатор и спрашивает. «Что это вы, опять паровую машину делаете?» «Что ты? Разве паровая машина такая?» «А что это?» «А угадай!» «Хм-м-м», — сказал Костя и почесал затылок. «Так, наверное, паровая турбина!» «Нет, не угадал!» «Ну, тогда какой-нибудь реактивный двигатель!» Мы с Мишкой рассмеялись. «Сто лет будешь гадать, не догадаешься!» «Ну и что же это такое?» «Инкубатор!» «А, инкубатор! Вот оно что!» «А что он делает, этот инкубатор?» «Как что?» — удивился Мишка. «Цыплят выводит!» «А, понимаю, понимаю! Из чего же он их выводит?» «С чего?» — фыркнул презрительно Мишка. «Из яиц, конечно! Из чего же еще?» «А, из яиц, ну, конечно!» «Он вместо курицы их высиживает!» «Это я знаю, только я думал, что он не инкубатор, а индукатор или курбюратор, забыл, как называется!» «Он, значит, называется инкубатор. А где же эти яйца?» «Яйца вот здесь, в коробке. А ну, покажи!» «Ну ж, если каждому показывать, то наверняка никаких цыплят не получится. Подожди, когда наступит время переворачивать яйца, тогда и увидишь. Когда же вы будете переворачивать?» Мы с Мишкой стали высчитывать, и оказалось, что яйца нужно будет переворачивать в восемь часов вечера. Костя остался ждать. Мишка принес шахматы, и мы стали играть. Только, если сказать по правде, то играть втроем в шахматы — это самое последнее дело. Потому что играть могут только двое, а третий сидит и подсказывает то одному, то другому. Из этого никогда ничего хорошего не получается. Если ты выиграешь, то тебе говорят, что ты выиграл, потому что тебе помогали. А если проиграешь, то над тобой все смеются и говорят, что ты проиграл, несмотря на то, что тебе все подсказывали. Нет, лучше всего играть в шахматы вдвоем, когда никто не мешает. Наконец пробило восемь часов. Мишка открыл инкубатор и стал переворачивать яйца. Костя сосчитал их и говорит. «Одиннадцать яиц. Значит, одиннадцать цыплят будет?» «Как одиннадцать?» — удивился Мишка. «Ведь было двенадцать». «Неужели одно яйцо кто-то стащил?» «Что за наказание? Не успеешь заснуть, как яйцо стащат!» «А ты что тут смотрел?» — набросился он на меня. «Да я говорю, никуда не уходил. Надо пересчитать. Может, Костя просто ошибся?» Мишка принялся пересчитывать яйца, и у него получилось тринадцать. «Ну вот», — заворчал он. «Теперь даже лишнее одно оказалось. Кто его сюда засунул?» «Тогда я сосчитал яйца, и получилось ровно двенадцать». «Эх вы!» — говорю. «Арифмометры! Двенадцать яиц сосчитать не могут!» «Постойте!» — говорит Мишка. «Совсем вы меня запутали! Я одно яйцо не перевернул!» «Только не помню, какое!» Он задумался, а тут прибежала Майка, высмотрела в инкубаторе самое большое яйцо и говорит. «Вот из этого вот яйца, когда выведется цыпленок, мой будет!» Мишка рассердился и вытолкал ее за дверь. «Если ты еще хоть раз придешь мешать нам, никакого цыпленка не получишь!» Майка расхныкалась. «Там мои чашечки стоят! Я имею право смотреть!» «Вот я тебе покажу, какое у тебя право!» — сказал Мишка и закрыл дверь. «Что же теперь делать?» — говорю я. «Может, снова перевернуть все яйца?» «Нет, лучше не надо, а то перевернем опять на ту сторону, на которой они уже лежали. Пусть лучше одно неперевернутое лежит. В следующий раз надо повнимательнее быть. А вы поставьте на яйцах отметки, вот и будет видно, какое яйцо перевернуто, какое нет!» Предложил Костя. «Какие еще отметки?» — спросил Мишка. «Поставь просто крестики!» «Нет, я лучше номера напишу!» Мишка взял карандаш и написал на всех яйцах номера от первого до двенадцатого. «Теперь, когда будем переворачивать, все номера будут снизу, а в следующий раз номера опять будут сверху. Так и пойдет без ошибок!» Сказал Мишка и закрыл инкубатор. Костя собрался уходить. Мишка ему говорит. «Только ты в школе никому не рассказывай, что у нас инкубатор!» «Почему?» «Ребята станут смеяться!» «А что тут смешного?» «Инкубатор — очень полезная вещь!» «Над чем тут смеяться?» «Знаешь, какие ребята!» «Скажут, мы как на сетке высиживаем цыплят!» «А вдруг ничего не выйдет?» «Тогда совсем засмеют!» «Почему же не выйдет?» «Мало ли, что может случиться!» «Это ведь трудное дело!» «Может быть, мы что-нибудь не так делаем!» «Так что ты помолчи!» «Ладно!» — ответил Костя. «Не беспокойтесь, я буду молчать, как рыба!» Майка дежурная «Ну как, все в порядке?» Спросил я на следующее утро Мишку «В порядке!» «Только температура опять всю ночь понижалась!» «Ты опять, значит, всю ночь не спал?» «Нет, теперь я стал хитрый!» «Я положил под подушку будильник, и он меня будил через каждые три часа!» «Почему же температура понижалась?» «Днем она повышалась, говорю я!» «Я знаю, в чем дело!» «Ночью всегда прохладнее, и инкубатор охлаждается больше!» «А днем становится теплее!» «Поэтому днем температура повышается, а ночью понижается!» «Как же нам быть?» — спрашиваю я «Мы ведь в школу уйдем!» «Кто же будет следить за градусником?» «Может быть, Майку попросить?» «Мишка позвал Майку, и мы стали просить ее, чтобы она подежурила у инкубатора, пока мы будем в школе!» «Вчера за дверь вытолкали, а сегодня сами просите!» «Я не буду дежурить!» — сказала Майка. «Послушай, — говорю я, — ведь цыплята погибнут, и твой цыпленок погибнет! Мы ведь не для себя просим, а для цыплят!» Тогда она согласилась, и я принялся объяснять ей, что нужно делать. «Вот это градусник!» — сказал я. «Ртуть должна стоять точно на тридцати девяти градусах!» «Вот видишь две цифры? Три и девять! Запомнишь?» «Запомню!» Чтобы она не забыла, я взял красный карандаш и отметил на градуснике, где должна находиться ртуть. «Смотри хорошенько, не напутай!» «Как только ртуть поднимется хоть чуточку выше, ты сейчас же вытащи из-под лампы одну тетрадку. Тогда лампа опустится, и ртуть тоже опустится в градуснике. Понятно?» «Понятно!» После этого я научил ее переворачивать яйца и велел, как только пробьет одиннадцать часов, открыть инкубатор и перевернуть все яйца. Майка все поняла. Я заставил ее повторить задание. Она повторила все правильно, и мы с Мишкой отправились в школу. «Ну как, инкубатор действует?» спросил Костя, как только мы пришли в класс. «Тише!» Зашипел на него Мишка и оглянулся по сторонам. «Да ведь я шепотом спрашиваю!» «Шепотом, шепотом!» проворчал Мишка. «Орет на весь класс!» «Ну молчу, молчу!» «А может быть можно рассказать ребятам, а?» «Я тебе расскажу!» «Тогда и не приходи к нам!» «Мы тебе по дружбе сказали, а ты...» «Ну молчу, молчу!» «Знаешь, что я придумал?» «Я скажу на уроке естествознания Марье Петровне, что вы устроили инкубатор!» «Марья Петровна вас похвалит!» «Попробуй только!» «Ведь сейчас же все ребята услышат!» «Ну молчу, молчу, как рыба, молчу!» Костя зажал рот рукой и отошел. Видно было, что язык у него так и чешется, и ему хочется рассказать кому-нибудь про наш инкубатор. Начались уроки. Мишка все волновался. Ни минуты не мог посидеть спокойно. «А вдруг Майка без нас что-нибудь спутает?» «Что же она может спутать?» «Ну не уследит за градусником!» «Я ведь ей все хорошо объяснил!» «А вдруг ей надоест сидеть дома, и она пойдет гулять?» «Зачем же она пойдет, раз обещала сидеть?» «А вдруг она вытащит из инкубатора свои чашки?» «Не вытащит!» «А вдруг лампочка перегорит! Что тогда делать?» На уроке естествознания Мария Петровна услышала, что мы с Мишкой все время разговариваем, и рассадила нас на разные парты. Мишка сидел мрачный, как туча, и поглядывал на меня с другого конца класса. А тут Костя приложил к арту руку и громко прошептал. «Слушай, я скажу Марии Петровне про инкубатор!» Мишка заерзал на своем месте и прошипел. «Вот я тебе скажу, изменник!» Но Костя уже поднял руку. «Что ты хочешь сказать?» Спросила Мария Петровна. Мишка пригрозил Косте кулаком. «Мария Петровна, а что такое инкубатор?» Задал вопрос Косте. Мария Петровна начала рассказывать про инкубатор. Она сказала, что люди уже давно научились выводить цыплят без наседок, нагревая до определенной температуры яйца. Еще в древнем Египте и Китае две тысячи лет назад люди устраивали инкубаторы и выводили цыплят. Ученые, делая раскопки, находят в земле помещения, в которых древние египтяне устраивали свои инкубаторы. Конечно, тогда инкубаторы были небольшие, и цыплят в них выводилось немного. Но теперь у нас есть такие инкубаторы, в которых закладывают по нескольку тысяч яиц. «А у меня есть два знакомых мальчика», — сказал Костя. «Они сами сделали инкубатор. Как вы думаете, выведутся у них цыплята или нет?» «В самодельном инкубаторе получить цыплят можно, только это очень трудное дело», — сказала Мария Петровна. «В фабричных инкубаторах есть разные приспособления, которые регулируют температуру и влажность. А если инкубатор самодельный, то за всем надо внимательно следить. Если ребята старательные и дисциплинированные, то цыплят в них выведутся. А если такие, как наши Миша и Коля, то ничего не получится». «Почему это у нас не получится?» — не выдержал Мишка. «Потому что вы недисциплинированные, даже в классе не можете как следует посидеть», — сказала Мария Петровна и стала продолжать урок. После уроков нас задержал Митя Смирнов и сказал, чтобы мы шли дежурить в живом уголке. «Что ты, что ты?» — замахал Мишка руками. «Какой там живой уголок? Нам некогда!» «Вам всегда некогда!» «Записались в кружок, а не ходите?» «Сейчас самое горячее время, весна, надо скворечни делать!» «Мы потом будем делать скворечни!» «Когда потом?» «Скоро прилетят птицы?» «Не прилетят!» «Как так не прилетят?» «Птицы не станут вас ждать!» «Ну, немножечко-то подождать можно!» — сказал Мишка. И мы побежали домой. Дома все оказалось в порядке. Лампочка не перегорела, температура была нормальная. Майка исправно сидела у инкубатора. Мы похвалили ее и отпустили гулять. Все пропало. С тех пор у нас потекла настоящая трудовая жизнь. Днем и ночью нужно было следить за температурой и каждые три часа переворачивать яйца. Вода в консервной банке и деревянных чашечках быстро испарялась, так, что часто приходилось подливать свежую воду. Дело как будто нетрудное, но все время приходилось быть настороже. Как только зазеваешься, так сейчас же что-нибудь и случится. Или температура подскочит, или забудешь перевернуть яйца. Нельзя было ни на минуту забывать об инкубаторе. Особенно трудно приходилось Мишке, потому что ему нужно было следить за инкубатором ночью. От этого он не высыпался и по целым дням ходил сонный, как осенняя муха. После обеда он часто засыпал на кушетке в кухне, и я всегда рисовал его, пока он спал. Так прошло пять дней и пять ночей. На шестой день Мишка не выдержал и нечаянно заснул на уроке. За это ему досталась одна одежда Викторовны, и весь класс над ним смеялся. Конечно, Мишке было обидно. Каждый любит посмеяться над кем-нибудь, но никто не любит, когда смеются над ним самим. Все было бы ничего, но как раз в этот день я принес в школу свой альбом, чтобы показать ребятам, как я рисую. Ребята увидели рисунки и догадались, что у меня нарисован Мишка, который спал в самых разных позах, и лежа, и сидя, и чуть ли не стоя. — Да ты у нас прямо чемпион по спанью! — сказал Мишке Леша Корочкин. — Мировой рекордсмен! — подхватил Сеня Бобров. — Спит, как лошадь, двадцать четыре часа в сутки. Альбом пошел по рукам. Все рассматривали его и помирали со смеху. — Ты зачем притащил сюда этот идиотский альбом? — напустился на меня Мишка. — Но откуда же я знал, что ребята станут смеяться? — говорю я. — Не знал! Нарочно должно быть подстроил, чтобы надо мной весь класс потешался. Хорош, друг! Знать тебя не хочу больше! — Честное слово, я ненарочно! Если б я знал, что так выйдет, не рисовал бы тебя! — оправдывался я. Но Мишка дулся на меня весь день. Вечером он сказал. — Вот возьми инкубатор и подежурь ночью. Тогда узнаешь, как рисовать на меня карикатуры. — Ну что ж, — говорю я, — ты уже пять ночей отдежурил. Теперь я отдежурю пять ночей. Будем дежурить по очереди. Мы перенесли инкубатор ко мне, и с тех пор начались мои мучения. С вечера я клал под подушку будильник, и ночью он начинал мне в самое ухо трещать. Я вставал, как лунатик, шел на кухню, проверял температуру, переворачивал яйца и возвращался обратно. Часто я не мог сразу заснуть и долго ворочался на постели, а как только начинал засыпать, будильник снова трещал, и я готов был разбить его в дребезги, чтобы он не мешал мне спать. Каждое утро я просыпался измученный и на силу вставал с постели, одевался как будто во сне и даже не понимал, что я делаю. Штаны начинал надевать через голову, рубашку напяливал вместо штанов. Один раз я даже перепутал ботинки и надел на правую ногу левый ботинок, а на левую — правый, и в таком виде явился в класс. Ребята заметили это и стали смеяться. Пришлось мне переобуваться во время урока. Но самое большое несчастье произошло на десятую ночь. То ли я забыл завести будильник, то ли не слышал, как он прозвонил. С вечера я лег и проснулся утром, когда было уже совсем светло. Сначала я даже не понял, что случилось, потом вспомнил, что ни разу ночью не вставал и как ошпаренный бросился к инкубатору. Градусник показывал 37 градусов. На целых два градуса меньше, чем нужно. Я поскорее сунул под лампу пару тетрадей и тут же подумал, зачем я это делаю. Все равно яйца остыли, и теперь, наверное, уже все пропало. Десять дней мы трудились без отдыха. В яйцах, должно быть, развились большие зародыши, а теперь вот я все это погубил. От досады мне хотелось отколотить самого себя, и я стукнул себя кулаком по макушке. Ртуть в градуснике медленно поднималась и постепенно дошла до 39 градусов. Я печально смотрел на градусник и размышлял про себя. Ну вот, температура нормальная, яйца снаружи такие же, как и прежде, а внутри в них уже, наверное, нет жизни, и никогда из них не выведутся цыплята. Потом я стал думать, что, может быть, ничего опасного не случилось, может быть, зародыши еще не успели погибнуть. Но как узнать об этом? Единственный способ узнать это — продолжать нагревать яйца, и если на 21 день из них не выведутся цыплята, значит, они погибли. А может, они еще не погибли? Об этом я узнаю только через 11 дней. Вот тебе и получилось, веселая семейка, — горевал я. Вместо 12 цыплят, наверное, ни одного не будет. Тут пришел Мишка. Он посмотрел на градусник и весело сказал. — Красота! Температура нормальная, дело чудесно идет. Теперь моя очередь по ночам дежурить. — Нет, лучше я сам буду дежурить, — говорю я. — Зачем тебе мучиться напрасно? — Почему напрасно? — А вдруг цыплята не выведутся? — Ну что ж, если не выведутся, не должен же ты один мучиться, раз мы друзья. Все пополам. Я не знал, что сказать Мишке. У меня не хватило смелости ему признаться. И я решил молчать, хотя это, конечно, свинство. Сбор отряда Костя ежедневно заходил к нам, а потом рассказывал ребятам, как идет дело с высиживанием цыплят. Только он не говорил, что это мы с Мишкой устроили инкубатор. Он сочинил, что это какие-то другие ребята из другой школы. Однажды Витя Смирнов сказал. — Ты бы познакомил меня с этими ребятами? — А зачем тебе? — Ну, просто посмотреть интересно, что это за ребята такие. Вот бы нам таких в юнацкий кружок, у нас бы сразу работа пошла. А то с такими ребятами, как Миша и Коля, ничего хорошего не выходит. Дежурить не хотят, деревья нужно было сажать не пошли, скворешины не делают. — А они тоже деревьев не сажали, — сказал Костя и подмигнул нам с Мишкой. — Ну, они другое дело, у них и без деревьев забот небось по горло. Витя и не догадывался, что Костя рассказывал про нас с Мишкой. А у нас на самом деле было по горло забот. Из-за этого инкубатора мы совсем запустили уроки и получили по арифметике двойки. Меня вызвал Александр Ефремович и за то, что я не сумел решить задачу, поставил двойку. Потом он вызвал Мишку и поставил ему двойку с плюсом. Конечно, мы урока не знали, но все-таки было как-то обидно получать плохие отметки. — Тебе еще не так обидно, — говорил Мишка. — У тебя просто двойка, а у меня двойка с плюсом. — По-моему, двойка с плюсом все-таки лучше, чем просто двойка, — говорю я. — Ничего ты не понимаешь. — Ну скажи, если к двойке прибавить плюс, разве от этого она станет тройкой? — Нет, она так и останется двойкой. — Для чего же тогда ставится плюс? — Не знаю. — А я знаю. Плюс ставят для того, чтобы ты не думал, что тебя напрасно обидели. Вот даже плюсика для тебя не пожалели. Насколько ответил, столько и поставили. — Что ж тут обидного? — Да как что обидного? Обидно то, что тебя считают глупым. Умному человеку можно поставить просто двойку, он и так поймет, что ничего не знает. А глупому нужно поставить двойку с плюсом, чтобы он не воображал, будто его обижают напрасно. То-то и обидно, что тебя считают глупым. — А то еще бывает двойка с минусом, — говорил Мишка. — Какой здесь смысл? — Двойка означает, что ты ничего не знаешь. А разве можно знать меньше, чем ничего? — Нельзя, — согласился я. — Вот, видишь, — обрадовался Мишка. — Двойка с минусом означает, что ты не только ничего не знаешь, но и не хочешь ничего знать. Если ты просто не выучил урока, тебе поставят двойку. А если ты известный лодырь, то тебе нужно закатить двойку с минусом, чтобы ты почувствовал. А то еще бывает единица, — продолжал разглагольствовать он. Но ему так и не удалось рассказать о единице, потому что Александр Ефремович рассадил нас на разные парты. На последней перемене Женя Скворцов сказал, — После уроков останьтесь, ребята. Будет сбор отряда. — Мы не можем, нам некогда, — сказали мы с Мишкой. — Нужно остаться, — сказал Женя. — Будет о вас вопрос. — Почему о нас, для чего о нас вопрос ставить? Что мы такое сделали? — На отряде поговорим, — сказал Женя. — Ишь ты, — сказал Мишка. — Что это еще такое? — Не успеешь получить двойку, как уже о тебе вопрос ставят. Думает, он председатель отряда, так может обо всех вопросы ставить. — Ничего, вот он получит когда-нибудь двойку, пусть о себе вопрос ставит. — Он не получит, он хорошо учится, — говорю я. — А ты чего за него заступаешься? — Да я не заступаюсь. — Вот придется теперь оставаться, — говорит Мишка. — Ничего, — говорю я. Майка за инкубатором последит. После уроков мы остались на сбор отряда. — Сегодня у нас вопрос об успеваемости и дисциплине, — сказал Женя Скворцов. За последнее время некоторые ребята недисциплинированно ведут себя на уроках. Вертятся, разговаривают, мешают другим. Особенно отличаются этим Миша и Коля. Их уже несколько раз рассаживали за это. Куда это годится? Это ведь безобразие. А сегодня совсем отличились. Получили по двойке. — И совсем не по двойке. У меня двойка с плюсом, — сказал Мишка. — Невелика разница, — ответил Женя. У вас и по другим предметам стали отметки хуже. — У нас по другим нет двоек. Только по-русскому у меня тройка, — ответил Мишка. — У него тройка с минусом, — подсказал Ваня Ложкин. — А ты не лезь, когда не спрашивают, — сказал Мишка. — Почему не лезь? Я имею право высказаться. У нас сбор отряда. Так возьми слово и высказывайся. — И возьму. Думаешь, не возьму? Ребята, я считаю, что у них плохая успеваемость, потому что они не учат дома уроков. Им что-то мешает учиться. Пусть они скажут, что им мешает. — Ну, что вам мешает учиться? — спросил Женя Скворцов. — Ничего нам не мешает, — ответил Мишка. — Я знаю, что им мешает, — сказал Леша Курочкин. — Они разговаривают и не слушают уроков. А дома тоже плохо готовятся. По-моему, их надо навсегда рассадить, чтобы они не разговаривали. — За что нас рассаживать? — сказал Мишка. — Мы дружим. — За то, что мы дружим нас рассаживать? — А что с вами делать, если вам дружба во вред, — сказал Сеня Бобров. Тут Костя вступился за нас. — Разве дружба бывает во вред? Дружба никогда не во вред. — А у них такая дружба, что один то и другой. Один разговаривает, и другой разговаривает. Один не хочет делать уроки, и другой тоже. Один получил двойку, и другой тут же. — Рассадить их, и дело с концом, — сказал Витя Смирнов. — Постойте, ребята, — сказал Костя. — Рассадить всегда успеем. Может быть, им помочь надо. Может быть, им делать уроки некогда. — Почему же им некогда? — Ну, может быть, у них важное какое-нибудь дело. — Какое-то важное дело, — засмеялся Сеня Бобров. — А может быть, они инкубатор делают? — Они инкубатор? — удивился Сеня. — А ты что думаешь? Может быть, они ночей не досыпают, за температурой следят? Может быть, они целый день трудятся, а мы их ругаем? Может быть... — Да что-то может быть, да может быть, — рассердился Женя. — Что они? На самом деле инкубатор сделали? — Сделали, — сказал Костя. — Это они с тех ребят собезьянничали, про которых ты рассказывал, — сказал Витя. — Нет, — сказал Костя. — Это они и есть те ребята, про которых я говорил. — Они? — Ну да. — Да ты ведь говорил, что они в другой школе. — Но это я так говорил. — Тут все обступили нас с Мишкой. — Так это вы сделали инкубатор? — А Витя Смирнов сказал. — Это безобразие. Так настоящие юнаты не поступают. — Сделали инкубатор и молчат? — Эта работа ведь всех ребят интересует. — Чего вы секретничаете? — Да мы думали, вы будете смеяться, — говорим мы с Мишкой. — Над чем тут смеяться? — Что тут смешного? — Наоборот. — Мы бы вам помогли. — Устроили бы дежурство, вам бы легче стало и учились бы лучше. — Ребята, — сказал Вадик Зайц, — давайте возьмем шефство над инкубатором. — Правильно! — Сокричали все. — Витя сказал, что зайдет к нам после обеда, мы составим список дежурных и условимся насчет шефской работы. На этом сбор отряда закончился. Шефская работа После обеда у нас на кухне собрался почти весь юнацкий кружок. Мы показали ребятам наш инкубатор, рассказали, как производится нагревание, как мы проверяем температуру, как переворачиваем яйца. Потом мы стали обсуждать, как организовать дежурство. Витя Смирнов предложил написать правила для дежурных. Вот какие у нас получились правила. Двое дежурных приходят в назначенный день после школы, получают от нас с Мишкой указания, что нужно делать, и остаются возле инкубатора до конца дня. Обедать и делать уроки дежурные ходят по очереди. Дежурные обязаны следить, чтобы мы с Мишкой не вертелись возле инкубатора, а делали вовремя уроки. Потом Витя составил список дежурных и назначил, кому какого числа дежурить. Этот список мы повесили на стенку. — А почему нас нет в списке? — говорит Мишка. — Мы ведь тоже хотим дежурить. — Так ведь вам придется следить за инкубатором ночью, — сказал Витя. — Ночью-то некому будет дежурить. После этого Женя выпроводил от нас всех ребят. — Можете уходить, ребята, — сказал он. — Останутся только дежурные, а остальным нечего мешать. Ребята разошлись, остались дежурные Женя и Витя, да мы с Мишкой. — И вы уходите, — сказал нам Женя. — Куда же нам уходить? — говорим мы. — Идите уроки делать. — А вдруг что-нибудь случится? — Ничего не случится. Если что-нибудь случится, я вас позову. — Ну так позови обязательно. Пришлось нам с Мишкой засесть за уроки. Мы сделали упражнение по-русскому, выучили географию и по арифметике решили одну задачу, а другая оказалась трудная. Мы ее на потом отложили и явились на кухню. — Ну, чего вы пришли? Вам ведь сказано, чтобы вы занимались. — А мы уже все сделали. — Ну-ка, покажите тетрадки. — Что это еще за проверка? — говорит Мишка. — Ну, мы ведь взяли над вами шефство, значит, все нужно проверить. Мы принесли тетрадки. — Почему же только одну задачу решили? Две ведь заданы. — А мы другую потом решим. — А потом вы забудете и явитесь в школу с пустыми тетрадями. — Почему с пустыми? По одной задачке мы все-таки сделали. — Уж если делать, то до конца, — сказал Женя. — Знаете пословицу? — Кончил дело, гуляй смело. Пришлось нам вернуться и засесть за задачу. Но она у нас все не сходилась с ответом. Мы пробились над нею с час и вернулись на кухню. — Не выходит задачка, — говорит Мишка. — Мы все правильно сделали, а с ответом не сходится. — Наверное, в книжке ответ неправильный. — Нечего тут на книжку пенять, — говорит Женя. — Честное слово, у меня уже был случай, когда в книжке оказался ответ неверный. — Не может быть, — говорит Женя. — Сейчас проверим. Он пошел с нами в комнату и стал проверять задачу. Бился, бился. Все правильно, а ответ не сходится. — Вот видишь, — я говорил, — радовался Мишка. Но Женя сказал, что не сойдет с места, пока не найдет ошибку. Стал проверять снова и, наконец, нашел. — Вот она, — говорит. — Семью семь сколько, по-вашему, будет? — Сорок девять. — А у вас что написано? — Двадцать один. Он исправил нашу ошибку, и все получилось правильно. — Это у вас от невнимательности, — сказал он и вернулся к инкубатору. Мы переписали задачку начисто и пошли на кухню. — Мы уже все сделали, — говорим мы. — Ну, тогда идите гулять. — На воздухе тоже бывать полезно. Мы с Мишкой обиделись и пошли во двор. Погода была хорошая. Ребята во дворе затеяли игру в волейбол. Мы тоже присоединились к ним. А потом зашли к Косте Девяткину, а к нему пришел Вадик Зайцев, и мы вчетвером до самого вечера играли в лото и другие разные игры. Домой мы вернулись поздно и застали на кухне, кроме Жени и Вити, Ваню Ложкина. Он, оказалось, отпросился у мамы дежурить на ночь. — Что же это такое? — говорит Мишка. — Значит, теперь нам вовсе никогда не придется дежурить. Сегодня ты, завтра другой кто-нибудь отпросится, и я так не согласен. Ну, ладно, — сказал Витя, — я вас запишу в список наравне с остальными. И приписал нас в список с самыми последними. Мы с Мишкой начали высчитывать, когда наша очередь будет дежурить, и оказалось, что нам попалось самое счастливое дежурство, то есть на двадцать первый день, как раз в тот самый день, когда цыплята выведутся. Последние приготовления Наконец-то мы с Мишкой вздохнули свободно. Раньше мы были как будто привязаны к инкубатору. Нам приходилось постоянно думать, как бы не проразевать чего-нибудь и все время быть на чеку. Всякое другое дело было для нас помехой, и ничто нам не лезло в голову. Зато теперь работа прекрасно шла и без нас. Мы стали активно работать в юнацком кружке, дежурили в живом уголке, сделали две скворечни и повесили их у нас в саду на деревьях. Работали на пришкольном участке, сажали цветы и деревья. А самое главное то, что теперь мы исправно делали уроки. И моя, и Мишкина мама видели, что мы стали лучше учиться. И они были довольны, что к нам приходят ребята и помогают следить за инкубатором. На занятии кружка юнатов Марья Петровна рассказала нам, как подготовиться к приемке новорожденных цыплят, и посоветовала посеять какую-нибудь траву, чтобы у наших цыплят был свежий зеленый корм. Она сказала, что лучше всего посеять овес, потому что он очень питательный и быстро растет. Все стали думать, где бы достать овса. «Надо поехать на птичий рынок», — предложил Ваня Ложкин. «Там продается различный птичий корм. Может быть, и овес есть». После уроков Ваня и Женя поехали на птичий рынок и через два часа вернулись с полными карманами овса. «Купили?» — обрадовались мы. «Что вы? Разве его где купишь?» «Нет нигде овса. Мы обошли весь рынок, все продается. И конопля, и проса, и репейное семя. А овса нет. Мы уже хотели ехать домой, но решили посмотреть, пойти на кроликов. Пришли туда, а там стоит лошадь, и овес ест прямо из мешка. Ну, мы и попросили немного овса». «Как?» «У лошади попросили?» Удивился Мишка. «Да не у лошади голова, у колхозника. Он на этой лошади привез кроликов продавать. Хороший колхозник попался. Только сначала не хотел давать овса». «Зачем вам овес?» спрашивает. «А мы говорим, для цыплят». Он говорит, «Цыплят овсом не кормят». «Тогда мы объяснили ему, что хотим посадить овес, чтобы из него трава выросла. Тогда он говорит, берите». «Но мы и набрали в карманы». Ваня и Женя высыпали из карманов овес. Мы быстро сколотили из фанеры два плоских ящика, насыпали в них земли, налили воды и размешали так, чтобы получилась как будто жидкая грязь. Потом набросали прямо в эту грязь зерен овса, еще раз хорошенько перемешали и поставили ящики под печку, чтобы зернам было теплее. Марья Петровна рассказала нам, что зерна растений, так же, как и яйца птиц, живые существа. Жизнь тоже дремлет внутри зерна, но когда зерно попадает в теплую влажную землю, жизнь пробуждается в нем и начинает развиваться. Как и всякие живые существа, зерна могут умереть, и такие зерна уже не могут взойти. Мы очень боялись, чтобы наши зерна не оказались такими мертвыми и поминутно заглядывали в ящики. Прошло два дня, зерна не прорастали. На третий день мы заметили, что земля в ящичках потрескалась и как-то подозрительно вспучилась. Что это, — удивился Мишка, кто это тут навредил, кто расковырял землю? Никто не расковырял, ответил ему Лешка Курочкин, который в этот день был дежурным вместе с Сеней Бобровым. Почему же земля словно вспаханная, закричал Мишка, это вы, наверное, тут ковырялись, чтобы посмотреть на зерна. Да не ковыряли мы, — говорит Сеня, зачем нам на них смотреть? Я приподнял комочек земли и нашел под ним овсяное зернышко. Оно сильно разбухло и лопнуло, а на кончике его виднелся белый росток. Мишка тоже вытащил из-под земли набухшее зернышко с белым ростком. Он долго рассматривал его и вдруг закричал. — А-а-а, понимаю! Это они сами расковыряли землю. Кто они? — Зерна! Они ожили и лезут уже из-под земли. Смотри, как земля вспучилась! Им там под землей становится тесно. Мишка побежал звать ребят, чтобы показать им, как прорастают зерна. Мы с Лешкой вытащили из-под земли еще несколько зерен. Все они уже начали прорастать. Скоро прибежали остальные ребята, каждому хотелось взглянуть на зерна. — Смотрите, ребята, — сказал Витя, — зерна лопаются, и из них как будто выклевывается овес. — А что ты думаешь, — ответил Мишка, — овес ведь тоже живой, только он вырастет и будет стоять на месте. А когда выклюнутся наши цыплята, они будут бегать, пищать и просить у нас кушать. Вот увидите, какая у нас будет веселая семейка! Самый тяжелый день Работать в компании было весело, и последние дни прошли быстро. Наконец наступил двадцать первый день. Это было в пятницу. У нас все уже было приготовлено к приемке молодняка. Мы отыскали в сарае большую кастрюлю и сделали из нее грелку, то есть выложили ее внутри войлком, чтобы цыплятам в ней было тепло. Теперь эта грелка стояла на чугунке с горячей водой на случай, если цыпленок выведется, чтобы сейчас же посадить его в грелку. Накануне мы с Мишкой хотели совсем не ложиться спать, но в эту ночь Вадик Зайцев отпросился у мамы, и она разрешила ему дежурить у инкубатора. — Какой же я буду дежурной, если вы будете сидеть возле меня ночью? — сказал Вадик. — Уж вы, пожалуйста, лучше идите спать. — А вдруг цыплята начнут выводиться ночью? — Ну что ж тут такого? Если цыпленок выведется, я его бац в кастрюлю, пусть себе сохнет. — Как это бац? — говорю я. — С цыплятами нужно бережно обращаться. — Я буду бережно, не беспокойтесь, а вы лучше ложитесь спать. Завтра ведь ваше дежурство. Как вы будете дежурить, если не выспитесь ночью? — Хорошо, — говорит Мишка. — Только ты, пожалуйста, разбуди нас, если цыплята начнут выводиться. Мы ведь столько дней ждали этого момента. — Ладно, разбужу, — согласился Вадик. Мы отправились спать, только я в эту ночь долго не мог заснуть, так как очень тревожился о цыплятах. Наутро я проснулся с рассветом и сейчас же побежал к Мишке. Мишка тоже уже встал. Он сидел возле инкубатора и внимательно осматривал яйца. Он увидел меня и сказал, — Еще ни одной наклевки не видно. — Сейчас, наверное, еще рано, — ответил Вадик. — Они позже начнут наклевываться. Вадик скоро ушел домой, потому что ночь уже кончилась и теперь начиналось наше дежурство. Когда он ушел, Мишка решил еще раз осмотреть все яйца. Мы стали переворачивать их и осматривать со всех сторон, нет ли в каком-нибудь яйце маленькой дырочки, которую должен продолбить изнутри цыпленок. Но все яйца оказались целы. Мы закрыли инкубатор и долго сидели молча. — А что, если разбить яйцо и посмотреть, есть там цыпленок или нет? — говорю я. — Сейчас еще нельзя разбивать, — сказал Мишка. — Цыпленок еще пока дышит через кожу, а не легкими. Как только он начнет дышать легкими, он сейчас же пробьет скорлупу сам. Если же мы разобьем раньше, то цыпленок погибнет. — Но цыплята в яйцах должны быть уже живые, — говорю я. — Может быть, можно услышать, как они там шевелятся? Мишка достал яйцо и приложил его к уху. Я наклонился поближе и тоже стал прислушиваться. — Тише! — заворчал на меня Мишка. — Сопить тут, как лошадь! Я затаил дыхание. Стало тихо. Только слышно было, как тикают часы на столе. Вдруг зазвонил звонок, Мишка вздрогнул и чуть не уронил яйцо. Я скорее побежал открывать дверь. Это пришел Витя. Он хотел узнать, не начали ли выводиться цыплята. — Нет еще, — сказал Мишка. — Еще рано. — Ну, я потом еще перед школой зайду, — сказал Витя. Он ушел, а Мишка снова взял яйцо и приложил его к уху. Он долго сидел, закрыв глаза, и старательно прислушивался. Наконец сказал, — Совсем ничего не слышно. Я взял яйцо и тоже послушал. В яйце была мертвая тишина. Может быть, в этом яйце зародыш погиб, — сказал я. Надо другие проверить. Мы стали вынимать одно яйцо за другим и выслушивать их, но ни в одном яйце нам не удалось обнаружить никаких следов жизни. — Неужели все зародыши погибли? — сказал Мишка. — Должен ведь хоть в одном яйце сохраниться. Тут снова раздался звонок. Пришел Сеня Бобров. — Ты чего в такую рань поднялся? — спрашиваю я. — Пришел узнать, как цыплята. — Цыплята еще никак, еще слишком рано, — ответил Мишка. Вслед за Сеней пришел Сережа. — Ну как, есть уже хоть один цыпленок? — Какой ты нетерпеливый, — говорит Мишка. — Что ты хочешь, чтобы цыплята с самого утра выводились? Успеют еще. Сережа и Сеня посидели немного и ушли. Мы с Мишкой снова стали выслушивать яйца. — Все пропало, — убивался Мишка. — Совсем ничего не слышно. — А может, они там притаившись сидят? — Зачем же они сидят притаившись? Им пора скорлупу долбить. Тут пришли Юра Филиппов и Стасик Левшин, а за ними Ваня Ложкин. Ребята стали собираться один за другим. Так что под конец у нас получилось как бы общее собрание. Мы с Мишкой позвали Майку, объяснили ей, что нужно делать, если цыплята начнут выводиться без нас, и пошли вместе с ребятами в школу. Как мы провели этот день в школе, рассказать нельзя. Это был самый мучительный день в нашей жизни. Нам казалось, что кто-то нарочно растянул время и сделал уроки в десять раз длинней. Все мы очень боялись, что цыплята начнут выводиться, пока мы сидим в школе, а Майка без нас делает что-нибудь не так, как нужно. Особенно длинным оказался последний урок. Время как будто остановилось совсем. Мы даже начали думать, что прозевали звонок. Потом нам стало казаться, что звонок испортился, и поэтому мы не слыхали его. Потом мы вообразили, что тетя Дуня забыла дать последний звонок и ушла домой, и теперь нам придется сидеть тут до завтрашнего дня, когда она снова вернется в школу. Ребята нервничали и шептались. Все посылали записочки Жене Скворцову и спрашивали, который час. Но Женя, как на беду, в этот день забыл свои часы дома. В классе было шумно, а Александр Ефремович несколько раз просил восстановить тишину. Но тишина не восстанавливалась. Наконец Мишка поднял руку и хотел сказать, что урок уже кончился, но как раз в это время прозвонил звонок. Ребята сорвались с мест и бросились к двери. Александр Ефремович заставил всех сесть на свои места и сказал, что никто не должен выходить из-за парт, пока учитель в классе. Потом он обратился к Мишке. Ты, кажется, что-то хотел спросить? Нет, я хотел сказать, что урок кончился. Но ты ведь до звонка поднял руку. А я думал, что звонок испортился. Александр Ефремович только головой покачал, потом взял журнал и вышел из класса. Ребята гурьбой бросились в коридор и загремели вниз по лестнице. У выхода образовалась пробка, но мы с Мишкой успели проскочить первыми и помчались по улице во весь опор. За нами, растянувшись длинной вереницей, мчались остальные ребята. Через пять минут мы были уже дома. Майка сидела на своем пасту у инкубатора и шила своей кукле Зинаиде новое платье. — Ничего не случилось? — спросили мы ее. — Ничего. — А ты давно заглядывала в инкубатор? — Давно. Когда еще яйца переворачивала? Мишка подошел к инкубатору и приготовился открыть крышку. Все ребята столпились вокруг. Они вытягивали шеи, приподнимались на цыпочки, а Ваня Ложкин забрался на стул, чтобы получше видеть, и свалился оттуда прямо на Лешку Курочкина и чуть не сбил его с ног. Мишка все не решался открыть крышку, он как будто боялся. — Ну, открывай, чего ж ты медлишь? — не вытерпел кто-то. Мишка, наконец, открыл инкубатор. Яйца по-прежнему спокойно лежали на дне, словно большие белые камешки. Мишка постоял над ними молча, потом осторожно перевернул их по одному, и каждая осмотрел со всех сторон. — Нет ни одной наклевки, — печально объявил он. — Чья вина? — Ребята молча стояли вокруг. — А может быть, и не будет этих наклевок? — спросил Сеня Бобров. Мишка развел руками. — Я ведь не курица, откуда мне знать? Что я понимаю в наклевках? Тут ребята заговорили все разом, заспорили. Одни говорили, что цыплята не выведутся, другие, что еще, может быть, выведутся, третьи, что либо выведутся, либо нет. Наконец Витя Смирнов прекратил разговоры. — Пока еще рано спорить, — сказал он. — День еще не прошел. Надо продолжать работу, как раньше. А сейчас марш все по домам. У инкубатора останутся только дежурные. Ребята разошлись по домам. Мы с Мишкой остались одни и еще раз осмотрели все яйца. Нет ли где хоть маленькой трещинки? Но нигде не было никакой. Мишка закрыл инкубатор и сказал. — Ничего. Пусть будет, что будет. Сейчас еще рано волноваться. Подождем до вечера, и если ничего не будет, тогда начнем волноваться. Мы решили не волноваться и терпеливо ждать. Но легче всего сказать не волноваться. Мы все-таки волновались и через каждые десять минут заглядывали в инкубатор. Ребята тоже беспокоились и поминутно приходили. У всех был один вопрос. — Ну как? — Мишка уже не отвечал ничего, но оказалось все правильно. Сегодня был двадцать первый день, и вот он уже кончился. А цыплят не было. Ничего утешал нас Вите. Подождем до утра. Может быть, они за ночь выведутся? Я попросил у мамы разрешения ночевать у Мишки, и мы с ним решили не спать всю ночь. Мы долго сидели у инкубатора, разговаривать нам было не о чем. Теперь мы уже не мечтали, как прежде, потому что нам не о чем было мечтать. Скоро трамваи перестали ходить по улице, стало тихо, за окошком погас фонарь, и я прилег на кушетке. Мишка задремал, сидя на стуле, и чуть не свалился с него. Тогда он перебрался ко мне на кушетку, и мы заснули. На утро картина не переменилась. Яйца по-прежнему лежали в инкубаторе, и все были целенькими. Внутри не было никакого шума. Все ребята были разочарованы. — Почему же так вышло? — спрашивали они. Ведь мы, кажется, все правильно делали. — Не знаю, — говорил Мишка и разводил руками. — Один я знал, в чем дело. Конечно, зародыши погибли еще тогда, когда я проспал ночью. Они остыли, и жизнь оборвалась на полпути. Мне было очень совестно перед ребятами, ведь это из-за меня они напрасно трудились, но я не мог никому об этом сейчас сказать, и решил признаться как-нибудь потом, когда этот случай немного забудется, и ребята перестанут жалеть о цыплятах. В школе в этот день нам было особенно грустно. Все ребята как-то сочувственно поглядывали на нас, будто над нами стряслась какая-то особенная беда. А когда Сеня Бобров вздумал по привычке назвать нас инкубаторщиками, то все на него набросились и стали стыдить. Нам с Мишкой даже неловко было. — Пусть бы лучше ребята ругали нас, — говорил Мишка. — За что же нас ругать? — Ну, они столько работали из-за нас, они имеют право сердиться. После школы ребята наведались к нам, а потом уже весь день не приходил никто. Только Костя Девяткин иногда приходил. Он один еще не разочаровался в инкубаторе. — Вот видишь, — говорил Мишка мне, — теперь все ребята на нас рассердились. — А за что на нас сердиться? С каждым может случиться неудача. — Ты ведь сам говорил, что они имеют право сердиться. — Имеют, конечно, имеют, — отвечал с раздражением Мишка. — Ты тоже имеешь право на меня сердиться. Это я во всем виноват. — Почему ты виноват? Никто тебя не винит, ни в чем ты не виноват, — ответил я. — Нет, виноват. — Только ты не очень сердись. — Да за что же сердиться? — Ну, за то, что я такой неудачливый, такое уж мое счастье, что я все порчу, к чему только не прикоснусь. — Нет, это я все порчу, — говорю я. Я сам виноват во всем. — Нет, я виноват. Это я погубил цыплят. — Как же ты мог их погубить? — Я тебе расскажу, только ты не очень сердись, — сказал Мишка. Один раз я под утро заснул и не уследил за градусником. Температура поднялась до сорока градусов. Я поскорее открыл инкубатор, чтобы яйца остыли, но они, видно, уже успели испортиться. — Когда же это случилось? — Пять дней назад. Мишка взглянул на меня из-под лобья. Лицо у него было виноватое и печальное. — Можешь успокоиться, — говорю я ему. — Яйца испортились гораздо раньше. — Как раньше? — Еще до того, как ты проспал. — Кто же их испортил? — Я. — Как? — Я тоже проспал, а температура упала, и яйца погибли. — Когда же это случилось? — На десятый день. — Что ж ты до сих пор молчал? — Но мне совестно было признаться. Я думал, может быть, это ничего, и зародыши выживут. А они вот не выжили. — Так-так, — пробормотал Мишка и сердито посмотрел на меня. — Значит, из-за того, что тебе совестно было признаться, все ребята должны были даром трудиться, а? — Но я ведь все думал, что как-нибудь обойдется. Все равно ребята сами бы решили продолжать дело, чтобы узнать, погибли зародыши или нет. — Сами решили, — передразнил меня Мишка. — Вот и нужно было сказать, чтобы все вместе решили, а не решать самому за всех. — Послушай, — говорю я, — что это ты кричишь на меня? А разве ты сам сказал кому-нибудь, когда не уследил за температурой? Ты ведь тогда тоже решил за всех? — Верно, — говорит Мишка, — я свинья. Бейте меня. — Никто тебя бить не собирается, а ребятам ты все-таки не говори про это, — сказал я. — Завтра же скажу. Про тебя я говорить ничего не буду, а про себя скажу. Пусть все знают, какая я свинья. Пусть это будет как наказание мне. — Ну, тогда и я все про себя расскажу, — говорю я. — Нет, ты лучше не рассказывай. — Почему? Ребята и так смеются, что мы с тобой все вдвоем делаем. И в школу ходим, всегда вдвоем, и уроки учим вдвоем, и даже двойки получаем вдвоем. А теперь скажут, и на дежурстве проспали вдвоем. Ну и пусть, говорю, смеются. Что мне легче будет, если только над тобой будут смеяться? Когда погасла надежда? Печально закончился этот день, и опять наступил вечер. На кухне все было по-прежнему, инкубатор продолжал нагреваться, лампочка продолжала гореть, но надежда у нас совсем погасла. Мишка молча сидел и вертел в руках яйцо. Мы долго думали разбить его или пока подождать. Вдруг Мишка испуганно посмотрел на меня. Мне показалось, что он увидел позади меня что-то страшное. Я оглянулся, позади ничего не было. Я снова взглянул на Мишку. — Смотри! — прохрепел он и протянул мне яйцо, которое было у него в руках. Сначала я не разглядел ничего, но потом заметил, что в одном месте яйцо треснуло и как будто бы надломилось изнутри. — Что это? — говорю. — Может быть, ты сам ударил яйцо нечаянно? Мишка отрицательно замотал головой. — Тогда что же это может быть? — Наклевка? Мишка помолчал и закивал головой. — Почему ты так в этом уверен? Мишка пожал плечами. — Сам не знаю. Я осторожно приподнял надломленную скорлупу ногтем. В яйце получилась дырочка. Из нее на минуточку высунулся желтенький носик цыпленка и сейчас же спрятался обратно. От радости мы с Мишкой не могли вымолвить ни одного слова и бросились обнимать друг друга. — Вот так чудо! — закричал Мишка и залился счастливым смехом. — Ну куда нам теперь бежать? Куда бежать? — Постой, — говорю, — куда бежать? Зачем бежать? — Ну надо бежать, сказать ребятам! Мишка бросился к двери. — Постой, — говорю, — ты хоть яйцо оставь, что ты побежишь к ребятам с яйцом? Мишка вернулся и положил яйцо в инкубатор. В это время к нам пришел Костя. — А у нас уже есть цыпленок! — закричал Мишка. — Врете! — Честное слово! — Где же он? — А вот, посмотри! Мишка открыл инкубатор. Костя заглянул в него. — Где же цыпленок? Тут одни только яйца. А Мишка забыл, куда сунул яйцо с наклевкой и никак не мог отыскать его среди остальных яиц. Наконец он его нашел и показал Косте. — Братцы! Да там ведь самый настоящий цыплячий нос торчит! — закричал Костя. — А ты думал, что мы тебе какой-нибудь фокус показываем? — Конечно, настоящий! — Сейчас, братцы, вы это яйцо держите покрепче, а я побегу за ребятами! — закричал Костя. — Беги, беги! А то ребята совсем уже перестали верить в цыплят. Никто и не зашел за весь вечер ни разу. — Да они все у меня сидят и все еще верят. Только они боятся беспокоить вас. И каждый раз меня посылают узнать, как дела. — Почему же они боятся? Но они ведь понимают, что вам не до них. Вам-то, небось, и без ребят было тошно. Костя бросился к двери, и мы слышали, как он застучал каблуками по лестнице. — Батюшке, матушке! — закричал вдруг Мишка. — А я еще маме ничего не сказал! Он побежал звать маму, а я схватил яйцо и побежал показывать своей маме. Мама посмотрела и велела положить яйцо обратно в инкубатор, потому что оно может остыть, и тогда цыпленок простудится. Я прибежал обратно к Мишке, смотрю, он скачет по кухне, как угорелый, а мама и папа стоят и смеются. Мишка увидел меня и закричал. — Ты не видел, куда я сунул яйцо? Я весь инкубатор перерыл, нет нигде. — Какое яйцо? — спрашиваю я. — Ну, какое с цыпленком? — Да вот оно, говорю. Мишка увидел у меня в руках яйцо. — Ах ты, растяпа, схватил яйцо и убежал, а я тут ищу его. — Тише, — сказала Мишкина мама. Столько шума из-за одного яйца. — Да ты посмотри, что за яйцо! Разве это простое яйцо? — ответил Мишка. Мама взяла яйцо и стала разглядывать маленький клювик цыпленка, который виднялся сквозь дырочку. Папа посмотрел тоже. — Хм, — усмехнулся он. — Удивительное дело. — Что же тут удивительного? — сказал с важностью Мишка. — Просто явление природы. — Сам ты, явление природы! — засмеялся Мишкин папа. — В цыпленке, конечно, удивительного ничего нет. А вот удивительно, как он у вас получился. Я был уверен, что у вас из этой затеи ничего не выйдет. — Почему ж ты не сказал ничего? — А зачем говорить? — Я думал, что вам полезнее заниматься делом, чем бегать по улице. Тут на кухне явилась Майка. Платье на ней было надето задом наперед, ботинки на босу ногу. Она уже легла спать, но услышала про цыпленка и тоже захотела посмотреть. Поэтому она очень спешила и оделась кое-как. Мы дали ей на минуту подержать яйцо. Она стала заглядывать в дырочку одним глазом. В это время цыпленок высунул клюв. — Он меня клюнуть хотел! — закричала Майка. — Ишь ты какой! Не успел из яйца вылезти, а уж дерется. — Ну, нечего тут на цыплят кричать! — сказал Мишка. Он отнял у нее яйцо и положил в инкубатор. Вдруг на лестнице послышался шум и топанье ног. Кухня быстро наполнилась ребятами. Яйцо снова пошло по рукам. Каждому обязательно хотелось заглянуть в дырочку и увидеть цыпленка. — Братцы! — надрывался Мишка. — Отдайте яйцо! Ему ведь надо в инкубаторе лежать. Цыпленок простудится. Но никто не слушался. На силу мы отняли у ребят это яйцо и положили в инкубатор. — А на других яйцах нет наклевок? — спросил Витя. Мы принялись осматривать другие яйца, но наклевок больше не было. — Нет, только номер пятый наклюнулся, остальные яйца без наклевок, — ответил Мишка. — Может быть, они тоже наклюнутся? — говорили ребята. — Ничего, — сказал Мишка, сияя от радости. — Если у нас выведется только один цыпленок, я и то буду доволен. Все-таки мы недаром трудились. Вот он, результат. — Ребята, — сказал Сеня Бобров, — может быть, надо разломать скорлупу и выпустить цыпленка на волю? — Ему ведь тесно в яйце сидеть. — Что ты? — ответил Мишка. — Нельзя скорлупу ломать. У цыпленка кожа еще слишком нежная, можно ее поцарапать. Ребята долго не расходились. Каждому хотелось увидеть, как цыпленок выберется из яйца. Но было уже очень поздно, и им пришлось уйти домой. — Ничего, ребята, — говорил на прощание Мишка, — это еще не все. Наверное, кроме этого и другие яйца наклюнутся. Когда ребята разошлись, Мишка осмотрел еще раз яйца и нашел еще на одном наклевку. — Смотри, — закричал он, — номер одиннадцатый наклюнулся. Я посмотрел, яйцо номер одиннадцать тоже было с наклевкой. — Ах, какая досада, что ребята ушли, — говорю я, — теперь уж поздно за ними бежать. — Да, жалко, — пробормотал Мишка, — но ничего, завтра увидят уже готовых цыплят. Мы сидели у инкубатора и упивались счастьем. — Это только мы с тобой такие счастливые, — говорил Мишка. — Не каждому, небось, выпадает такое счастье. Наступила ночь. Все давно уже спали, но нам с Мишкой даже не хотелось спать. Время бежало быстро. Часа в два ночи наклюнулись еще два яйца — номер восьмой и десятый. А когда мы заглянули в инкубатор в следующий раз, то даже ахнули от изумления. Посреди яиц барахтался маленький новорожденный цыпленок. Он пытался подняться на своих лапках, но все время шатался и падал. От счастья! У меня захватило дыхание, сердце забилось сильно в груди. Я поскорее взял цыпленочка в руки. Он был еще мокренький и какой-то облезлый. Вместо перьев на нем были рыжие волосики, которые прилипли к его тонкой, нежной розовой кожице. Мишка поскорее открыл кастрюлю, из которой мы сделали грелку. Я посадил цыпленка в кастрюлю. Мы подлили в чугунок горячей воды, чтобы цыпленку было теплее. Теперь он высохнет, обогреется и станет совсем хорошим, говорил Мишка. Он вынул из инкубатора две половинки скорлупы, из которой вылупился цыпленок, и сказал. Удивительно, как в такой маленькой скорлупе мог помещаться такой огромный цыпленок. А цыпленок на самом деле казался огромным по сравнению с маленькой скорлупой, из которой он вылупился. Он ведь лежал в скорлупе скрюченный, с поджатыми лапками, с подвернутой головой. А теперь он расправился, вытянул шею и стоял на своих маленьких ножках. Мишка принялся рассматривать обе половинки скорлупы и вдруг как закричит. — Да ведь это не тот цыпленок! — Как не тот? — Ну не тот, не первый! Первый наклюнулся номер пятый, а этот одиннадцатый! На скорлупе в самом деле был номер одиннадцать. Мы заглянули в инкубатор. Номер пятый по-прежнему лежал на месте. — Что же то он, — говорю я, — раньше всех наклюнулся, а вылезать не хочет? — Наверное, он слабенький и не может сам разломать скорлупу, — сказал Мишка. — Пусть полежит еще и наберется побольше сил. Наша ошибка. За всеми хлопотами мы даже не заметили, как наступило утро. Взошло солнышко и стало светить в окно. На полу заиграли солнечные зайчики, и вся кухня наполнилась радостным светом. — Вот увидишь, сейчас придет кто-нибудь из ребят, — сказал Мишка. — Они не вытерпят. Не успел он это сказать, как пришли сразу двое — Женя и Костя. — Смотрите на чудо! — закричал Мишка и вытащил из кастрюли цыпленка. — Вот оно, чудо природы! Ребята стали рассматривать цыпленка. — А здесь еще три наклевки, — хвастался Мишка. — Смотрите, номер пятый, восьмой и десятый. Цыпленок, видно, очень боялся холода. Когда мы держали его в руках, он начинал беспокоиться, а когда сажали обратно в грелку, сейчас же успокаивался. — А вы уже покормили его? — спросил Костя. — Что ты, что ты! — ответил Мишка. — Еще рано его кормить. Цыплят начинают кормить только на следующий день. — А вы так и не спали всю ночь? — спросил у нас Женя. — Да нет, куда уж тут спать, когда такие дела пошли. — Так вы ложитесь, а мы пока подежурим, — предложил Костя. — А вы разбудите нас, если новый цыпленок выведется? — Конечно, разбудим. Мы с Мишкой улеглись на кушетке и моментально заснули. По правде сказать, мне давно уже хотелось спать. Ребята разбудили нас часов в десять утра. — Вставайте смотреть чудо-юдо номер два! — закричал Костя. — Какое чудо-юдо номер два? — не понял я с просунок и огляделся по сторонам. Вся кухня уже была полна ребят. — Вот оно чудо! — закричали ребята и показали на грелку. Мы с Мишкой вскочили и заглянули в кастрюлю. В ней оказалось уже два цыпленка. Один из них был кругленький, пушистый и желтенький, как яичный желток. Совсем настоящий красавец. — Какой замечательный! — говорю я. — Почему же наш первый такой облезлый? Все засмеялись. — Да это и есть ваш первый! — Какой? — Вот этот пушистый! — Да нет, наш вон тот голенький. Этот голенький только что вылупился, а первый уже обсох и стал пушистый. — Вот так чудеса! — говорю я. — Значит, и второй такой же будет, когда обсохнет? — Конечно! — А какой номер вылупился? — Как какой номер? — не поняли ребята. — Ну, у нас все яйца ведь пронумерованы! — объяснил Мишка. — Ой, а вы не посмотрели, из какого номера вылез! — ответил Костя. — Можно проверить по скорлупе, — сказал я. — Там ведь скорлупа осталась! Мишка открыл инкубатор и как закричит, — Батюшки, да тут еще два новорожденных! Все, толкая друг друга, бросились к инкубатору. Мишка осторожно вынул из инкубатора двух новых цыплят и показал нам. — Вот они, орлы! — с гордостью сказал он. Мы усадили этих цыплят в кастрюлю, теперь их уже было четверо. Они все сидели кучкой и сжались друг к дружке, чтобы было теплее. Мишка вытащил из инкубатора оставшуюся скорлупу и стал разбирать, какие на ней были написаны номера. — Да! — номер четвертый, восьмой, десятый, — объявил он. — Только который из них какой? Мы стали рассматривать трех новых цыплят, но теперь уже нельзя было узнать, из какой скорлупы они вывелись. Все номера перепутались, смеялись ребята. — А номер пятый так и лежит в инкубаторе? — говорю я. — Верно! — воскликнул Мишка. — Лежит. — Что же это он? — Ах! Может быть, умер? Мы достали яйцо номер пять из инкубатора и немного расширили наклевку. Цыпленок спокойно лежал в яйце и шевелел головкой. — Живой! — обрадовались мы. И положили яйцо обратно. Мишка проверил оставшиеся яйца и обнаружил новую наклевку на третьем номере. Ребята смеялись и потирали от удовольствия руки. — Вот как пошли дела! — радовались они. Тут пришла Майка. Мы стали показывать ей цыплят. — Вот этот мой! — сказала она и уже хотела схватить Пушистого. — Постой! — говорю я. — Зачем хватаешь? — Ему сидеть надо в грелке, а то простудится. — Ну тогда я потом возьму. Только этот пушистый мой будет, я не хочу голова. В этот день было воскресенье. В школу никому не нужно было идти. Ребята весь день толпились у нас. Кто на стуле сидел, кто на кушетке. Мы с Мишкой сидели на самом почетном месте, возле инкубатора. Направо возле плиты стояла кастрюля с новорожденными. На плите грелся чугунок с водой, на окне весело зеленел овес в ящиках. Ребята шутили, смеялись, рассказывали разные интересные случаи из жизни. — Почему же произошла задержка? — спросил кто-то из ребят. — Ведь мы еще в пятницу ждали цыплят. — Не знаю, — ответил Мишка. В книге написано, что цыплята выводятся на двадцать первый день, а сегодня уже двадцать третий. Может быть, в книге произошла какая-нибудь ошибка? — Может быть, это у вас произошла ошибка? — говорит Леша Курочкин. — Вы помните, когда заложили в инкубатор яйца? — Мы заложили третьего числа. Это было в субботу, — говорит Мишка. — Это я точно помню, потому что на другой день было воскресенье. — Послушай, — сказал Женя Скворцов, — у вас как-то нескладно получается. Заложили яйца в субботу, а двадцать первый день наступил в пятницу. — Правда, — подхватил Витя Смирнов. — Если вы начали в субботу, то и двадцать первый день тоже должен наступить в субботу, ведь в неделе семь дней, а двадцать один день — это ровно три недели. — Трижды семь двадцать один, — засмеялся Сеня Бобров. — Так по таблице умножения получается. — Я не знаю, как там у тебя по таблице умножения получается, — обиделся Мишка. — Мы не по таблице считали. — Как же вы считали? — А вот так, — сказал Мишка и начал загибать пальцы. Третьего числа был первый день, четвертого — второй, пятого — третий. Так он дошел до пятницы, и у него получился двадцать один день. — Что же это говорит Сеня? По таблице умножения двадцать первый день получается в субботу, а по пальцам в пятницу. — Как-то чудно. — А ну покажи еще раз, как ты считаешь, — сказал Женя. — Вот, — сказал Мишка и снова начал загибать пальцы. — Субботу третьего — один день, воскресенье четвертого — два. — Постой, постой, неправильно. — Если ты начал третьего, то третье число не надо считать? — Почему? — Потому что день еще не прошел. День прошел только четвертого. — Значит, ты должен начать счет с четвертого числа. Тут мы с Мишкой поняли, в чем дело. Мишка подсчитал по-новому, и оказалось все верно. — Правильно, — сказал он. — Двадцать первый день наступил вчера. — Значит, все вышло как надо, — говорю я. — Ведь мы заложили в инкубатор яйца в субботу вечером, и первая наклевка появилась в субботу вечером. То есть вчера как раз двадцать один день прошел. — Видишь, какое несчастье может произойти, если плохо знаешь арифметику, — сказал Ваня Ложкин. Все засмеялись, а Мишка сказал, — из-за этой ошибки мы столько мучений перенесли. Если бы мы не ошиблись, никто бы не мучился. День рождения. К концу дня у нас в грелке сидело уже десять цыплят. Последним появился номер пятый. Он упорно не хотел вылезать из яйца, и нам пришлось наполовину обломать скорлупу, чтобы помочь ему выбраться. Если бы мы этого не сделали, то он так и остался бы в скорлупе до скончания веков. Он был помельче остальных птенцов и не такой крепкий, должно быть, оттого, что так долго сидел в яйце. К вечеру в инкубаторе осталось только два яйца. Они сиротливо лежали посреди опустевшей коробки, и на них не появилось даже наклевок. Мы продолжали нагревать инкубатор и не гасили лампу, но они даже не наклюнулись за ночь. Все новорожденные цыплята прекрасно провели ночь в кастрюле, а наутро мы их выпустили на пол. Все они были желтенькие, пушистые и отчаянно пищали. Они моргали своими глазенками, жморились от яркого света. Одни уже крепко держались на своих маленьких ножках, другие падали, третьи пытались бежать, но тут же спотыкались. Иногда они тыкали клювиками в разные пятнышки на полу и даже в блестящие шляпки гвоздей. «Миленькие! Да они есть хотят!» — воскликнул Мишка. Мы поскорее сварили вкрутую яйцо, нарезали его мелко и насыпали цыплятам. Но цыплята не догадывались, что яйцо можно есть. Мы давали им по кусочку яйца и говорили «Ешьте, глупые!» Но цыплята даже не смотрели на корм. В это время на кухню пришла Мишкина мама. «Мама, они не хотят есть яйцо!» — пожаловался Мишка. «А ты поучи их!» «Как же их учить? Мы говорим им, они не слушаются!» «Да разве так цыплят учат? Ты постучи по полу пальцем!» Мишка присел возле цыплят и стал стучать пальцем по полу, там, где был насыпан корм. Цыплята увидели, что палец как будто клюет на полу корм и тоже стали клевать. Через минуту от яйца не осталось ни крошки. Тогда мы поставили им блюдечко с водой, цыплята принялись пить воду. Их этому не нужно было даже учить. Потом они сбились на полу кучкой и прижались друг к дружке. Мы посадили их обратно в кастрюлю, чтобы им было теплее. В этот день, как только Марья Петровна пришла в класс, все ребята бросились к ней навстречу и стали рассказывать, что у нас уже есть цыплята. Марья Петровна очень удивилась и обрадовалась. — Значит, вас можно поздравить с днем рождения цыплят, — сказала она. Все засмеялись, а Витя Смирнов сказал, — А мы даже не отпраздновали день рождения цыплят. Давайте сегодня отпразднуем. Все обрадовались и закричали. — Давайте, давайте, Марья Петровна, а вы придете на день рождения к нам? — Приду, — улыбнулся Марья Петровна, — и подарок цыплятам принесу. — Мы тоже принесем, — кричали ребята. Вернувшись из школы, мы с Мишкой с нетерпением ждали гостей. Нас очень интересовал вопрос, какие будут подарки. Первым явился Сеня Бобров с букетом цветов. — Что это? — сказал Мишка. — Ты зачем цветы притащил? — А подарок? — Зачем же цыплятам такой подарок? Что они? Есть будут эти цветы? — Зачем есть? Будут смотреть и нюхать. — Вот еще выдумал. Цветов они не видели, что ли? — Конечно, не видели. — Давай-ка банку с водой, увидишь, как хорошо будет. Мы налили в банку воды и поставили цветы в воду. Вслед за Сеней явились Сережа и Вадик. Они оба принесли по букету подснежников. — Да вы что, все сговорились приносить цветы? — насытился Мишка. — А тебе что, наши подарки не нравятся? — обиделся Вадик. — Знаешь, дареному коню в зубы не смотрят. Мы поставили и эти цветы в воду. Пришел Ваня Ложкин и принес полкило крупы овсянки. Мишка посмотрел и покачал головой. — Уж не знаю, будут ли они такую овсянку есть. — А ты попробуй, — говорит Ваня. — Нет, мы уж лучше подождем и спросим Марь Петровну. Тут пришла Марь Петровна. В руках у нее было что-то завернутое в газету. Она развернула, и это оказалась бутылка. В бутылке было что-то белое. — Молоко! — закричал Мишка. — А мы не догадались цыплятам молока дать. — Это не молоко, а простокваша, — сказала Марь Петровна. В первые дни цыплятам нужно вдоволь простокваши давать, они ее очень любят. Мы выпустили цыплят из грелки, принесли блюдечко и налили в него простокваши. Цыплята принялись есть простоквашу. — Вот это настоящий подарок цыплятам! — радовался Мишка. — Надо знать, что цыплятам дарить! Продолжали прибывать новые гости. Пришли Витя и Женя и принесли пшена. Вслед за ними прибежал Леша Курочкин с детской погремушкой в руках и закричал. — Вот не знал, что купить новорожденным. Иду по улице, смотрю, в киоске продаются детские погремушки. Но я и купил погремушку им. — Додумался! — проворчал Мишка. — Кто же дарит цыплятам погремушки? — Откуда же я знаю, что цыплятам дарить? Может быть, им погремушка понравится? Он подскочил к цыплятам и начал над ними греметь погремушкой. Цыплята перестали есть простоквашу и начали задирать кверху голову. — Смотрите! — закричал радостно Леша. — Им погремушка нравится! Все засмеялись. Мишка сказал. — Ну ладно, не мешай им есть. Я спросил Марью Петровну, можно ли кормить цыплят овсянкой. Марья Петровна сказала, что кормить цыплят можно всякой крупой, но только вареной. — А как варить крупу? — спросил Мишка. — Ну, сварите просто кашу. Мы с Мишкой хотели уже начать варить кашу, но тут к нам пришел еще один гость — Костя Девяткин. — А подарок принес? — спросили его ребята. — Подарок вот! — сказал Костя и вытащил из кармана два пирога. — Вот так придумал! — засмеялись ребята. — Но на день рождения всегда бывают пироги! — оправдывался Костя. — А с чем пироги? — подозрительно спросил Мишка. — С кашей. — С кашей! — закричал Мишка. — Так чего ж ты молчишь? — он выхватил у Кости из рук пироги и стал выковыривать из них кашу. — Постой! — сказал Костя. — Ведь и так видно, что они с кашей. Зачем пироги портить? Но Мишка не слушал. Он выложил кашу на блюдечко и поставил перед цыплятами. Цыпляты принялись клевать кашу. Майка увидела, что все приносят подарки цыплятам. Она принесла красную ленточку, разрезала на кусочки и повязала каждому цыпленку бантик вокруг шеи. Мы расставили вокруг цыплят банки с цветами, и у цыплят получился настоящий праздник. Перед ними в блюдечках стояло угощение, в одном блюдечке каша, в другом простокваша, в третьем чистая свежая вода, а все цыплята были с красными бантиками настоящие именинники. Костя хотел еще угостить их травой, но Марья Петровна сказала, что цыплятам еще рано давать зеленый корм, с этим лучше потерпеть до завтра. Цыплята наелись, попили свежей водички. Мы сняли с них бантики и посадили обратно в грелку. Марья Петровна посоветовала нам отгородить для цыплят угол на кухне и поставить им чугунок с горячей водой, чтобы они возле него грелись. А лучше всего отвезти их куда-нибудь в деревню. В закрытом помещении цыплята часто болеют и могут умереть. Им обязательно нужен свежий воздух, сказала Марья Петровна. Мы показали Марье Петровне наш инкубатор, в котором осталось только два яйца. Из этих яиц, наверное, уже ничего не выйдет, сказала Марья Петровна. Но это не беда. У вас и так все очень хорошо получилось. Вы потрудились на славу. А мы не одни трудились. С нами ребята работали, сказал Мишка. Так и надо, ответила Марья Петровна. Будете дружными, никакие трудности вас не испугают. А я думал, что у нас совсем ничего не получится, так как один раз не уследил за температурой, и яйца остыли, сказал я. Зародыши могут выдержать довольно длительное охлаждение, сказала Марья Петровна. Ведь наседка не сидит все время на яйцах. Раз в день она сходит с гнезда для того, чтобы покормиться, и яйца остывают. В инкубаторах тоже остужают яйца раз в день, чтобы зародыши развивались, как в природных условиях. Но гораздо опаснее перегреть яйца. А я один раз перегрел, говорит Мишка. Температура поднялась до 40 градусов. Значит, ты вовремя спохватился, объяснила Марья Петровна. Длительный перегрев мог бы погубить зародыши. Вечером мы разбили оба оставшихся яйца. В обоих оказались недоразвившиеся зародыши. Жизнь почему-то остановилась в них, и цыплята умерли, не родившись. Может быть, это как раз и случилось от перегрева. Мы потушили лампу, которая горела ровно 23 дня. Ртуть в градуснике медленно опустилась вниз. Инкубатор остыл, а у плиты в кастрюле копошилась наша веселая семейка. Десять пушистых желтеньких цыплят. На волю Наша веселая семейка жила очень дружно. Цыплята чувствовали себя спокойно и хорошо, когда были все вместе. Но стоило только кого-нибудь из них унести от остальных, как он начинал тревожно пищать и бегать, стараясь отыскать своих братцев, и успокаивался только тогда, когда находил их. Майка уже давно хотела забрать своего цыпленка, но мы все ей не позволяли. Наконец, она все-таки не послушалась и унесла его в комнату. Через полчаса она принесла его обратно и со слезами сказала. — Я не могу больше. Он надрывает мне душу писком. Я думала, он привыкнет и не будет пищать. Он все пищит, пищит. Да так жалобно! Она пустила цыпленка на пол, и он со всех ног бросился к остальным цыплятам, которые держались тайкой и не отходили далеко друг от друга. Мы отгородили на кухне угол, в углу постелили клеенку и поставили на нее чугунок с теплой водой. Сверху мы накрыли чугунок подушкой, чтобы вода не остывала слишком быстро. Цыплята забирались под подушку и сидели вокруг чугунка, как вокруг курицы. Этот чугунок на самом деле заменял им мать, курицу. Иногда мы выносили цыплят во двор, но там нам трудно было следить за ними. То собака появится, то кошка, со всех сторон грозила какая-нибудь беда. Цыплятам чаще всего приходилось сидеть дома, и мы очень боялись, что им не хватает свежего воздуха. Особенно нас беспокоил один цыпленок. Он был помельче остальных, и характер у него был какой-то задумчивый. Он мало бегал, часто сидел совсем молча и мало ел. Это был номер пятый, который позже всех вылупился из яйца. — Хорошо бы отвезти наших цыплят в деревню, — сказал Мишка. — Боюсь, как бы они у нас не заболели. Но нам жалко было расставаться с цыплятами, и мы со дня на день откладывали поездку. Один раз утром мы с Мишкой пришли кормить цыплят. Цыплята уже узнавали нас и с радостным писком бросались из-под чугунка к нам навстречу. Мы поставили им тарелочку с пшенной кашей. Цыплята принялись клевать корм. Они толкали друг дружку, прыгали через головы, каждый старался опередить другого, а один даже залез с ногами в тарелку. — А где же номер пятый? — спросил Мишка. Номер пятый обычно толкался позади всех. Его, как самого слабого, цыплята отталкивали, и мы всегда кормили его отдельно. Иногда он и вовсе не хотел есть, а прибегал с остальными цыплятами, чтобы не оставаться одному. Но на этот раз его совсем не было. Мы пересчитали цыплят, их оказалось девять. — Может быть, он за чугунком спрятался? — сказал я и заглянул за чугунок. Цыпленок был там. Он лежал на полу, и я сначала подумал, что он просто прилег отдохнуть. Я протянул руку и взял его. В руке у меня очутилась маленькая холодная тельца. Головка цыпленка свесилась к низу и безжизненно моталась на тоненькой шейке. Номер пятый был мертв. Мы долго смотрели на него и от жалости не могли сказать ни слова. — Это мы виноваты, — сказал, наконец, Мишка. Надо было отвезти его в деревню. Он бы окреп там на чистом воздухе. Мы похоронили цыпленка во дворе под липой, а на другой день собрали всех остальных в корзинку и сказали, что повезем их в деревню. Все ребята пришли провожать цыплят. Майка плакала и целовала на прощание своего цыпленка. Ей очень хотелось оставить его у себя, но она боялась, что он будет скучать по своим братцам, и поэтому согласилась, чтобы мы отвезли его тоже в деревню. Мы накрыли корзинку теплым платком и пошли на вокзал. Цыплятам было тепло и уютно. Всю дорогу они сидели тихо и только иногда попискивали, перекликаясь между собой. Пассажиры с любопытством поглядывали на нас и, наверное, догадывались, что у нас в корзинке цыплята. — Ну как, птицеводы, опять за яйцами приехали? — засмеялась тетя Наташа, когда увидела нас. — Нет, — сказал Мишка, — мы привезли вам маленьких цыплят, чтобы они у вас жили. Тетя Наташа заглянула в корзинку. — Батюшки, где же вы набрали столько цыплят? — Сами вывели в инкубаторе. — Шутите? — Наверное, в зоомагазине купили. — Нет, вы ведь сами нам дали яиц месяц назад, а теперь эти вот яйца вернулись к вам в живом виде. — Чудеса! — воскликнула тетя Наташа. — Вы, наверное, какими-нибудь животноводами будете, когда вырастите. — Не знаю, — ответил Мишка. — А вам не жалко расставаться с цыплятами? — Жалко, — ответил Мишка. — Да вы ведь знаете, в городе им не житье. Здесь у вас воздух свежий, чистый, им будет здесь хорошо, а там им даже побегать негде. У вас они вырастут, и получатся из них настоящие куры и петухи. Куры будут нести вам яйца, а петухи будут петь песни. А у нас уже один цыпленок умер, и мы похоронили его под липой. — Ах, бедные вы мои, — сказала тетя Наташа и обняла нас с Мишкой. Ну, ничего, ничего, один цыпленок умер, что же делать, зато остальные будут жить. Мы выпустили цыплят из корзины и долго смотрели, как они резвились на солнышке. Тетя Наташа сказала, что у нее заклохтала курица, и мы с Мишкой побежали в сарай посмотреть на наседку. Она сидела в лукошке, из которого торчало во все стороны сена. Курица строго глядела на нас, будто боялась, что мы отнимем у нее яйца. — Вот и будут нашим цыплятам товарищи, — сказал Мишка. — Вместе им веселей будет. Весь день мы провели с Мишкой в деревне. Ходили в лес, на реку, в поле. Когда мы приезжали в прошлый раз, на полях еще ничего не росло, потому что это было совсем ранней весной. Только тракторы трещали вокруг и пахали черную землю. А теперь вся земля покрылась зелеными всходами. Куда ни глянешь, до самого горизонта тянется зеленый ковер. А в лесу, вот где было раздолье. В траве копошились мурашки, букашки, в воздухе порхали бабочки, со всех сторон доносились голоса птичек. Так было хорошо, что не хотелось уезжать домой. Мы с Мишкой решили приехать сюда летом, построить на берегу реки шалаш и жить в нем, как Робинзон. Наконец мы вернулись к тете Наташе и стали прощаться с ней. Тетя Наташа дала нам на дорогу по куску пирога и сказала, чтобы мы приезжали к ней жить на каникулы. Мы вышли во двор и в последний раз посмотрели на наших цыплят. Они уже совсем привыкли к новому месту и бегали среди кустов и деревьев, наполняя воздух радостным писком. Они по-прежнему держались дружной стайкой и пищали. Должно быть, для того, чтобы тот, кто заблудится среди травы, мог найти остальных по писку. — Ну, прощай, наша веселая семейка, — сказал Мишка цыплятам. — Дышите тут воздухом, грейтесь на солнышке, закаляйте свои организмы, набирайтесь побольше сил. Живите между собой дружно, как и до сих пор жили. — Помните, что вы все братья, дети одной матери, то есть дети одного инкубатора, в котором вы все лежали рядышком, когда были еще обыкновенными простыми яйцами и еще не умели ни бегать, ни говорить, то есть, тьфу, не пищать. И нас тоже не забывайте, потому что это мы сделали инкубатор, и значит, это мы дали вам жизнь. Которая такая хорошая и прекрасная. Все. Конец книги. Содержание. Мишкина каша. Начало первой дорожки, первой кассеты. Дружок. Середина первой дорожки, первой кассеты. Телефон. Конец первой дорожки, первой кассеты. Бенгальские огни. Начало второй дорожки, первой кассеты. Тук-тук-тук. Середина второй дорожки, первой кассеты. Огородники. Конец второй дорожки, первой кассеты. Автомобиль. Начало третьей дорожки, первой кассеты. Наш каток. Начало третьей дорожки, первой кассеты. Веселая семейка. Повесть. Середина третьей дорожки первой кассеты. Читала Наталья Карпунина.